СЕРАЯ СОВА ВЭШКОННЫЗИН САДЖО ИЕ БОБРЫ Из книги Дженни, Томасина и другие истории про животных. Повесть. Перевод с английского. Москва. Олма. Пресс. Образование. 2004 год. 500 золотых страниц о животных. Глава первая. СТРАНА СЕВЕРО-ЗАПАДНЫХ ВЕТРОВ Далеко-далеко за городами, посёлками, за полями Северной Канады лежит дикая забытая страна. Если б вам захотелось взглянуть на неё, то пришлось бы проделать долгий путь через холмы и всё дальше и дальше, туда, где нет ни железных, ни просёлочных дорог, ни даже тропинок, и нигде не видно домов. С индейцем-проводником вы поплыли бы в лёгком чилне по рекам и озёрам через бескрайние дремучие леса, где на свободе живут лоси, олени, медведи и волки, а канадские олени порой бродят такими огромными стадами, что никто не смог бы счесть их, даже если бы это и нужно было. Там, на севере, вы увидели бы Америку такой, какой она была до того, как её открыл белый человек. Даже теперь вы редко повстречаетесь в этих местах с бледнолицем, потому что кроме немногих трапперов, охотников за пушным зверем и торговцев, здесь живут только индейцы племени Оджи-Буэй, которые называют свою родину Киуэй-Динь, или страной северо-западных ветров. Они поселились здесь так давно, что никто не знает, когда они сюда попали и откуда пришли. Здесь, вдали от цивилизованных стран, они живут так, как жили их предки, когда свыше четырёхсот лет назад Жак-Кортье высадился на этих берегах. Жак-Кортье — французский учёный, исследователь Канады, живший в шестнадцатом веке. И сейчас можно увидеть их вигвамы, палатки и бревенчатые хижины, разбросанные небольшими деревушками в тенистых рощах и на открытых полянах, а иногда и на песчаном берегу озера. Нередко расстояние в сотни миль разделяет эти индейские деревни друг от друга. И индейцы живут отдельными семьями, каждая семья в своём вигваме или хижине. В хорошие дни они веселы и довольны, ну, а когда наступают тяжёлые времена, бывает, живут и впроголодь, как это случается и с цивилизованными людьми. Никто не сидит, сложа руки в индейском становище. Работают даже дети. Особенно много дел приходится выполнять в пути, потому что индейцы постоянно передвигаются с места на место. Случается, что пушной зверь вдруг исчезает из округи, и люди вынуждены или следовать за ним, чтобы не умереть с голоду, или искать новые места для охоты. Тогда весь лагерь снимается, вещи нагружают на челны или на сани, смотря по времени года, и отправляются в путь-дорогу за много-много мили. Во время зимних кочевий маленькие мальчики и девочки поочерёдно прокладывают тропу на протяжении мили, а то и двух, для целого каравана саней, запряжённых собаками, и для сопровождающих людей. Они очень гордятся этим занятием. Летом дети вместе со взрослыми садятся в челны и по целым дням грибут. Они помогают также перевозить поклажу на волоках. Им нравится такая работа, и они относятся к ней не менее серьёзно и по-деловому, чем их родители к своим обязанностям. Дети, которые летом живут вблизи фактории или же в индейской резервации, имеют возможность посещать школу. Фактория – торговая контора и поселение, организуемое европейскими купцами в колониальных странах. Резервация – территория, как правило, с бедными природными условиями, куда правительства США и Канады выселяют индейцев. Если дети учатся хорошо, то становятся врачами, учителями, писателями или художниками. А те ребята, которые круглый год живут в глуши среди дикой природы, получают совсем иное образование. Их школа – лес, и в этой школе они приобретают знания, необходимые для образа жизни индейца-охотника. Там они узнают, как живут деревья, цветы и травы, какие обычаи и повадки у диких животных, как ловить их, как удить рыбу в любое время года, и самое основное – как разжигать костер во всякую погоду, в дождь, бурю, метель. Они не только приучаются узнавать голоса птиц и зверей, но умеют и перекликаться с ними. Чтобы заставить челн быть послушным, они должны знать секреты движения воды в реках-возерах, и им надо научиться многому. Владеть ружьем и топором, ходить на лыжах, погонять запряженных в сане собак, не говоря уже о том, что всем необходимо знать, как мастерить макосины, дубить шкуры и варить обед. Маленькие индейцы не знают, что такое компас. Странствуя по дремучим лесам, они привыкают угадывать путь по солнцу, луне и звездам, по очертаниям деревьев и форме холмов, по движению животных и по многим другим приметам. Они настолько хорошо ориентируются в лесу, что не боятся отправиться в трудное, долгое путешествие и смело идут навстречу опасностям, как добыло с детьми, героями этой повести. Не трудясь, не проживешь в индейском становище. Тот, кто ленится, очень скоро остается без крова, одежды и голодает. В минуту нужды индейцы охотно делятся всем, что у них есть, но лентяев они не терпят. Однако и в трудовой жизни есть часы отдыха. Молодежь всегда находит время поиграть в подвижные и веселые игры. По вечерам, при мерцающем свете северных звезд, труженики леса, большие и маленькие, иногда собираются вокруг костра отдохнуть и послушать рассказы стариков. Здесь услышишь и про охотничьи скитани, и про индейцев далеких племен, и о великих людях седого прошлого, и о самых странных приключениях в лесу. Но удивительнее всего рассказы стариков, побывавших в далекой стране на юге, где живут бледнолицы. Там, где огромные сани со скоростью ветра мчатся на колесах, по железной тропе, где дымящиеся челны почти так же быстро плывут по воде, где нет индейцев, где совсем мало деревьев, только ряды высоких каменных домов, между которыми суетясь и спеша бродят шумными толпами люди, и, кажется, вот они пришли ниоткуда и идут никуда. В той стране, говорят, нельзя ни спать, ни есть, если у тебя нет денег. И это кажется особенно странным, потому что в любом индейском становище и в лагерях трапперов-охотников путников всегда радушно встретят, накормят и приютят. Жадно слушают эти удивительные рассказы черноглазые веселые детишки и даже взрослые, ведь они так же мало знают о жизни людей в больших городах, как, наверное, вы о лесной жизни индейцев. Я рос среди индейцев, вместе с ними сидел у костра и слушал рассказы о чужих странах, вот и мне захотелось рассказать про свою далекую дикую родину. Много рек протекает в тех темных дремучих лесах, где живут неведомые вам люди и животные. Это водные пути для индейцев, которые странствуют в своих быстрых челнах. Это пути и для многих зверьков, для бобра, выдры, норки, мускусной крысы, бесчисленные тропы вьются в лесной глуши. Вы ни за что не нашли бы их, это дороги сухопутных животных. Все четвероногие обитатели леса находятся в постоянном движении, они, как и люди, много трудятся. Им нужно прокормить не только самих себя, но и позаботиться о своих детенышах. Есть среди диких зверей одиночки, которые не имеют постоянного жилья. Другие живут обществами, строят большие города с подземными тоннелями и коридорами, самые умные из них бобры. Они строят теплые дома, сооружают запруды, откладывают запасы корма на зиму, работают почти как люди и часто в часы отдыха что-то лепечут друг к другу, словно разговаривают между собой. У них очень много своих бобровых забот. Индейцы удивляются уму и трудолюбию этих зверьков, с интересом следят за их поведением и готовы считать бобров особыми племенами людей, лишь немногим отличающимися от них самих. В звуках бобрового лепета они даже улавливают сходство с человеческой речью. И хотя большинство индейцев по старому обычаю своего народа в борьбе за существование занимаются охотой, они с большим уважением относятся к животным и напрасно не беспокоят их, они понимают, что все животные, даже самые маленькие, занимают свое особое место в природе. А так как звери делят с людьми лишение трудностей жизни в лесу, индейцы называют их своими младшими братьями. Вблизи Вигвама часто можно встретить ручного медвежонка или олененка, резвящегося на свободе, а иногда и бобрят. Индейцы любят животных и охотно приручают их. Четвероногие малыши так привыкают к жизни в индейском лагере, что они уходят в лес. Они покидают своих хозяев только, когда становятся взрослыми, но их место скоро занимают новые питомцы леса. А теперь, когда вы немного познакомились с нашей страной и узнали, как живут индейцы, я расскажу вам историю, начавшуюся на одном из тех водных путей, о которых я уже говорил, где мирно и счастливо жило семейство бобров. Я расскажу вам про одного охотника индейца, про его сына и дочь, и двух ручных бобрят. Вы услышите об их приключениях в глухих лесах севера и в шумном городе, о том, как они все дружили, об их разлуке и радостной встрече, о страшных опасностях, минутах веселья и о том, что из всего этого получилось. Итак, забудьте автомобили, радио, кино и все те вещи без которых, как вы, наверное, думаете, нельзя жить и перенеситесь вместе со мной в далекую волшебную страну вегвамов, собачьих упряжек, быстроходных лыж и легких челнов. Там вы увидите огромные реки и озера, дремучие леса, животных, которые умеют говорить и работать и живут в своих собственных городах, высокие деревья будут кивать вам макушками, вы услышите нежную песнь ручейка. Давайте же разместимся вокруг костра в дымном темно-коричневом вегваме, и я поведаю вам свою повесть о далеком прошлом. Глава вторая Гичи Мигуон Большое Перо Вверх по быстрому течению широкой березовой реки, в те дни, когда взор бледнолиц еще ни разу не скользил по ее прозрачным студеным водам, как-то на заре плыл в легком челне индейц. Это был высокий стройный человек с умными темными глазами и черными волосами, заплетенными в две длинные косы. Он был одет в обычное индейское платье из дубленной оленей шкуры медно-коричневого цвета, украшенной бахромой, и выглядел точно так, как выглядят те индейцы, которых вы видите на картинках или про которых читаете. Его ярко-желтое каноэ было выкрашено соком ольхи, под свет золотистых стволов желтой березы, которая росла на соседних холмах. Все щели каноэ были тщательно залиты темной сосновой смолой, чтобы не просачивалась вода, на носу, челна, огромный расписной глаз, словно у сказочной птицы, а на корме привязан лисий хвост, развивающийся на ветру. Для индейца челн все равно как живой, ему кажется, что он зоркий как птица, легкий и проворный как лиса. На дне лежали туго свернутая палатка, маленький мешок с провизией, топор, котелок и длинное старое ружье. С верхушек берез доносился к холмам тихий шепот, шелест, который никогда не смолкал, это ветерок набегал и играл листьями. Индейцы так и называли эти холмы холмами шепчущихся листьев. Вдоль берегов тянулся темный бур. Его стройные сосны распростерли свои могучие ветви высоко над водой. Реполовы, черные дрозды, зеленушки кружились над изумрудной травой и распускающими сапочками пушистые ивы в поисках пищи. Воздух был напоен сладким ароматом шиповника и виреска. Калибри, словно ослепительные рубиновые стрелы, вносились от цветка к цветку. Это был май, на языке индейцев месяц цветов. Гитчи мигуон, большое перо, так звали индейца, принадлежал к племени Аджибуэй. Много дней плыл он в своем чилне против быстрого течения березовой реки и уж далеко отъехал от дома. Настойчиво день за днем продвигался он вперед, то скользил, как сейчас, по спокойной воде, то преодолевал опасные стремнины, направляя свою легкую ладью вверх по бурным пенящимся порогам, огибая зубчатые подводные скалы с искусством, которым владеют немногие бледнолицые и далеко не все индейцы. В это утро путь Гичи Мегуону пригрозил водопад, дикий и прекрасный. Он соперничал с соснами в высоте и солнце играло радугой в пенищихся брызгах у его подножья. Пришлось причалить к берегу ниже разъяренного жадного водоворота, который чуть был не увлек каное под грохочущий водопад. Взвалив челн вверх дном на плечи, Гичи Мегуон понес его по берегу реки. Индеец пробирался между шумящими великанами и деревьями по тенистой столетней тропе, на которой никогда не падал луч солнца. Он проделал этот путь еще один раз, чтобы перенести свою скромную поклажу, нагрузил челн и продолжал путешествие по спокойной воде под ослепительным солнцем. Водопад остался позади. Когда река сделала поворот, большое перо зорко огляделся вокруг и увидел много интересного, чего не заметил бы человек, который никогда не был охотником. Вот два настороженных пушистых уха приковали его внимание, другие звери куда-то скрылись, два горящих глаза уставились на него из тем от леса. Через мгновение в зарослях словно тень промелькнула серебристая рысь. То здесь, то там испуганная лань вскач бросалась к лесу, оттуда доносился ее пронзительный свист, когда она бежала, подпрыгивая, будто рыжая лошадь качалка. Ее белый хвост как флажок развивался между деревьями. А один раз индейц наткнулся на лося, огромного, словно конь. Лось стоял по грудь в реке, погрузив голову в воду, он откапывался однокорней лилии. Занятый своим делом, он сначала не почуял гитча мигона, а потом вдруг гордо вскинул могучую голову и в недоумении уставился на охотника. Вода струилась по его морде и шее. Потом лось повернулся, бросился к берегу и тут же исчез. Правда, тяжелый топт, его копыт, треск ломающихся веток и подлеска доносился еще несколько минут, пока испуганное животное мчалось, прокладывая себе путь вглубь лесной чаще. Но ничто не радовало гитчи мигона. Дома в поселке, а теперь это было так далеко, он оставил своих двух детей, дочку и сына. У них умерла мать, и хотя женщины односельчанки относились к ним с участием, все равно детям очень недоставала мать и большой перо знал, что они теперь тоскуют в разлуке не меньше, чем он. Их маленькая семья жила очень дружно. Отец обычно брал детей с собой в охотничье странствование, чтобы не расставаться надолго, но на этот раз ему пришлось отправиться одному, так как он знал, что на пути его ждут опасности. Большое перо выстроил для семьи чудесную бревенчатую избушку. И там, собравшись вместе на лето, они мирно отдыхали после трудной зимней охоты. Нежданно, негаданно, индеец племени Кри принес им тревожную весть о том, что в их краях появилась шайка траперов-метисов, которые массами уничтожают бобров. Настоящий индеец никогда не станет ловить пушного зверя на чужом охотничьем участке считают и воровством. Но метисы, полубелые полуиндейцы, испорченные городской жизнью, забыли старые индейские обычаи и были готовы ограбить любой лесной участок. А что будешь делать без пушного зверя? Как кормить семью? Чем платить за хлеб торговцу? Вот и пришлось большому перу отправиться на свой зимний охотничий участок, чтобы оградить его от набегов. Но он никого не встретил на своем пути и не нашел ничьих следов. А так как пора стояла теплая, весенняя, пушной зверь линял и не представлял соблазна для воров, то гитчий мигуон решил, что делать ему тут нечего, и завтра можно собираться домой. С этими мыслями он спокойно плывал вдоль берега, хотя все еще искал глазами следы непрошенных гостей. Вдруг он услышал острый пряный запах какой-то зверь, а может быть и человек пробирался здесь и растоптал листья мяты. Насторожившись гитчем мигуон бросил быстрый взгляд на берег и вдруг оттуда прыгнуло в реку прямо перед носом мочил на маленькое темное коренастое тельце. Бултыхнулось в воду, словно камешек исчезло. Но через минуту показалась черная голова и коричневая покрытая шерстью спина. Зверек поплыл, быстро огибая лодку, пока не очутился в таком месте, куда ветер доносил в него запах человека, очень страшный для обитателей леса. Широкий плоский хвост громко плеснул по воде, как стрела метнула с маленькой тельце в глубину, подняв целый фонтан брызг. Большой перо перо тряхнул каплей воды с рукава своей кожаной рубашки и улыбнулся. И вот он и хотел видеть. Это был бобр. И не замер еще встревоженный крик бобра, как в ответ донесся другой, громкий и пронзительный, словно ружейный выстрел. Бобров было два. Индеец снова улыбнулся. Теперь он же больше не сомневался, что никто не охотился в этих краях. Таких бобров ничего не стоило поймать. Если этих беззаботных зверушек, которые подпускали к себе так близко, не изловили здесь, на открытом месте, значит, и остальные в целости и сохранности. Но все же, чтобы убедиться в этом окончательно, гид Чемигон решил отыскать жилье, в котором ютилась вся семья. Бобровую хатку нетрудно найти, потому что бобры во время своих странствий сгрызают там и сям тонкие побеги ольхи, тополи и вербы, объедают с них кожицу и разбрасывают их по пути. Эти ободранные прутики, белые и блестящие, всегда приводят к их жилью. Очень скоро индиец подъехал к месту, где в реку впадал маленький ручеек. У его устью он обнаружил, как и ожидал, остатки бобрового обеда, кучку тонких блестящих прутиков. Не оставалось сомнений, что бобровый дом находится где-то вверх по ручью, в какой-нибудь тихой заводе, где любят селиться бобры. Бобры пообедали на краю открытые полянки, где несколько сосен великанов стояли в рассыпную, словно они забрели суда из лесу и не могли вернуться обратно. Гитч и мигон развел костер и тоже решил здесь пообедать. Он воткнул тонкие шест одним концом в землю наискосок над пламенем костра, а на другой его конец повесил чайник. Индейцы любят пить чай во время своих скитаний. После этого на пручки с развилкой он осадил кусочки оленины и укрепил их над горячими углями. А чтобы вкусный мясной сок не пропадал, когда оленина жарилась, он подставлял снизу кусочки индейского хлеба банок. После обеда Гитчи мигон спокойно покурил, прислушиваясь к напевам ветерка, игравшего среди ветвей. Так сидел он некоторое время прислонившись к сосне. И следил, как дымок рисует причудливые узоры в воздухе. Это были его картины и его музыка. Ничего другого он не знал, и удовольствие, которое он получал, было ничуть не меньше того, которое получаете вы, смотря кинокартины и слушая радио. Отдохнув, большое перо перевернул свой челн вверх дном, спрятал под него снаряжение, взял дробовик и пошел вверх по берегу ручья в поисках бобрового пруда, который, как он догадывался, находил свой исток ручья. Он продвигался легкой походкой среди тишины и спокойствия задремавшего леса. Его бесшумные макосины не оставляли за собой следов, а высоко в ветвях щелкали и цокали что-то белки, да зимородки веселой стайкой провожали его, пересаживая с дерева на дерево. Иногда они залетали вперед, словно для того, чтобы лукаво взглянуть на него и присвистнуть, когда он пройдет. Гитча Мигон радовался этим встречам и шел не спеша. Вдруг он остановился и прислушался. Его чуткий слух уловил какой-то странный и неожиданный звук. Звук становился все громче и громче, пока не превратился в рев. И тогда Гитч Мигон увидел, как вниз по ручью, прямо навстречу ему, несется поток из желто-мутной воды, увлекая за собой массу прутьев и сухой травы. Поток разливался до самых краев речного ложа, он бушевал с дикой силой, что-то страшное случилось с бобровым прудом. Это могло быть только одно объяснение. Человек хлеба зверь прорвал за пруду, и стремительный поток был той самой водой, которую с таким трудом берегли бобры, и без которой они станут беспомощны. Не теряя ни минуты, с ружьем в руках Гитч и Мигон помчался через лес, который только что казался ему таким приветливым, и вдруг сделался грозным и мрачным. охотник бежал со всех ног, чтобы спасти бобров от гибели. Он перескакивал через сваленные бурей деревья, пробирался сквозь лесную чащу, оставив далеко позади друзей, белых и зимородков, несся с быстротой оленя через темный лес к пруду, надеясь, что поспеет вовремя. Он хорошо знал, что случилось. Выдра, лютый враг всего бобрового народа вышла на военную тропу, и бобры теперь бились не на жизнь, а на смерть. Глава третья Бобровый дом Если б мы поспешили вверх по ручью в то время, когда обедал Гичи Мигуон, а они остановились посмотреть, что он делает, мы пришли бы к бобровому жилью, прежде чем выдра прорвала плотину, и увидели бы, как там все было устроено, и как жили бобры. Нам бы пришлось идти довольно долго, пока вдруг мы не очутились бы на берегу маленького глубокого пруда. На противоположной стороне его мы заметили бы высокую толстую стену, которая перегораживала русло ручья. Она была сделана из стуга сплетенных сучьев и прутьев, щелью были законопачены мхом, а сверху все было обмазано илом. Вдоль всей стены наверху лежали тяжелые камни, чтобы придать большую прочность. Почти сто футов в длину и больше четырех футов в высоту была эта стена. Пруд питался водой из ручья, которая стекала у него по желобу, сооруженному из прутьев. Такой водослив был устроен только в одном месте, и поэтому не трудно было следить за ним, содержать его в порядке. Казалось, что здесь трудились люди, так искусно все было сделано, а между тем эту работу проделали животные. Стена, которая представляла собой настоящую плотину, удерживала маленький пруд в его берегах. Без этой плотины не было бы пруда, здесь протекал бы только ручей. Пруд был залит солнечным светом, и так тихо ютился он там. Среди холмов шепчущихся листьев и зеркальная поверхность его была так прозрачно, что утки, дремавшие на воде, казалось, плыли в воздухе. И до того четким было отражение стройных серебристых тополей, что трудно было сказать, где кончалась вода и где начинались деревья. Совсем как в сказочной стране. Голубые озера, яркие цветы и деревья, отливающие серебром, ни шороха, ни звука. Если бы не дремавшие утки, можно было бы подумать, что там никто не живет. Но на деле было совсем не так. Стоило только приглядеться внимательнее, стараясь не шевелиться, не разговаривать и даже не шептаться, и вы очень скоро заметили бы, как вода около берега нет-нет, да вдруг подернется зыбью. Из-под воды между тростниками прислушиваясь и нюхая воздух, осторожно выглянет темно-коричневая голова с круглыми ушами. За головой покажутся покрытые шерстью тельца. У вас на виду зверек быстро, но беззвучно поплывет к противоположному берегу и исчезнет в тростниках. Высокие тростники раскачивались бы и трепетали минутку, пока зверек работал там. Скоро он появится снова, на этот раз с большим пучком травы. Он поплывет к огромному черному земляному бугру, который мы внимательно рассматривали и не могли понять, что это такое. Зверек нырнет возле него вместе с травой. Не успеет он исчезнуть, как другая голова, тоже с пучком травы, покажется с противоположной стороны. Кто-то неосторожно пошевелился, и в ответ огромный плоский хвост тяжело ударит по воде, и тут же с громким всплеском голова и пучок нырнут в воду. Такую именно сценку пришлось наблюдать большому перу в то утро на берегу ручья. Огромная насыпь выше роста человека была бобровым домом, а зверьки бобрами. Они были очень заняты. Землянка возвышалась больше, чем на шесть футов в высоту, а длиной была не меньше десяти футов. Только недавно бобры обмазали свое жилище глины. Тяжелыми бревнами подперли они его покатые стены. Вся постройка выглядела очень прочной, словно крепость. Если даже оленю вздумалось взобраться на ее крышу, все равно ничего не случилось. Сбоку проходила широкая дорожка, по которой доставлялся строительный материал. Если бы были очень терпеливы, и ветер не выдал бы вас этим чутким зверькам, то могли бы увидеть, как старый бобр, подрыв с берега ком глинистой земли, вместе с ним направился к хатке. Он плыл медленно, стараясь не рассыпать землю по дороге. Потом встал на задние лапы, выпрямивший свой весь рост, совсем как человек, взобрался на крышу, держа ком в охапке, и там опустил его. После этого он стал замазывать землей щели и дыры, ловко работая лапами, и, наконец-то, получше скрепить все, он воткнул большую палку. Эта работа делалась неспроста. И сколько еще других хлопот было в это горячее время, в месяц светов, стоит ли удивляться? Внутри причудливого домика, скрытой от всего света, жили четыре крошечных бобренка. Маленькие пушистые зверьки с черными блестящими глазками были очень хороши собой. Их задние лапы были большие, перепончатые, передние маленькие, удивительно похожие на ручки ребенка, а плоские хвосты казались резиновыми. У них был прекрасный аппетит, и, наверное, очень хорошие и легкие, потому что иначе не могли бы заливаться безумолку таким громким криком, который можно было принять за плач маленького ребенка. Как и все малыши, бобрята доставляли много хлопот своим родителям. Внутри хатки была большая комната, даже человек, свернувший с калачиком, мог бы поместиться в ней. Комната была очень чистая, пол устлан ивовой корой и подстилкой из душистых трав. Попасть в хатку можно было только через круглое отверстие в полу нырялку, она вела в наклонный тоннель, спускающийся к самому дну пруда. Плотина поддерживала воду с пруда почти на уровне с полом, поэтому нырялка была всегда полна водой до самых краев, и неуклюжие бобрята могли напиться из нее, не болтыхнувшись вниз. В случае ж какой беды, а ее не всегда минуешь, они без труда выкарабкивались оттуда. Весь тоннель вместе с входным отверстием у дна пруда находился под водой, а поэтому никто из сухопутных животных не мог не только попасть в него, но даже его увидеть. Но если бы прорвало плотину и вода ушла из пруда, бобрам грозила бы страшная беда. Не только их враги, волки, лисицы и другие хищники смогли пробраться к ним в хатку, но и сами бобры не имели бы возможности ни защищаться, ни спрятаться, нырнув в воду, как мы недавно наблюдали. Старый бобр внимательно следил за плотиной, лишь только обнаруживал течь, сразу начинал ее чинить. Много хлопот доставлял бобру и желоб водослив, нужно было все время вычищать из него всякий мусор, чтобы вода текла свободно, но не слишком быстро, иначе она затопила бы хатку. Уровень воды в пруду необходимо было поддерживать на одной той же высоте. А сколько приходилось возиться с бобрятами? Одной бобрихи ни за что бы не справиться без помощи бобра. Заботливые родители очень часто меняли травяную подстилку, приносили бобрятам корм, нежные побеги и листья, причесывали и приглаживали им шерстку, и бормотали им какие-то нежные бобровые слова, которые издали звучали как шепот людей. Зато громкий и жалобный плач бобрят и хлепет, прерываемый криками и взвизгиваниями вырывался даже за толстые стены землянки. Очень шумными становились малыши, когда они были голодны, когда радовались чему-нибудь или же попадали в какую-нибудь беду, что постоянно с ними случалось. Когда кто-нибудь из родителей возвращался домой, они никогда не отлучались вместе, после работы на плотине или с охапкой душистой травы для подстилки, была ли то мать или отец, всегда раздавалось тихое певучее приветствие, в ответ на которые бобрята громко визжали и кричали от радости. Этот нистовый шум продолжался гораздо дольше, чем требовало благоразумие. Только во время сна бобрята притихали. Весь день деньской бобрята возились друг с другом, царапались, ползали всюду, и, наверное, им было очень весело. Вообще же это бобровое семейство ничем не отличалось от остальных семей, им было хорошо и уютно у себя дома. Теперь малыши уже подросли, настолько, что могли попытать свои силы в нырялке. Сначала они просто лежали в воде, случалось и вверх ногами, или же барахтались там, визжат радости. Они были очень легкими и пушистыми, совсем воздушными, поэтому им никак не удавалось погрузиться в воду достаточно глубоко, чтобы можно было грести одновременно двумя перепончатыми лапками. Вот и приходилось подгребать то одной, то другой лапкой, переваливаясь с боку на бок, захлебываясь, извиваясь, барахтаясь. А старые бобры озабоченно плавали вокруг, подбадривая их, вероятно, даваясь совету на своем звучном бобровом говоре. Наблюдая эти сценки, я пришел к заключению, что задача научить плавать малышей была нелегкой для бобров родителей, но бобрят, казалось, получали большое удовольствие барахтаясь в воде, а с этим, как вы сами понимаете, надо считаться. Однако малыши быстро утомлялись, тогда они вылезали из воды и отдыхали в сушилке. Сушилка была устроена немного ниже уровня пола, вероятно, для того, чтобы вода струившейся шерсти зверьков не замочила их зеленых постелей. Каждый бобренок очень тщательно выжимал, стряхивал, вытирал воду своей шорстки спереди, сбоку, сзади, всюду, куда только мог дотянуться. Бобряты сидели выпрямившись и работали очень усердно, сопя и вздыхая, точно дети после купания. Наконец, когда работа была закончена и шерсть у них высыхала, или же им казалось, что она высохла, они переворачивались сверх ногами, портить им все дело, и раздавался целый хор пронзительных криков. Тогда появлялись свежие зеленые листочки и водоросли, которые бобры приготовляли заранее для того, чтобы скорее успокоить малышей, и крики нетерпения переходили в довольное чавканье и бормотане. Скоро все затихало, маленькие глазки закрывались, и бобрята, сбившись в кучу, и, вцепившись передними лапками друг дружки и в шерсть, засыпали на постелях из душистой травы. И так день проходил за днем в бобровом доме. Когда бобрятам исполнится двадцать дней, в их жизни наступит необыкновенный праздник. Нырнув в темный тоннель, малыши вдруг очутятся в неведомом, ослепительном мире, который окружал их со всех сторон, но которого они никогда не видели. А пока бобрята спали, родители по очереди оставались возле них, по очереди осматривали плотину, от которой зависела их жизнь, следили, не подкрадывается ли хищник к их маленькому замку. Нужно было заготовить и корм, и подстилку. Бобры хорошо знали. Как только проснутся малыши, снова придется делать сто дел сразу. Месяц цветов очень хлопотливое время. Наши четыре маленькие героя или героини, а может быть и те, и другие, дожили, наконец, до той чудесной поры, когда научились нырять по-настоящему и уж не выскакивали из воды хвостом вверх, словно резиновый мяч, а могли проплывать довольно большое расстояние, не взывая помощи. Как вдруг, как-то днем, это было в тот самый день и час, когда гичи-мегон обедал в лесу, старый бобр заметил, что вода в нырялке стала убывать. Он насторожился. Бобриха тоже услышала бульканье и пришла посмотреть, в чем дело. Вода, кружа с воронкой, опускалась в тоннель все ниже и ниже, потом воды не стало. Кто-то сломал плотину. Бобры друг за другом бросились вниз через пустую нырялку. Нельзя было терять время. У них не будет воды, драгоценной воды, от которой зависит жизнь детенышей, и их дом теперь открыт для всех на свете, а это грозит смертью. Четыре бобренка ужасно испугались. Они почувствовали, что случилась беда, но были еще слишком малы, чтобы понять, в чем дело, бобрята подползли друг к другу и тихо похныкивали. Встревоженные родители кинулись вплавь по обмелевшему пруду прямо к плотине. В самом низу стены они обнаружили отверстие величиной с бочку. Скоро в пруду совсем не останется воды. Бобры тотчас принялись за работу. Они таскали сучьи откуда попало, выдирали большие комьи земли с болотистого берега, отгрызали острыми зубами ветки с упавших деревьев, катали камни и все это бросали прямо в дыру, а потом затыкали отверстие травой и ветками кустарника. Они рыли глину и таскали ее к дыре в плотине. Эта глина, пропитавшаяся водой, становилась вязкой и хорошо замазывала щели между сучьими ветками и камнями. Но пруд был слишком мал для такой большой течи, и родниковая вода, которая питала пруд, собиралась гораздо медленнее, чем вытекала из него. И вот теперь, когда плотина снова была в порядке, в пруду совсем не осталось воды. Пока бобры трудились, отчаяние не раз охватывало их. Не верьте тому, кто будет уверять вас, что животные не способны чувствовать отчаяние. Но они все-таки продолжали работать до тех пор, пока не починили плотину. Только тогда усталые и измученные бобры побрели их к своим четырем детенышам, которых они так любили, и к дому, который уже не был больше защитой для них. А как они трудились, чтобы построить его, и как нужен он был для семьи? Бобры не умеют быстро ходить. Они легко переплыли бы пруд, но пробираться по скользкому илистому дну через камни и заросли спутанных водорослей было тяжело. Сколько драгоценного времени уйдет, пока не доберутся, карабкаясь и спотыкаясь до своей хатки, которая теперь казалась так далеко, любой зверь может их настигнуть. А если повстречается волк или медведь, все погибло. Бобры были беззащитны теперь, потому что природа создала их не для борьбы, а только для мирного труда. Спеши, спеши, гидчи, мигон, беги со всех ног, твоя помощь очень нужна маленьким братьям, нужна немедленно, скоро, с минуты на минуту охотник будет здесь. По вязкому дну пруда на усталых коротких ножках медленно и мучительно плелись два несчастных бобра. Они спешили, как могли, к своим детенышам, которые теперь остались в незащищенной хатке. А там четыре бобренка, сбившись в кучу и вцепившись передними лапками друг дружки в шерсть, с ужасом смотрели на блестящее черное чудовище с плоской головой. Оно подползало к ним медленно, оскалив зубы, шипя, как змея. Нигик, выдра. Голодная, злая, хитрая, она сломала плотину, осушила пруд, и теперь добыча была перед ней. Четыре маленьких бобренка. Ее длинное тело загородило в ход. Казалось, спасения нет. Выдра подобрала под себя лапой, готовясь к прыжку. Как раз в эту минуту, гичи, мигон, задыхаясь от быстрого бега, с ружьем наготове, выскочил из тростников и, перескакивая с камня на камень, бросился к бобровой хатке. Глава четвертая Первое приключение Выдра прыгнула. Она хотела схватить всех маленьких бобрят за раз, но те отскочили, как четыре пружинки, в разные стороны. Не рассчитав прыжка, она упустила их всех, а сама со всего размаха налетела на стену. На минуту хищника оглушил удар, и это спасло бобрят. Они бросились к выходу, теперь свободном, разъяренные своей неудачей. Выдра пустилась было вдогонку, но выход в конце тоннеля был загорожен. Кем? Она еще не знала. Не прошло и минуты, как началась жестокая схватка между Выдрой и двумя бобрами. Они подоспели как раз вовремя. Бобры, такие добрые и игривые от природы, перебились не на жизнь, а на смерть ради спасения своих детенышей. Выдра была более ловкой и более свирепой, чем они. Уж если она вцепится зубами, словно бульдог, то не выпустит своей жертвы. Но у бобров шкурка толстая, ее нелегко прокусить. А их острые, похожие на резец зубы, которые до сих пор никого не кусали и только подтачивали стволы деревьев, с отчаянием впивались в тело хищника. Бобры упирались лапками и все сильнее и сильнее кусались. Выдра билась жестоко, облоняясь трусливых, и все норовилось стиснуть своими крепкими челюстями морду бобра, чтобы хоть один из них перестал кусаться. Но пришлось ей спасать свою собственную голову. Она вертелась и извивалась, как огромная мохнатая ящерица забрасывая то влево, то вправо свою змеиную голову, шипя, щелкая зубами, рыча. Бобры же не издали ни звука, пока она таскала их с места на место, и только снова и снова впивались в нее зубами. Перед ними был враг, самый страшный из всех врагов, его надо было уничтожить во что бы то ни стало, раз и навсегда надо положить конец его злодейству. И снова враги набрасывались друг на друга, боролись, кувыркались, пока они выкатились вниз по тоннелю, извиваясь бесформенной массой ног, хвостов, сверкающих зубов, прямо к ногам гичи мигуона. Он только сделал последний длинный прыжок с камня на камень и очутился перед Бобровым домом. Встреча с новым врагом обескуражила выдру. Метнувшись, что было сил, она вырвалась на свободу и одним прыжком отскочила далеко в сторону, так что Бобрам уже было не догнать ее. Не обращая внимания на индейца, бобры побрели за убегавшим хищником, увязая выли, а для выдры наоборот это была прекрасная дорога. В один миг она проскользнула футов на двадцать вперед, два, три прыжка и снова скользила, и так до тех пор, пока не очутилась у плотины, махнула через нее и, поминая, как звали. Никогда больше не станет она нападать на бобровый народ. Большое перо стоял поблизости на камне и видел, как убегала выдра. Он направил было на нее дуло своего ружья, но потом решил, что злодейка и так достаточно наказана и не стал стрелять, ведь Бобрам она больше не причинит вреда. Как бы то ни было, но теперь уже все наладилось. Вода начала снова собираться в пруду, ее удерживала плотина, которую, как вы, наверное, помните, починили бобры. Пруд становился все глубже, охотнику нужно было поспешить обратно к берегу, пока не залило камни. Индейцу немного беспокоила судьба маленьких бобрят. Он видел, как они убежали из хатки, но вернулись ли малыши, этого он не знал. Поэтому, выбрав место, откуда его не было видно и нельзя было почуять, он присел на берегу и стал следить за тем, что происходило около бобрового домика. Скоро он увидел, как бобриха стала собирать малышей. Двое бобрят появились из укромного уголка, где они притаились, спасаясь от страшного врага. Мать по очереди провожала их домой. Бобрят остановились на широкий плоский хвост бобрихи, придерживаясь лапками за ее шерсть, чтобы не упасть, и так, словно на салазках, подъезжали ко входу в хатку. И пока малыши ехали, они смотрели по сторонам, разглядывали все кругом и, по-видиму, были очень довольны. Мне кажется, что Большой Оперо получил не меньшее удовольствие, чем они. Он тихонько посмеивался, любуясь этой забавной сцены. Потом он задумался. Присматриваясь ко всему, что происходило, он вдруг почувствовал, что очень жестоко убивать этих зверьков, которые так самотвержно трудятся, чтобы защитить своих детенышей и свой скромный дом, и которые так любят друг друга. Это было, казалось ему, равносильно убийству маленьких людей. Никогда еще он не видел того, что довелось ему увидеть сегодня. Только теперь понял он, почему старики индейцы часто называют Бобров говорящими братьями и Бобровым народом. Большой Оперо решил переночевать у пруда, хотя не захватил с собой ни одеяло, ни еды. Он боялся, что вернется злодейка выдра, лишь бояется другая, потому что эти хищники часто рискают парами. Но никто не нарушил покоя Бобрового пруда. На рассвете, когда Гичи Мегон покидал это место, пруд уже наполнился водой до краев, потайной вход был закрыт, и все казалось было в полном порядке, словно ничего не случилось. Вот и все, что узнал Большое Оперо. Но индеец не знал, что двое бобрят, напуганные до полусмерти, выкарабкались из хатки, побрели по длинному потайному ходу под заболоченной землей, бобры часто выкапывают такие ходы для разных целей, и, пройдя его до конца, очутились около плотины. Вряд ли они знали, куда бредут, да верные не думали об этом, им только нужно было уйти подальше от злого чудовища. Никто не заметил, как они перебрались на противоположную сторону плотины и продолжили свой путь по осушенному руслу ручья. Зловещие шипения выдры все время преследовало их по пятам, словно в страшном сне, и так отчетливо оно вдруг стало слышно и так близко, что зверьки в ужасе забились в маленькую пещерку на берегу. Это произошло как раз вовремя, не успели они укрыться как выдра. Настоящая страшная выдра прошмыгнула мимо них. К счастью, бобрята, как и многие другие молодые зверьки, не распространяют никакого запаха. Даже лиса, несмотря на свой чуткий нос, могла бы найти их только случайно. Вот и выдра не узнала, где они спрятались, рамчалась без оглядки все дальше и дальше от пруда. Оскованные ужасом бобрята приезжались друг к другу в своем убежище, не смея двинуться вперед, ибо я свернулся. Они стали поджидать свою мать, не придет ли она к ним на помощь. Но отсутствие запаха, который так что принесло им спасение, теперь оказалось для них бедой. Старые бобры обнюхали все кругом, но не смогли обнаружить никаких следов и так и не узнали, что бобрята перебрались через плотину. А испуганные зверьки не догадались, как недалеко они находились от пруда. Вот и сидели они, словно два заблудившихся ребенка, забившись в свою пещерку, обездоленные, понурые, и все прислушивались, донесется ли к ним любимый ласковый голос. Малыши все ждали и ждали свою большую маму, такую заботливую и добрую, она всегда утешала их в их маленьких бедах, согревала своим коричневым пушистым телом и так старательно причесывала и прикорашивала каждый день. Ну, конечно же, она или отец, это он играл с ними, так хорошо, учил плавать и всегда приносил им душистую траву для постели и веточки с нежными листьями на обед, кто-нибудь из них допредет. Теперь бобрят не было ни душистой подстилки, ни лакомых листочков, ничего, кроме твердых камней и жесткого песка. Понимать ни отец не шли за ними. Напрасно прождали бобрята всю долгую ночь, дрожа от холода, голода и страха. Как-то раз какой-то длинный темный зверь, похожий на ласку, но гораздо крупнее ласки заглянул к ним. Они сидели тихо, как две мышки, и почти перестали дышать. Он громко засопел у самого входа в пещерку и побежал дальше. Это была норка, а она увидела, что они вдвоем и побоялась напасть на них. Не скоро набрались зверьки храбрости, чтобы выглянуть на минутку, но сейчас же спрятались обратно. Нужно было спасаться от огромного серого чудовища, которое спускалось на них сверху, круглые желтые глаза засверкали близко, близко, но вот чудовище взмыло вверх и усел сноветку, и смотрело оттуда, смотрело на них, щелкло клювом, громко, протяжно кричало и очень страшно смеялся. Во-па-хо! Лесная сова хохотунья подкарауливала их, хотела сделать бобрят своей добычей. Она терпеливо ждала, и каждый раз, когда малыши выглядывали из пещерки, страшные желтые глаза все еще глядели на них. На рассвете сова исчезла, вода уже струилась через плотину, и ручеек снова зажурчал. Бобрята спустились к нему и поплыли в поисках своего дома, если бы они только знали, как близко была их хатка. Но в маленьких головках все перепуталось, и они окончательно заблудились. Не в силах бороться с течением они отдались воле воды и спускались все ниже и ниже по ручью, все дальше и дальше от дома, от родителей, от сестренок, с которыми так хорошо играли и возились всю свою коротенькую жизнь. Только маленькие самцы могли проявить такую смелость. Так они плыли, слабые, голодные, не умея найти себе корм, и все-таки теперь они чувствовали себя как-то безопаснее, потому что были в воде и продолжали свое бесцельное путешествие, которое не могло привести к добру. Ручеек становился все спокойнее и спокойнее, и зверьки незаметно очутились в ленивых водах березовой реки. Лань, которая пасла снаотмели, подняла голову и увидела их. Она насторожила уши и долго следила за ними своими добрыми глазами. Дальше на пути повстречала Сандатра, мускусная крыса. Она поздоровалась с ними, громко пискнув, и прошмогнула мимо. Птицы глядели на них с верхушек деревьев и что-то щебетали им, а солнце грело так ласково, и мир был так прекрасен, и они продолжали плыть все дальше и дальше, неизвестно куда. Так бы они и плыли в забытие от голода и слабости, пока не заснули бы, чтобы никогда больше не проснуться. В тот тот самый момент, когда бобрята очутились на зеркальной поверхности березовой реки, их заметил Гичи Мигувон. Он сидел на берегу ручья, на том самом месте, где недавно обедал. Спустив осторожно на воду свой челн, он тихонько поплыл к ним. Бобрята услышали шум, приоткрыли глазки и увидели его. Но почему-то они не испугались, даже тогда, когда он поднял их за крошечные черные хвостики, чтобы опустить в лодку. Наверное, им уже все было безразлично. А может быть, большой настраженный глаз, нарисованный на носу лодки, не выглядел так уж сердито, как задумал художник? Или, скорее всего, они чувствовали, что индейец не обидит их? Зверьки даже самые маленькие узнают своих настоящих друзей. Большое перо, сложив ладони вместе, осторожно держал бобрят. Зверьки были такие маленькие и жалкие. Их крошечные передние лапки сжались кулачки, словно они приготовились к бою. Но круглые головки отяжелели и поникли, глазки смыкались. Индеец знал, что они умирают. Ему стал жаль их. Охотники часто бывают добрыми людьми. Лапки сжались в кулачки, словно они приготовились к бою. Это положение бобры применяют при защите. Они способны нанести быстрый и сильный удар, то пуская в ход крепкие когти, то сжимая переднюю лапу в кулак. Последний прием применяется в борьбе между бобрами, когда они щадят своего противника. Обратите внимание на то, что измученные до крайности бобрята прибегли к более безобидному приему борьбы. Таков их характер. Большой Перо решил во что бы то ни стало спасти бобрят. Он жил охотой, и ему часто приходилось убивать бобров ради их ценной шкурки, а вот теперь он имеет возможность сделать доброе дело для бобров, спасти этих заблудившихся малышей, которых унесло течение и которые очутились у него в руках. Причалив к берегу, он достал банку с молоком, разбавил его водой и стал вливать зверькам в рот. Маленькие пушистые тельца распростерлись на грубелых ладонях индейца, и он почувствовал, какие они легкие и как слабо бьются их сердечки. Пока шло кормление, бобрят ухватили своими лапками, словно крошечными ручками, за сильные пальцы индейца. Большое перо совсем растрогался. Но как дальше поступить со зверьками, он еще не знал, ему следовало спешить домой. Он обещал своим детям, Саджо и Шапиену, вернуться в определенный день. И чтобы не огорчать их, ему нужно было сдержать свое слово. Если отнести бобрят к пруду, вряд ли они найдут дорогу к хатке, ведь надо весь пруд переплыть, оставить их тут на месте. Еще хуже, они наверняка умрут с голоду, либо погибнут в когтях орла или ястреба. Даже голодная рыба опасна для них. Большое перо подумал, не взять ли бобрят с собой, хотя понимал, что в далеком пути возни будет очень много, но как можно покинуть этих малышей в беде? Это было бы жестоко. У старых индейцев очень строгие правила в таких случаях. Бобриха мать считала своих детенышей очень красивыми, но индейцы они казались уродливыми. В обряд были длинные задние ноги и коротенькие передние, шарообразные тельца и курносые носики. Большое перо в конце концов решило, что их уродство небольшая беда, зато они очень забавны и будет интересно их приручить. Приближался день рождения его дочери Саджо. Ей исполнится одиннадцать лет. Бобрята с курносыми носиками наверное очень понравятся девочке. Это будет забавный подарок для нее. А когда они вырастут, их уже будет неудобно держать дома, тогда бобрят снова отвезут в родные места. Бобрятам понравилось молоко и они стали просить еще, если б вы слышали их жалобные голоса. Они еще сильнее растрогали дичи Мигона. Как можно покинуть малышей, которые плачут совсем как дети, подумал он, и снова принялся хлопотать и поить их молоком. Потом он подошел к березе, которая росла среди сосен, срезал с нее большой кусок коры и стал мастерить корзинку для бобрят. Он обвязал ее кедровым лыком, чтобы сохранить форму. Вслед за этим сделал плотно прилегающую крышку и проделал в ней дырочки, чтобы воздух проходил свободно. Еще он сплел ручку из коры кедра. Когда корзинка была готова, он выслал дно ее травой и положил сверху сочные листики и молодые побеги тех растений, которыми питаются бобры. Когда большое перо поднял своих питомцев за плоские хвостики, чтобы положить в корзинку, они почувствовали запах душистой подстилки, совсем как дома, и нашли нежные почки и листики, которыми так хотелось полакомиться. Они слушали добрый и успокаивающий голос своего нового друга. Он так хорошо напоил их молоком, и от всего этого им сразу стало лучше. Казалось, они теперь забыли и страшное шипение выдры, и сову с ее круглыми желтыми глазами, и злым хлопающим клювом, как жутко она смеялась над ними в ту темную ночь. И вот они подползли друг другу, что-то бормоча и урча про себя, уж давно они этого не делали и ели, ели, пока не наелись досыта. А большое перо, делая быстрые взмахи веслом, гнал канои домой, к своим любимым детям. Он очень радовался подарку, который вез им. Он не сомневался, что и сынишка, хотя был тремя годами старшей сестры, вместе с ней будет забавляться зверьками, и он был рад, что помог этим маленьким страдальцем. Беседуя с своим канои или с ружьем, может быть, с бобрятами, или просто сам с собой, он говорил «Мино такия» «Хорошо», «Кегет мино такия» «Очень хорошо». Маленькие искатели приключений тоже, наверное, были всем довольны, так как они совсем притихли, и в самом деле им было хорошо в их гнездышке. Сквозь окон соберез стенового домика к ним доносились звонкая песня дроздов, веселые журчания воды и убаюкивающий гомон лесных насекомых. Только время от времени, видно, вспомнив своих близких и родную землянку, они жалобно похныкивали и теснее прижимались друг к дружке. И тогда тоска затихала, усталые головки склонялись, округлые черные глазки отказывались смотреть. Все звуки словно замирали вокруг, и все горести куда-то исчезали. Бобря-то спали. Вот как получилось, что два маленьких заблудившихся бобренка, таких маленьких, что они легко поместились бы вдвоем в пол-литровом горшочке, ехали теперь к новому дому и к новым друзьям. Они видели много удивительных вещей, о которых даже самые умные бобры ничего не слыхали, и пережили приключения, которые не переживал никто из бобров, вот я вполне уверен. Большой Перо был прав, когда говорил «минотакия». Это было на самом деле чудесно. Глава пятая День рождения Саджо Почти неделю спустя после описанных событий Саджо и Шепиэн хлопотали по хозяйству, готовясь к встрече с отцом. Они жили недалеко от поселка Обисоуэй. Этот поселок лежал в долине лепечущих вод, вблизи небольшого водопада, чье тихое, убаюкивающее журчане, напоминало индейцам лепецонных голосов. Отсюда и пошло такое название. Около озера на зеленом пригорке стояла бревенчатая избушка большого пера. Лес подступал прямо к ней. Но участок вблизи домика был старательно расчищен от бурелома и молодняка. Сквозь ряды стройных деревьев открывался чудесный вид на озеро. Это было огромное озеро. Его холмистые заросшие лесом берега убегали в голубую даль, словно волы необъятного изумрудного океана. Узкая тропинка велась от избушки вниз по склону холма кроще высоких стройных тополей, стоявших у самой воды. Там гитче мигон любил коротать с детьми часы своего досуга в жаркие летние дни. Хижина охотника была невелика, но снаружи выглядела очень живописно. Она была срублена из золотистых сосновых бревен, а все щели были тщательно законопачены желтоватой зеленым холм. И хотя внутри находилась лишь одна единственная комната, в ней было уютно. Пол из гладко тесаных крепко сколоченных бревен отличался ослепительной чистотой, потому что его усердно скребли и мыли, и ни один пол не мог состязаться с ним в чистоте. На трех скамнях кроватях, поставленных в ряд вдоль стены, красовались аккуратно сложенные индейские одеяла, привезенные из Гудзонова залива. Они радовали глаз своими яркими красками. Некоторые из них были красные, другие белые или зеленые. На всех цветных одеялах по краям шли белые широкие полосы. Три одностворчатых оконца сверкали на солнце. На стеклах не было ни единого пятнышка, и они блестели, по выражению Шайпиэна, как внутренняя сторона ружейного дула, таково было его понятие о чистоте. В таком состоянии он поддерживал обычное свое ружье. А сегодня он особенно усердно смазывал и начищал его внутри и снаружи, пока ружье не заблестело весело в своем углу напротив входной двери, так что не заметить его было бы невозможно. Мальчик выменил это ружье у скупщика американской меховой компании на четыре дорогие норковые шкурки, и хранил его как бесценные сокровища. Других собственных вещей у него было немного, смею вас в этом заверить. Саджу насушила тростниковых стеблей, нарезала их ровными кусочками и выкрасила в голубой, алый и желтый цвета. Потом она стала нанизывать их на длинные нити, искусно подбирая затейливый взор. И когда она повесила эти разноцветные нити тростниковых бус густыми рядами по бокам окошек, ей казалось, что они выглядят как настоящие занавески. Девочка долго не могла налюбоваться на свою работу. Потом она начала хлопотать около стола, расставила жестяные тарелки, положила ножи и вилки, как им полагается лежать. Скоро появился на середине стола большой коровай индейского хлеба баннок, только испеченный еще теплый. И хотя до Рождества было далеко, сад же украсила хлеб настоящий, только совсем маленькой елочкой. Девочка чувствовала себя по-праздничному и очень хотела, чтобы стол и все вещи в комнате выглядели нарядными. Маленькая железная печурка была начищена так старательно, что выглядела совсем новой. У этой печурки не было ни духовки, ни ножек. Пришлось подложить два больших плоских камня, что оказалось весьма удобным приспособлением для печения хлеба. А делалось это так. «Сначала тесто тесто ставилось на плиту, а потом, когда оно подходило, под плиту между двумя нагретыми камнями. Там оно пеклось и даже подрумянивалось от огня в печке, который горел сверху, иначе хлеб пришло переворачивать на сковороде, когда он был наполовину испеченным, и не было полной уверенности в успехе. А Саджо, поверьте, прекрасно пекла хлеб, она не раз угощала и меня. И Шепиен тоже не сидел сложа руки. Он разослал посреди пола новую оленью шкуру, недавно растянутую и высушенную, принес охапку дров и положил их возле печки, на которой тушились в огромном горшке лакомые куски оленины и в охотничьей добыче. Шепиен подстрелил олени из своего ружья, который красовался теперь в углу комнаты. Меднокожий, черноглазый, как и все индейцы племени Аджибуэй, Шепиен казался неполитам серьезным мальчиком и ростом был выше своих сверстников. Закончив хлопоты по хозяйству, он сел в ожидании отца. Мальчик был уверен, что отец непременно вернется к их семейному празднику, как обещал. Он всегда держал свое слово, если только в лесу с ним не случалось чего-нибудь неожиданного. А Саджо? Она продолжала суетиться, бегать взад и вперед по комнате, и вслед взлетали две черные косички, а кори глаза ее блестели от возбуждения. То она хлопотала у плиты, то расставляла у стола чурбаны, заменявшие им стулья, то поправляла свои тростниковые занавеси. Шеппиен смотрел в окно. Перед его взором открывалась широкая даль озера. Он не отрывал глаза от воды и напряженно ждал, что вот-вот появится коной отца. Но мальчик не хотел выдать свое волнение, поэтому и сел в стороне у дальнего окна, ведь уже целый месяц как он оставался в доме старшим. Хотя ему исполнилось всего четырнадцать лет, он должен был вести себя как подобает мужчине. Саджо распевала песенку и, казалось, не ходила, а летала по комнате, едва косаясь пола своими расшитыми бисером макосинами, так и мелькало ее яркое клетчатое платье. Девочка чувствовала себя по-праздничному. Этот чудесный день был не только днем приезда ее горячо любимого отца, но и днем ее рождения. Только подарков она не ждала. С тех пор, как могила ее матери заросла дикими цветами, некому было боловать девочку. Правда, отец смастерил как-то две деревянные куклы и подарил их ей ко дню рождения, но на этот раз ему не до игрушек, он вернется из далекого пути. Саджо достало своих любимиц. Одну из них звали Чи Леви, а другую Чи Кёни, и усадила их на край скамьи. На куклах тоже были веселые клетчатые платьицы, как и у Саджо, но вид у них был какой-то печальный. Краска сошла с их лиц, наверное, во время купания надо было помочь беде. Девочка побежала за кисточкой и быстро навела алый румянец на побледневшие щеки своих безмолвных подруг. Пестрой шалью повязала их деревянные головки. И все-таки они выглядели очень странно. У них не было ни пальцев, ни носа, ни рта, но, видно, они об этом даже не догадывались. Что делать? Придется любить их такими, ведь других игрушек нет. подумала Саджа. Но мы-то вы и я знаем секрет, который был тайной для девочки, когда она весело хлопотала. Она ничего не знала о том замечательном сюрпризе, который ожидал ее. Шепиен по-прежнему сидел очень тихо в глубине комнаты и не сводил глаз с озера. Он все ждал, когда же сестренка угомонится и будет вести себя более степен. Однако два таких больших события, как возвращение отца и день рождения, могут вывести из равновесия любую женщину. Подумал он, и вдруг его собственное сердце стало биться все быстрее и быстрее. Он с трудом сдержал себя, чтобы не броситься к окну. Далеко-далеко на озере показалась движущаяся точка. Сестра, сказал он как всегда ровным, спокойным голосом, наш отец возвращается. Где, где, воскликнула Саджо и, не дожидаясь ответа, схватила свою шаль. Стремглав бросилась к двери и растерянно стала глядеть во все стороны. Где, покажи скорее, Шепен. Шепен указал рукой в том направлении, где он заметил точку на воде. Вон там, сестра, видишь, крошечное пятнышко. О-о-о! Разочарованно протянула Саджо. И в самом деле, мало ли чем могло быть это пятнышко. А вдруг это плывет медведь или олень, сказала девочка, надеясь все же, что брат будет настаивать на своем. Однако ему не пришлось доказывать. Издалека послышался звук, слабый, отрывистый, да был выстрел из ружья, а вслед за ним другой. Дети продолжали слушать. Последовала пауза, во время которой можно было сосчитать до трех, потом раздался еще один выстрел. Это он, это он, закричала Саджо. Да, это сигнал нашего отца, с трудом сохраняя спокойствие, подтвердил Шеппиэн. И, забыв обо всем, он вместе с сестренкой бросился в хижину. Теперь скорее за работу, скомандовал мальчик. И, несмотря на то, что челн было еще очень далеко, и ожидать отца можно было не раньше, чем через час, в хижине пошел дым кромыслом. Дети подбежали к полке, уставленной горшками с вареньем из голубики и земляники. Саджо делала эти запасы ежегодно, но в этом году она впервые сварила варенье сама, без щей либо помощи. А так как девочка много потрудилась, то варенье получилось очень вкусным, и теперь ей хотелось убедить себя, что она давно овладела этим искусством. Затем они поставили на плиту большой чайник, потыкали длинной вилкой оленину, чтобы узнать готова ли она. Снова бежали к столу, еще раз возвращались к печке, метались взад и вперед, словом, вели себя так, как обычно ведут себя дети в подобных случаях, независимо от того, богаты они или бедны, принадлежат ли их королевскому роду, или же они просто маленькие индейцы. И когда наконец наступил долгожданный момент, и желтые канои с настраженным птичьим глазом и виляющим хвостом врезалось в песчаный берег, все заговорили в один голос. Не успел гичи мигу он выйти из челна, как он сжимал одной рукой две детские руки, другой он почему-то держал сзади. Он пытался ответить на все вопросы сразу, и лицо его, которое бывало иногда таким суровым, сияло веселой улыбкой, когда он заговорил. Дети, дети, подождите, дайте же мне сказать. Да, я здоров, метисов не видел, нет, наш охотничий участок в порядке, да еще как скучал, но теперь муж вместе, ну, с днем рождения, саджо, с днем рождения, дочка. Только теперь он протянул вперед руку, которую держал за спиной. В ней была берестяная корзинка с плетеной ручкой с кедровой коры. Смотрите, это тебе подарок, саджо, ко дню рождения. Охотник отдал корзинку дочери, предупредив, чтобы она несла ее очень осторожно, потом он обратился к сыну. Тут и для тебя, шопен, их там двое. Двое? Кто же там? Отец спросил шопен, следуя за сестрой, которая уже прошла вперед. Что в корзинке? Но большое перо ответил уклончиво. Подожди немного и увидишь. И они пошли вслед за саджо, вверх по тропинке к дому. Девочка смешно семенила ногами, ее расшитые бусами макосины мелькали из-под клетчатой юбки, но корпус, начиная от колен, она старалась совсем не сгибать, вероятно, для того, чтобы не шелохнуть корзинку. Она держала ее в вытянутой руке, словно это было большое и очень хрупкое яйцо, которое могло разлететься на тысячи кусочков при малейшем толчке. Не удивительно, что саджо шла так осторожно, и с таинственной корзинки доносились очень странные звуки. Ребеночек, подумала она, кажется, даже два, как только они могли поместиться в такой маленькой корзиночке, наверное, совсем крошечной. И как только саджо вошла в хижину, она тихонько опустила корзинку на пол. Шепиан уж был тут как тут и придерживал таинственную корзинку за края, пока саджо поднимала крышку. Заглянув внутрь, она увидела то, что для вас уже не тайно, двух маленьких пушистых зверьков. Они уцепились крошечными лапками, словно ручками, за край корзинки, и смотрели на нее так доверчиво своими блестящими черными глазками пуговками. «О-о-о-о!» у нее захватило дыхание. «Ах-ах!» Это все, что ей удалось произнести, и ничего другого она не могла придумать. «Ах!» снова вырвалось у нее. «Медвежата! Живые медвежата!» воскликнула она и осторожно прокинула корзинку на бок. Зверьки вылезли, и только теперь, когда саджо увидел их плоские хвостики, она поняла, что это за малыши. «Это еще лучше, чем медвежата!» «Маленькие бобры!» «Маленькие бобры!» побледнев от волнения, закричал Шеппен от его мужской выдержки, и чувства собственного достоинства не осталось следа. «Настоящие! Живые!» Большое перо улыбался, глядя на детей. Вряд ли можно было ожидать лучшей встречи для бобрят. Саджо сидело на полу, все еще с полу открытым, от сумления ртом, но уже ни один звук не вылетал из него. Она даже забыла показать отцу занавески, которыми так гордилась. Правда, можно не сомневаться, что они не ускользнули от зоркого глаза большого пера. И обед тщетно ждал на плите, а знаменитое ружье пера, такое чистое, блестящее, стояло незамеченным в углу. Большое перо много возился с бобрятами во время долгого путешествия, и хорошо их кормил. Они стали толстенькими, кругленькими, упитанными. Саджо оказало, что эти зверьки самые прелестные существа на свете. А когда они кое-как вскарабкались к ней на колени, девочка наклонилась и прижала щекой к их пушистой шерстке, которая так хорошо пахла от подстилки, из душистой травки и его и коры. Большое перо и шепиен пошли за свежей подстилкой и кормом для маленьких гостей. Саджо осталась одна, и пока никого не было, она взяла на руки сначала одного, потом другого бобренка и держала их по очереди в сложенных ладонях, где они очень удобно поместились, и что-то нежно шептала им. А они ухватились своими ручонками и начнете назвать их лапки за ее пальцы и, о, чудо, что-то по-детски пролепетали ей в ответ, при этом внимательно смотрели на нее своими черными блестящими глазками. Потом Саджо держала обоих бобрят вместе, и они тыкали своими теплыми влажными носиками в ее шею, сопели и пыхтели совсем как маленькие ребята. Саджо поняла, что будет их очень сильно любить. Но вот девочка встретила с взглядом со своими куклами, чилеви и чайкеней, и ей показалось, что они стали еще печальнее, и смотрят на нее с упреком. Чтобы не огорчать кукол понапрасну, она посадила их обратно на полку и повернула лицом к стене. В скромном бревенчатом домике, приютившемся в далеком северном лесу, в этот день было трое счастливцев. Гичи Мигон, потому что его возвращение домой оказалось таким радостным, Шепен, ведь отец подарил ему в обряд и, кроме того, похвалил его за работу, и маленькая Исаджо, потому что она никогда еще не получала в день рождения такого чудесного подарка. Глава шестая Большая крошка и маленькая крошка. Конечно, люди не могли заменить бобрятам их близких, но семья охотника сделала все, чтобы зверьки почувствовали себя, как дома, и бобрята скоро привыкли к новой жизни. Шепен у себя под кроватью устроил им домик со стенками из березовой коры, только одну сторону он оставил открытой для входа. Гичемигон прорезал дыру в полу, укрепил в ней лоханку, вот получился пруд, правда, не очень просторный, но все-таки он был величиной снарялку. Бобры проводили там полдня, и, плавая на поверхности воды, жевали листики и стебли. Каждый раз, когда бобряты вылезали из лоханки, они усаживались тут же и прихорашивались. Сначала они обсушивались, выжимая воду из шерсти передними лапками, потом причесывались, очень усердно, собственной гребеночкой, которой их наделила природа. На задних лапках у бобров есть раздвоенный ноготь, им они и причесываются. Все это они проделывали так серьезно, старательно и неторопливо, что саджу не могла оставаться безучастной. Девочка усаживалась рядом с ними и помогала им, как могла. Кончиками своих пальцев она приглаживала им шерстку, то в одну сторону, то в другую, бобрятам, это, видно, нравилось. Они еще усерднее продолжали свою работу. Очень потешно они прихорашивались, особенно, когда поднимали одну лапку высоко над головой, словно собирались плясать шотландский танец, а другой скребли себе бок. И есть они любили сидя. Усядутся и обгладывают кору из прутиков, вращают их между острыми зубами, не дать не взят два пастушка и играют на свирелих. Иногда же, если это были очень молоденькие и нежные стебли, они съедали их целиком, засовывали один конец в рот, другой подталкивали лапками и грызли, грызли, грызли. Шум и треск, который бобряты при этом производили, был похож на шум двух неистов работающих швейных машин. Своей же позой, когда они запихивали в рот прутики, они напоминали двух шпагоглотателей, которым закуска и шпаг пришлась очень по вкусу. А молоко все же им нужно было еще давать. Саджу удалось выпросить у одной женщины в поселке бутылочку с соской, но пока сосал один, крепко ухватившись обеими лапками за горлышко бутылки, другой поднимал такой неистовый крик возню, что в конце концов случалось, переворачивал жестянку с молоком. Пришлось раздобыть еще одну бутылочку с соской. С тех пор дети кормили бобрята одновременно, саджу одного, шепен другого. Скоро бобрята научились есть блюдце, в молоко им стали крошить хлеб, и дело с кормежкой пошло куда проще. Бобрята брали кашицу одной лапкой и быстро запихивали себе в рот, но, боюсь, их манеры за едой не были очень хорошими, потому что они громко чавкали, сопели и часто разговаривали с полным ртом. Зато они отличались одним достоинством, которым не каждый из нас обладает, они никогда не забывали прибрать свои блюдца и заталкивали их куда-нибудь в угол или под печку, нельзя сказать, чтобы они делали это очень аккуратно. Если кашица была недоедена, то, передвигая блюдца, они расплескивали и растаптывали остатки пищи, оставляя по всей комнате липкие следы, так что нередко приходилось скоблить и отмывать пол по пути их следования. Саджо всегда собирало посуду в обряд и мыло, так же, как мыло посуду больших людей. Бобрята знали своих хозяев, и когда дети звали их «Ундас, Ундас, Эмик, Эмик, Суда, Суда, Бобры, Бобры», каждый шел к тому, кто его всегда кормил. Сначала у них не было кличек, но как-то Саджо вспомнила свой день рождения, печальные лица двух кукол, давно уж Бобры вытеснили прежних любимиц из ее сердца. «Да», подумала девочка, «все равно с куклами покончено», и решила назвать Бобрят их именами. И так одного Бобренка назвали «Чи-Кёни», а другого «Чи-Лёви», что в переводе с индейского значит «маленькая крошка» и «большая крошка». Того, который был побольше, звали Чи-Лёви, а того, который был поменьше, Чи-Кёни. Эти имена очень подходили им, потому что они действительно были очень маленькими и очень походили на две пушистые игрушки, которые вдруг ожили и спустились с полки. Очень скоро Бобры привыкли к своим кличкам, и тотчас вылезали из своего домика под кроватью Шея-Пиэна, когда слышали, что их зовут. Однако их имена звучали настолько одинаково, что бобрята обычно приходили вдвоем, даже если звали только одного из них. Да и сами они были похожи, как две горошинки. Разница в величине была очень небольшой, и дети часто путали зверьков. Дело осложнялось еще и тем, что бобрята как-то смешно росли. Сначала один рос быстрее, потом он вдруг переставал расти, и другой его догонял и перегонял. Сначала один бобренок был больше другого, потом другой, и дети делали неожиданное для себя открытие. Оказывается, под именем большая крошка скрывался маленькая и крошка, и наоборот, но стоило это обнаружить, как они снова менялись размерами, а когда на некоторое время становились одинаковыми, их вообще невозможно было отличить. И такая все время происходила путаница, что Саджо в конце концов надумал дать им одно общее имя — крошки. Но случайно все само собой устроилось. Челеви очень любил дремать под печкой между камнями. Однажды очень сильно запахло паленой шерстью, но никто не мог понять, в чем дело. Посмотрели в печку, выгребли зелу, постучали по трубе, однако ничего не обнаружили. Между тем запах гари становился все сильнее. Наконец кто-то догадался заглянуть под печку. И что же оказалось? Челеви безмятежно спал, а его пушистая шерстка на спине приладилась и почернела. Получилось нечто вроде клейма, как у скота на фермах, ибо обряд все лето было легко отличать друг от друга. Теперь, когда следовало позвать обожженного, говорили, челеви, а не обожженного чекене. Так они привыкли к своим кличкам, и все, наконец, уладилось. А что за говоруны были эти малыши, челеви и чекене? Они все время неугомонно болтали, иногда издавая очень странные звуки. А когда кто-нибудь из детей обращался к ним, что случалось весьма часто, бобрята вместе отвечали потешными взвизгиваниями. Стоило бы обрядам заметить, что в хижине происходит что-то интересное. Носят дрова или воду, подметают пол, смеются и говорят громче обыкновенного, или же зашел кто-нибудь из чужих, а они выскакивали из своего убежища. Узнать, в чем дело, и начинали возиться и проказничать. Известно было, что когда бобрята получали угощение со стола, они тащили его к себе в домик и там ели или прятали про запас. Поэтому, когда они, как непослушные дети, мешали разговаривать с гостями и нужно было от них отделаться, им давали кусочек хлеба. Зверьки удалялись, но ненадолго. Скоро они снова приходили за хлебцем и снова убегали, а потом опять возвращались к столу. Очень быстро они поняли, что когда приходят гости, можно получить хлеб. Не упускали они и других возможностей, и как только хозяева садились за стол, бобрят уж начинали вертеться около них, тянуть за платье, кричать, карабкаться на колени, а получив требуемое, они тряся головой и пружиня ножками убегали в свой домик под кровать. Бобряты были неразлучны с детьми и все время следовали за ними по пятам. Очень смешно передвигались они на своих коротеньких ножках, когда зверьки бежали, казалось, что катятся на колесиках две игрушки, которые кто-то завел, и они не могут остановиться. Все, что бобряты находили на полу, макосины, щепки или другие предметы, они начинали таскать по комнате из угла в угол. Потом, когда бобрята подросли и стали сильнее, даже дрова начали исчезать из ящик около печки. Они волокли их к себе в дом под кроватью и там отдирали острыми зубами волокна древесины, чтобы устлать свои постельки, которые всегда отличались чистотой и аккуратностью. Если бобрята замечали на полу какую-нибудь небольшую вещицу, принадлежность одежды, они поспешно, пока хозяин не успеет спохватиться, тащили ее к себе в дом. Бобрята играли всем, что только находили. Но все-таки любимыми их игрушками были щепки и метла. Мне кажется, что им нравился шум, который получался в этой игре. Больше всего они любили бороться. Став на задние ножки и обхватив короткими ручками шею противника, они упирались головой в чужое плечо и пробовали повалить друг друга. Это давалось нелегко. Их широкие хвосты и большие перепончатые лапы служили им хорошей опорой, и зверьки напрягали все силы, толкались, храпели, пыхтели, сопели, до тех пор, пока кто-нибудь из них почувствовал, что теряет равновесие, не начинал отступать. Второй продолжал наступление, тесня противника, что есть мочь. Иногда отступающий, собрав все силы, переходил в наступление, и тогда борцы двигались в противоположную сторону. И так взад-вперед и в круговую бобрята отступали, наступали, кружились совсем как в вальсе. Борьба сопровождалась пыхтением, повизгиванием, топали лапки, хлопали хвосты. В конце концов один из хвостов подгибался и отступающий падал на спину. Тогда борьба прекращалась, и противники дружно улепетывали, как два провинившихся проказника. Состязания всегда проходили весело, и дети не могли насмотреться на зверьков. Подумать только, сколько у бобрят было дел, и как они были заняты целый день. Состязания в борьбе, игра насвилили, глотание шпаг, выпрашивание лакомых кусочков, таскание дров и всякие шумные проказы. Бывали дни, что они успокаивались, только уходя спать. Очень занятной и шумной была эта пара, с ними некогда было скучать. Но случалось иногда, что бобрята вдруг притихнут. Бывало, усядутся они рядышком, тихие, словно мышки, прижав передние лапки груди, загнув хвост вперед и не издавая ни единого звука, смотрят вокруг и прислушиваются, словно стараясь вникнуть в смысл окружающей жизни. Когда они сидели так, Саджо опускалось перед ними на колени и рассказывало им сказку, размахивая в такт пальцем прямо перед их носиками, словно она управляла хором. Они сидели тихо, слушали и следили за пальцем и вдруг начинали кивать головами вперед и назад из стороны в сторону, как обычно делают бобры, когда бывают довольны. Они раскачивались всем тельцем и кивали так сильно, что опрокидывались назад и катались по полу, и тогда, казалось бы, они поняли смысл сказки и теперь просто надрываются от смеха. В этом нет ни вымысла, ни преувеличения. Во всей книжке поведение бобров описано правдиво. Молодые ручные бобры часто реагируют таким образом на внимание человека, которого они хорошо знают. Дикие бобры выражают свои чувства по отношению друг к другу этим и другими столь же удивительными способами. Шепиен в таких случаях держался в стороне, боясь уронить свое мужское достоинство, хотя в глубине души он, наверное, не просьба бы принять участие в дружеской беседе. То, что он считал себя взрослым, не мешало ему позабавиться. Иногда малышам становилось тоскливо, и они так жалобно скулили в своей маленькой тесной коморке, что отца Джо, которая знала, почему они тоскуют, ведь она была сиротой, брала их на руки и напевала им тихую песенку, стараясь убаюкать их. Бобрята прижимались к ней, вцепившись крепко друг дружке в шерсть, словно боясь расстаться, и тыкались носиками в шею девочки. Скоро горе рассеивалось, бобрята переставали скулить. Глубоко вздохнув и счастливо врумоча что-то, они забывались в крепком сне, ведь они были бездомными сиротками, эти смешные шалуны. Они полюбили детей охотника так, как любили отца и мать, которые их потеряли, но не могли забыть. Особенно Чайкё не любил саджу. Он был слабее Чайлёви, спокойнее, нежнее. Чайлёви отличался весёлым, бесшабашным нравом, он был одним из тех, для кого жизнь лишь шутка. Чайкё не же нередко охватывали приступы тоски, и он часто сидел, забившись в угол. В такие минуты его нужно было приласкать, взять на руки. Очень часто он скулил по ночам около кровати саджу и не успокаивался до тех пор, пока девочка не укладывала его рядом с собой. А Чайлёви тем временем громко похрапывал в коморке, развалившись на спине. Когда Чайкёни попадал в беду, разобьет ли нос около печки или проиграет состязание в борьбе, он бежал к саджу ища сочувствия. Саджа всегда жалела его, потому что он был более слабым, она опускалась на колени, а Чайкёни карабкался к ней на руки и устраивался там успокоенный и счастливый. А Чайлёви приходил, когда уставал от проказ. Тогда и он забирался на колени к саджу, бывало примаститься около Чайкёни, повздыхает немного, а потом затихнет, видимо, довольный своими похождениями. Саджа сидела тихо, боясь пошевельнуться, пока бобрята не пожелают слезть. Теперь уже не трудно было их отличить друг от друга. Чайлёвий был сильнее, отважнее и предприимчивее, чем его братишка. Он потешно шалил и, казалось, не без удовольствия, стукал со лбом о ножки из стола, ронял вещь себе на лапки и летел кувырком в ящик с дровами. Он был любопытен, как попугай и совал свой нос всюду, куда только мог. Однажды проказник взобрался на край ведра с водой, которую не успели убрать с пола, и, решив, вероятно, что эта нырялка со всего размаха бросился на дно. Ведро с грохотом опрокинулось, вода разлилась по полу и что же? Чайлёвий был удивлен не меньше других. Несмотря на всю свою бешебашность, он способен был на глубокую привязанность и, подобно тому, как Чайкё не ходил по пятам за Саджо, он ходил за Шепиэном, конечно, если только не был занят какой-нибудь новой проделкой. Длительную разлуку с своим братцем Чайлёвий приносил с трудом. Всюду, куда бобрята отправлялись, они брели друг за дружкой или странствовали бок о бок. когда же случалось саморазлучиться, они начинали зувать и искать друг друга, и когда встречались снова, то усаживались рядышком, прислонившись головками и вцепившись друг дружке в шерсть. Но недолго могли они просидеть тихо. Дело чаще всего завершалось борьбой, что происходило во всех радостных случаях, и Саджо часто думало, как было бы жестоко разлучить их. Глава седьмая Торговец Как-то раз Большое Перо сказал детям, что в обряд можно выпустить на волю. Теперь они уже были довольно большие, очень сильные и живые, и дети боялись, что зверьки куда-нибудь забредут и навсегда потеряются. Но отец уверял их, что бобрята никогда не уйдут из дому, если с ними хорошо обращаться, что они обязательно вернутся в свою коморку, как вернулись бы в настоящий бобровый дом. Он сказал, что зверьки очень быстро соскучатся и будут отсутствовать не больше часа или двух. Итак, настал наконец незабываемый, прекрасный, волнующий день, когда в первый раз преграда, заслонявшая нижнюю часть дверь и хижина была снята, и бобры направились к выходу. Только вышли они не сразу. Сначала они заглядывали во все углы, словно прислушивались каким-то звуком, поводили носиками, как будто чуяли запахи, которых вовсе не было. Они сделали две или три попытки, прежде чем наконец рискнули направиться прямо к озеру. Саджу и Шепиэн сопровождали их по бокам, как телохранители. Бобры переступали ножками, вначале очень медленно, осторожно, часто присаживались, словно высматривая, нет ли поблизости волков и медведей. Было очень занятно наблюдать их осторожности. А когда они приблизились к озеру, то вдруг ускорили шаг, побежали мелкой рысой, потом поскакали голопом и бух, шлепнулись в воду, но затем тотчас же выскочили обратно на берег, словно недоумевая, что это за огромная лоханка. Но скоро они опять были в воде и плавали, и ныряли, и езжали, и плескались, усиленно работая хвостами. Совсем как настоящие бобры, подумала саджин. Очень скоро они принялись сгрызать молодые побеги тополя. Спрятавшись в высокой траве или в тростниках у самого берега, они разгрызали эти прутики на небольшие куски и с удовольствием сдирали с них кожицу. Весело было на озере. Бобры боролись, бегали взад и вперед по берегу, догоняли своих хозяев, бросались в воду и выскакивали оттуда. Чайкёни и чайкёни совали свои носики в каждую ямку и, наконец, обнаружили на берегу под водой пустую нору мускусной крысы. Это убежище пришло сынка как раз по вкусу, потому что хозяйка была такого же роста, как они. Бобрята залезли в норку и начали рыть. Земля летела во все стороны, расплывала с возерей тёмным облаком, сквозь взбаламученную воду ничего нельзя было разглядеть. Малыши долго не появлялись. Шепиан не мог понять, что это значит. Он побрёл в озеро и, пошарив рукой под водой, нащупал норку, но в убряд там не оказался. — Саджо! — закричал он встревоженный. — Они пропали? Дети не на шутку забеспокоились. Они обыскали все тростники и заросли на берегу. когда вдруг услышали позади себя жалобные, испуганные всхлипывания. Чайлёви и чайкёни бежали за ними вдогонку с быстротой, на которой только способны были их коротенькие ножки. Дело было так. Наработавшись вдоволь, они поплыли под взбаламученной водой и никем не замеченные вышли на берег в каком-то другом месте. Теперь малыши устали. И вот они уселись поудобнее, как два пушистых гномика, и начали скрести, вытирать и приглаживать свою шерстку. А когда кончили прихорашиваться, то уважно и торжественно пошли рядышком по тропинке прямо к хижине. Получив поломтику хлеба, они отправились в свою берестяную коморку, забрались на зеленую подстилку, приезжали из друг дружки и крепко заснули. Так кончился для бобрят первый чудесный день на воле. Теперь это настоящие бобры, сказала царьжа. С тех пор каждый день стоило только открыть две хижины, как бобрят и бежали к озеру. Часами они возились, откапывая какую-то старую бочку, которая им посчастливилась найти. В бочке не было дна. Бобрята оттащили ее в сторону. Видно, это место казалось им безопасным. Можно было подумать, что местность кишит драконами. Так подозрительно зверьки оглядывались кругом. Выбрав место, бобрята установили бочку с таймя в воде на уровне с берегом, так что получилось нечто вроде нырялки. К огромному удовольствию Саджу и Шепи Эна, они построили над этой бочкой потешную бобровую хатку. Вот и обзавелись бобрята своим домиком и маленькой комнаткой внутри с подводным входом, тоннелем и нырялкой. Правда, домик был не слишком устойчив и плохо обмазан, но все равно это было отличное убежище. Потом бобрята набрали всяких прутиков, побегав тополи и ивы и устроили плод кормушку напротив подводного входа в хатку, когда делают большие бобры, только их кормушка была гораздо меньше. Конечно, все эти прутики гнили в воде и не подали бобрятам в пищу, да и вообще лето не время, чтобы делать запасы, и шатка и хатка плохо защищала их от дождя, но бобрята об этом не беспокоились, ведь в хижине их всегда ждала теплая постелька и вкусный хлеб, иногда даже они получали по ложке другой варенья, у каждого было даже маленькое блюдечко для этого угощения. И если принять все это во внимание, они и эти малыши были обладателями довольно-таки большого имущества. им не нужны были ни забавная хатка, ни плод-кормушка, ничего, если бы только они не получали столько радости от того, что сами строили, сами подгрызали и валили маленькие деревья, рыли землю и играли с песком. Строить домики из песка должно быть гораздо интереснее, чем делать песочные пирожки. И делали все, что так нравится делать бобрам, и без чего они не могут жить счастливо. Саджо и Шепиен с большим интересом следили за тем, что делали зверьки. Часто дети помогали им в работе, если удавалось достать какой-нибудь строительный материал, палки, хворост, землю, или же прикатить камень, бобрят и сейчас же тащили их к себе на стройку. Иногда маленькие строители вылезали на берег, с ног до головы покрытые грязью, заигрывали с детьми и лезли к ним на колени, и тут начиналась потеха. Шепиен построил вигвам на берегу у самой воды, и в нем отдыхали и прятались от зноя не только дети, но и бобры. Особенно частым гостем был у ребят Чикёни, он все искал свою саджу и всегда прибегал туда, когда она его звала. Зато Челёви, маленький искатель приключений и ужасный проказник, бывало, только заглянет в вигвам и опять исчезнет. Он все время где-то пропадал. Сам там, конечно, знал, что никуда не исчез, так думали только окружающие, но бобрёнок в этом не разбирался. Его непрерывно искали и находили в самых неожиданных местах. То вдруг он окажется у Шапена в вигваме, когда думали, что там уже никого нет, или же в коморке под кроватью, когда предполагали, что он в вигваме. То он прятался в бобровой хатке, то под пирогой, где его нередко заставали спящим, а только найдут его, он усядет с на задние лапки, загнув хвост вперёд, и начнёт раскачиваться всем телом, вертеться волчком и кивать головой, словно пляшет или радует, что ловко всех провёл. Если случалось какое-нибудь неожиданное происшествие, то виновником его неизменно бывал никто иной, как Чилёви, и во всех скандалах голос рванца бобрёнка заглушал все остальные голоса, его можно было слышать из самых неожиданных мест и в любое время. Нельзя сказать, чтобы Чикёни был тихоней, и он не прочь был повозиться, как всякий бобрёнок. Только иногда он вдруг прервёт свою игру, словно что-то промелькнёт в его головке. Быть может, это было смутное воспоминание о родном пруде. И тогда, если никого вокруг не было, особенно Саджо, он бывало брёл на своих неуклюжих ножках искать её. Найдёт, усядется рядышком и начнёт прихорашиваться. Потом ляжет возле девочки, положит свою мордочку к ней на колени и начнёт лепетать что-то на своём таинственном бобром языке. Должно быть, рассказывать, что за беда с ним случилась. Или же лежит с полузакрытыми сонными глазами, издавая какие-то тихие звуки, то ли от удовольствия, то ли от тоски. А может быть, он что-то лепетал о любви. Мы этого не знаем. Очень, очень хорошие друзья были эти двое. И там, где появлялся один, скоро появлялся и другой. И теперь вспоминаете далёкие счастливые дни в Оби-Соуэй. Все шалости, проказы и работу не слишком тяжёлую, все эти игры. Я затрудняюсь вам сказать, кто из этой компании был счастливее. Те или у кого были две ноги, или же те, у кого их было четыре. Одно могу сказать, что это была весёлая, счастливая четвёрка из долины лепечущих вод. Ломтики хлеба становились всё меньше и меньше. Прошло уже несколько дней, как большое перо отправился за запасами, а он всё ещё не возвращался. Мука почти вся вышла. Дети и бобры стали недоедать, но однажды, когда дружная четвёрка вернулась с прогулки, они застали в хижине гитча мигуона. Он выглядел серьёзным и очень озабоченным, хотя большой мешок муки и какие-то свёртки с продуктами лежали на полу. Тут же стоял белый человек, незнакомец, держа в руках какой-то ящик. Большое перо ласково приветствовал сына и дочь, но не улыбнулся им, как обычно. Почему дети не могли понять? Незнакомец тоже стоял молча. Что-то было неладно. Даже бобрята словно почуяли беду и сидели притихшие, будто ожидая. Животные часто чувствуют настроение людей. Шепиан понял, что отец сказал гостю по-английски, потому что он учился в школе. Вот они, какого вы себе берёте? Что это может означать? Что он хотел этим сказать? С тоской, внезапно защемившей сердце, Шепиан взглянул на сестру. Она ещё ничего не поняла. Дайте мне получше присмотреться к ним, ответил незнакомец отцу. Пусть побегают немного. Это был толстый человек с багровым лицом и холодными голубыми глазами, как стекло или лёд, подумал про себя Шепиан. В каре глазах большого пера засветилась грусть, когда он взглянул на детей. Он попросил незнакомца подождать немного, пока он поговорит с сыном и дочкой. Саджо и Шепиан, моя дочь и мой сын, сказал Гитчи Мигон по-индейски. Я должен вам кое-что сказать. Теперь Саджо уже поняла, что пришла беда. Она придвинулась к Шепиану и робко взглянула на незнакомца. «Почему? Почему он так уставился на бобрят?» «Дети», продолжал отец, «вот новый скупщик пушнины из поселка пляшущих кроликов, того человека, с кем я имел дело раньше и кто был нашим другом уже нет. Теперь хозяин чьет новая торговая компания и они требуют, чтобы я уплатил долг. Мой долг велик и я не смогу его уплатить, пока не кончится зимняя охота. Старые хозяева всегда рассчитывались с индейцами весной, но эти ждать не хотят. Вы сами знаете, у нас дома нет никаких запасов, и теперь мы ничего не получим, пока я не уплачу свой долг. Что же мне делать? Мне придется вместе с другими индейцами нашего племени отправиться далеко на озеро Москва-Дайсинг, чтобы грузить товары для белых хозяев. Моя работа оплатит долг, но я не получу денег до своего возвращения. Чем же вы будете жить все это время? Я не могу бросить вас этот человек оставит нам провизию. Большое перо указал на мешок и другие свертки, но взамен он хочет взять одного из бобрят. Отец замолчал. Никто не пошевелился, даже бобрята. Ручные бобры высоко ценятся, продолжал Большое перо. Зверек останется в живых, но мне тяжело за вас, мои дети, и он посмотрел на челеве и чекене из-за маленького бобренка, с которым нам придется расстаться. Шепиен стоял, выпрямившись безмолвно. Его черные глаза в упор смотрели на торговца. Саджу, не веря своим ушам, прошептала, разве это правда? Нет, этого не может быть. Но Шепиен не проронил ни слова. Только обнял сестренку и продолжал сурово смотреть на человека, который пришел, чтобы отнять у них радость. Он подумал о своем ружье, оно было заряжено и стояло совсем близко в углу. Но можно ли ослушаться отца? Шепиен не двинулся с места. Торговец съежился под взглядом этого четырнадцатилетнего мальчика и, схватив одного из бобрят, поспешил посадить его в ящик и задвинул крышку. Значит, через два дня мы увидимся в поселке, сказал он, кивнув головой Гичи Мегуону, взял ящик под мышку и захлопнул за собой дверь. Тогда Саджо тихо опустилась на колени возле брата и уткнулась лицом в его рукав. Торговец выбрал Чикёни. А Чилёве вдруг стало очень страшно. Недоумевая в чём дело, он спрятался в своём домике. Глава восьмая Саджо слышит голос матери. Наутро три пироги отчалили от берега озера. В посёлке пляшущих кроликов, где находилась американская контора, по сбыту пушнины. Большое пиро. Из семнадцатью односельчан-индейцев должны были нагрузить товарами пироги и плыть дальше, на север, к озеру Москодейсинг, на берегу которого была вторая контора того же американского предприятия. Индейцы отправились на заработки, чтобы иметь возможность уплатить долги новым хозяевам. Бригаде так назывался караван пирог предстоял очень дальний путь, целые месяца, может быть, и больше пройдёт, пока туда доберёшься. Саджо, Шепиан и Челёве остались одни в долине лепещущих вод. Когда торговец вдруг захлопнул дверь, унося бобрёнка, которого Саджо любила больше всех на свете, если не считать отца и брата, девочке показалось, будто и на сердце её захлопнулась дверь, и незнакомец унёс его в своём ящике вместе чекёни. Всё изменилось после этого в жизни детей и бобрят. Не слышно было весёлых игр около вигвама, не извиняли песни, не раздавался детский смех на озере. Челёве больше не шалил, его пронзительный голос, который привыкли слышать всегда и везде, вдруг затих. Бобрёнок совсем перестал играть, забыл свою потешную пляску и всё бродил понурый взад и вперёд вдоль озера, целыми днями искал чекёни. Казалось, в его маленькой головке не укладывало, что братца больше нет. Каждое утро, как будто с новой надеждой, Челёве Рессой убегал из хижины и начинал свои поиски, соглядывая во все уголки вигвама, шаря в тростниках и траве, где они так часто боролись, греялись рядышком на солнце и прихорашивались. Он плавал взад и вперёд вдоль берега, обнюхивая все свои бобровые пристани, нырял через бочку в шаткую бобровую хатку, его не оставляло уверенность, что он найдёт братца. Так и проводил он в поисках целые дни, пока не уставал до изнеможения. Тогда он медленно брёл на своих коротких ножках вверх по тропинке к хижине. Там он залезал в осиротевшую коморку и лежал тихо-тихо. Челёве не был больше ни бесшабашным шалуном, ни шумным проказником, он был просто печальным, тоскующим бобрёнком. Он не был теперь большой крошкой, он был просто крошкой, потому что остался единственным крошкой, другой у тебя и не было. Саджо и Шепиан ходили за Челёве по пятам и прикидывались, будто и они тоже ищут. Конечно, они знали, что поиски бесполезны, но не могли равнодушно смотреть на скитание осиротевшего зверька. Когда он обедал, дети присаживались на корточках и держали его блюдечек с обеих сторон. Иногда одна или две больших слезы скатывались в кашицу, когда Саджо вспоминала о Чекёне. Бедная, маленькая крошка, и вот теперь нет с нами. Он был такой нежный и ласковый, чуть-чуть грустный. Где же он теперь? В большом городе, где негде бегать и играть, где нет домашнего хлеба, банок и нет веселья. Отсутствие чекёни почему-то казалось невероятным. И всё время ждали, что вот-вот увидит малыша, сидящим на корточках в игваме, или заметит, как рядом с Челёви выбегает из берестяной коморки ещё одно кратконогое пушистое создание, чтобы получить свою долю хлеба с молоком. Всё время казалось, что нет-нет, раздастся вдруг его голосок у Бобровой пристани. Отпечатки маленьких ног, гораздо меньше, чем у Челёви, некрасивых, с пальцами обращёнными внутрь, трогательные маленькие следы всё ещё отчётливо вырисовывались на илистом берегу у самой воды. Саджо всё ходило и смотрело на них, и когда никого не было, она опускалась на колени, гладила землю и что-то шептала. Но вода смывала следы, они исчезали, только в одном ещё месте остался след лапки. Девочка покрыла его берёзовой корой и каждый день приходилось смотреть. На земля постепенно подсыхала, превращалась в пыль и след исчез. Теперь ж ничего не осталось от Чикёни. Хотя рыдала над ним, пока сама не засыпала. Шепиан молча сидел, целыми часами глядя на озеро, на уходившие вдаль холмы. Его сердце болело за сестрёнку. Теперь уже в хижине не звенели больше весёлые песни и счастливый смех саджо и вдруг комок подкатывался у него к горлу, душил его. Он сурово оглядывался, потому что никто не должен был знать, как трудно сдерживать слёзы. Как он ненавидел эти мешки и свёртки, которые они получили в обмен на Чикёни. Кусок хлеба вставал у него поперёк горла. И как он не сообразил отдать торговцу своё ружьё. Оно стоило четыре норковых шкурки и вряд ли маленький, совсем крошечный бобрёнок стоил больше. Хотя Чилёве был питомцем Шеопюэна, мальчик отдал его в полную собственность сестрёнке. Саджо иногда брала сиротку с собой на далёкие прогулки вверх по ручью, который стремительно бежал с окрестных холмов к маленькому водопаду. Там девочка садилась под старой шумящей сосной и всё думала и думала о том, как спасти Чикёни. А Чилёве тем временем плавал, нырял и даже немного играл в маленьком зеркальном пруду поблизости. саджо саджо казалось, что Чилёве здесь уютнее, чем в безбрежном пустынном озере, раскинувшемся на много миль. Маленький одинокий бобрёнок должен быть чувствовал себя там совсем потерянным. И пока Чилёве купался или издирал кожицу с илых прутиков, или же взобравшись к саджо на колени прихорашивался, девочка прислушивалась к шуму водопада. Он то ревел очень громко, то стихал и, казалось, совсем замирал. Иногда саджо вдруг слышало чьи-то голоса. Всем индейцам чудились эти голоса, и даже бледнолицые, когда они прислушивались к журчанию ручья, тоже слышали тихие поющие голоса. Индейцы утверждали, что это голоса умерших людей, что они пытаются говорить своими близкими. И вот когда саджо сидела здесь, она старалась разобрать, что они говорили. Она была уверена, что когда-нибудь это ей удастся. Язык индейцев так сильно напоминает журчание воды, вздохи ветра, шепот деревьев. Челеви сидел рядом с девочкой, как будто тоже к чему-то прислушивался и, наверное, слышал больше звуков, чем саджо, ведь слух у бобров гораздо острее, чем у человека. Саджо очень любила это место у водопада. Она уж давно стала ходить туда, когда ей бывало грустно или хотелось помечтать и подумать о чем-нибудь. Она ложилась в тени большой сосны и смотрела на темные узоры ее зелени. лучи солнца скользили меж веток, создавая причудливую игру света и тени. Саджо казалось, что над ней какая-то неведомая волшебная страна, населенная феями и другими сказочными существами. Когда она лежала и смотрела на тихо раскачивающуюся вершину сосны, прислушиваясь к пению ручейка, ей почему-то казалось, что мать ее находится совсем недалеко, даже что-то говорит ей. Тогда Саджо чувствовала себя счастливой. Один раз, когда девочка сидела там, держа на коленях чьей лёве, и слушала сонный лепет водопада, ей показалось, что звуки становятся отчётливыми и ясными. Она прислонилась к сосне и закрыла глаза, чтобы лучше слышать. Через некоторое время журчание воды стало затихать, потом совсем замерло. Саджо почудилось, что нас слышат вблизи чей-то нежный голос. Скоро она начала различать слова, она узнала родную индейскую речь. Саджо, саджо, мажан, мажан, саджо, саджо, дэна, жадан, саджо, саджо, иди, иди, саджо, саджо, в город пойди. Голос все повторял и повторял эти слова, словно это были строки из песни, то громче, то тише звучали они, то замирали, напоминая бормотание водопада. И вдруг звуки стали такими отчетливыми, что девочка даже узнала голос, голос, которого она не слыхала так давно. Это был голос ее матери. — Мама, саджо, здесь! — воскликнула девочка. — Говори, говори еще! Саджо протянула руки навстречу звукам и коснулась чего-то теплого, влажного. Она открыла глаза и увидела, что ее рука лежит на курносом носике челеве. Бобренок сидел у нее на коленях и тянул за шаль. Саджо поняла, что задремала на минутку. Слова снова затерялись в песне воды, водопад журчал и журчал, как всегда. Саджо вскочила на ноги, подняла челеви и сказала ему — Челеви, челеви, мы поедем к Чайкене, мы поедем с тобой в город за Чайкене, так сказала мама. Я знаю. С Бобренком на руках Саджо побежала домой и по пути все время повторяла — Да, это был голос моей мамы, а она сказала, что мы поехали в город. Подожди немножко, пока я скажу все шепиен. Девочка бежала так стремительно, что Бобренка совсем укачала. Ему это совсем не понравилось. Он начал вырываться из рук и визжать, что есть силы, чего уж давно с ним не случалось. Саджо подумала, к нему вернулся голос. Он теперь такой же громкий, как перед тем, как увезли Чайкене, а это означает, что мой сон сбудется. Она очень этому обрадовалась и побежала еще быстрее. Запыхавшись от бега, девочка остановилась возле хижины с Бобренком на руках, который совсем охрип под крик. Шепиен, обеспокоенный их видом, поспешил выйти навстречу и спросил, в чем дело. Саджо рассказала про свой сон и сказала, что надо собираться в город. Шепиен не спешил соглашаться с сестрой. Он должен был сначала все обдумать, потому что он не видел этого сна. Это неразумно, сестра, сказал он. Город далеко, мы не знаем дороги, у нас нет денег, а без денег не получишь ни ночлега, ни пищи, а как же щелеви? Ведь его придется взять, и что скажет отец? От этих слов можно было впасть в уныние, но Саджо, если уж она решила, не так легко удавалось отговорить. Отец, он горюет вместе с нами и обрадуется, когда Чикё не вернется. Сам знаешь, мы все стали несчастными с того дня. Конечно, Саджо не могла дать никаких советов, как добраться до города и что делать там? Она только верила, что ее сон сбудется и произойдет чудо. Простодушные индейцы часто принимают решение действовать в зависимости от поразившего их воображения сна. Шепиан смотрел на сестренку и не верил глазам. Девочка сразу ожила, повеселела, словно гнет упал с ее сердца. Исполнить ее желание очень трудно. Это труднее всех дел, которые ему до сих пор приходилось совершать. Но отказать сестре, даже не сделав попытки и видеть, как она будет еще больше горевать он был не в силах. Ведь отец перед отъездом просил его сделать все возможное, чтобы рассеять горе сестры. Выход был только один. Выпрямившись, с твердой решимостью в голосе, Шепиан ответил, да, мы поедем, я отвезу тебя в город завтра. Но, несмотря на свой гордый, мужественный вид, Шепиан совсем не знал, как предпринять этот трудный путь, и даже представить себе не мог, какие ужасные приключения им придется пережить. Клава девятая Поздно вечером того же дня все было готово для путешествия. Дети знали, что им предстоит неделя пути до поселка пляшущих кроликов. Там они собирались сойти на берег. Но что было дальше за поселком этого они совсем не знали. Поэтому следовало взять побольше запасов. Саджу напекла много хлеба, насыпала в разные мешочки муку, соль, чай, запасла с вяленой олениной, а спички, чтобы сохранить их сухими, положила в жестяную коробочку с плотно закрывающейся крышкой. Шепиан свернул палатку, одеяло, наладил удочку, наточил маленький топорик, который он носил за поясом, приготовил охотничий нож и уложил в ящик котелок, крынку и другую походную утварь. Солнце не успело взойти, как дети уже позавтракали, и все было погружено в чул вместе с ружьем Шепиана. Как недорого оно было мальчику! Он решил продать его, если удастся, и на вырученные деньги купить билет до города. Что случится дальше? Об этом он боялся даже думать. Челеви отправился в путешествие в той же самой берестяной корзиночке, в которой он вместе с Чекёни прибыл в поселок Обис-Оуэй. В ящик с кухонными принадлежностями Саджа положила посуду бобрят. Два маленьких блются, это придавало ей как будто большую уверенность, что вернутся они все вместе с Чекёни и с Челеви. Нам понадобится и то, и другое блюдечко, сказала она. Потому что, продолжала она совсем тихо, мы найдём его, так мне кажется. А потом, кивнув головой и сжав губы, она произнесла решительно, я в этом уверена. И чтобы её слова были более убедительны, она добавила, моя мама сказала это, я слышала её голос в журчании воды, она мне сказала. Для маленькой Саджо сны казались реальностью и значили для неё очень много. Хижина большого пира стояла в стороне от посёлка, дети никому не выдали своей тайны, так как боялись, что взрослые не одобрят их намерения. Они почти не сомневались, что старый вождь не пустил бы их в этот рискованный путь. И так в предрассветных сумерках они пробрались к берегу и когда Каной уже отчалила, Саджо подняла весло над головой и закричала «Чикёни! Чикёни!» Она видела, как это делают индейцы, когда отправляются в далёкий путь. Правда, по обычаю их племени нужно было бы назвать место, куда они направлялись, но она и сама этого не знала. Да, в конце концов не всё ли это равно? Куда бы они ни ехали, важно то, что они ехали за Чикёни! Шепиан не поднял своего весла и ничего не крикнул, что он мог добавить. Так началось памятное для детей путешествие полной опасности. Они плыли в том самом челне с птичьим глазом и лисьим хвостом, в котором большое перо рассекал когда-то воды берёзовой реки. Птичий глаз зорко глядел вдаль, лисьий хвост повиливал из стороны в сторону. Дети гребли быстро и с каждым взмахом весел казалось, что чёлн подпрыгивал вперёд. Иногда они останавливались, чтобы дать бобрёнку напиться и поплавать, потому что день был очень знойный. Под вечер они причалили к берегу, разбили палатку в лесу и провели там ночь. Наутро ещё до зари снова отправились в путь и плыли так до сумерек, останавливая, чтобы только перекусить и дать бобрёнку поплавать. восходя восходя солнце каждое утро заставало детей в пути, каждый вечер они делали привал на берегу в каком-нибудь защищённом месте. Там бобрёнок плавал всю ночь, а на рассвете всегда возвращался в палатку и засыпал в своей казиночке, где он спокойно проводил весь день. Кое-где приходилось перебираться через изотмели. Шеффиен ловко вызваливал на плечи чёлн и нёс его один, а саджа помогал переносить поклажу. Иногда приходилось возвращаться за вещами ещё раз, так как сразу всё захватить было не под сил. Но дети не считали это тяжёлой работой. Они даже не задумывались над таким вопросом, так как привыкли к подобным путешествиям. Так день за днём они продвигались всё дальше и дальше. Две детские спины сгибались и разгибались, и вёсла погружались в воду и рассекали воздух в строгом и мерном ритме. А знойное солнце вставало, поднималось над ними и заходило багровым диском за тёмную стену леса. Так день за днём верный чёлный из берёзовой коры настойчиво и упорно вёз вперёд в далёкое плавание в поисках чекёни. На серебряной глади безбрежного озера лёгкий чёлн казался маленьким скользящим пятнышком. Дети были одни в молчаливой глуши. Казалось, они остались одни на всём свете. Но их юные сердца были полны мужества, и надежда не покидала их. Было ещё одно сердечко. Оно билось с ними рядом. Обладатель его, наевшись вдоволь хлебца, спал, похрапывая в корзиночке. Может быть, он и не был счастлив, но во всяком случае доволен. Однажды, проснувшись рано, дети почувствовали слабый запах дыма, пахло горелым хом, листом и травой, где-то, по-видимому, далеко был пожар. Но пожар оказался ближе, чем думал Шепен. Как только дети выплыли в озеро и оглянулись вокруг себя, они увидели огромный столб дыма, который поднимался из-за дальних холмов. Они продолжали грести, продвинулись ещё немного вперёд, и тогда им стало ясно, что путь их лежит по тем местам, где неистов ствол пожар. Озеро становилось всё уже, а потом превратилось в узкий канал, через который пламя могло перекинуться мгновенно. Шепен решил проскользнуть по этому опасному пути как можно быстрее, чтобы выплыть в большое озеро, которое лежало впереди, там они будут в безопасности. Дети налегли на весла, и пока они продвигались вперёд, дым поднимался всё выше и стелился всё шире. Теперь это уж был не столб, а огромная белая стена, которая тянулась к самому небу, расплывалась в обе стороны до горизонта. Она становилась всё плотнее и плотнее, пока не заслонило солнце. Воздух стал тяжёлым, удушливым и совсем неподвижным. Казалось, весь восток объят пожаром. И хотя пламя было ещё за холмами, но уже и суда доносился его глухой, протяжный, несмолкаемый рёв. С минуты на минуту этот рёв становился всё громче, он стремлялся почти прямо к ним. Дети попали в полосу пожара. Озеро находилось ещё довольно далеко, за отмелями, но нельзя было терять время, ибо пламя лесного пожара не всегда двигаться медленно, иногда нанесётся со скоростью тридцать миль в час. Дым, остывая, спускался вниз, стелился тёмной синеватой мглой по всей земле, скрывая дали, заволакивая пеленой ближние предметы. И вскоре ничего не стало видно, кроме ряда деревьев у самого берега. Чтобы не избиться с пути, дети не выпускали деревьев из виду и прислушивались к шуму порогов, бушующих впереди. Наконец они достигли переката. На протяжении нескольких сот ярдов на каменистом ложе меж обнажённых гребней скал с дикой силой бурлила и пенилась вода. Это была опасная переправа, но делать было нечего. Огибать пороги берегом, перетаскивать поклажу на это ушло бы слишком много времени. Пожар был совсем уже близко, наверное, за крутым поворотом реки, выше порогов. Клокотание пламени заглушало гул потока. Шепиан понял, что переправа, прежде чем они достигнут озера, будет тяжёлой и стремительной, а дальше пойдут на большое расстояние отмели. Когда чёлн приплыл вплотную к порогам, дым стал таким густым, что видно было только на расстоянии пятнадцати футов, и Шепиан смог лишь найти проток к порогам. Встав во весь рост, чтобы лучше видеть, мальчик направил чёлн к стремнению. В одно мгновение дети очутились в низ кипящем седом потоке. И хотя Шепиан почти ничего не видел, он ловко вёл своё каное по изломанному трудному протоку между скал. Огромные косматые волны Шепиана бросились на лёгкую ладью, швыряли её из страны в сторону. Тёмные вздувшиеся водяные громады обхватили её, как страшное чудовище, захлёстывали через борт и грозили утопить. Маленькие кружащиеся водвороты коварно цеплялись за весла, а ладья, как дикий конь, неистово мчалась между чёрными страшными скалами, которые, казалось, сдвинулись стесней, чтобы растерзать её на части. Рокот убушующих волн грозно вторил глухой рёв пожара. Дым валил через узкую полоску воды густыми клубами, а маленький чёлмся умчался и мчался вперёд, унося своих грибцов от гибели. Сонный узник берестяной темницы пробудился встревоженный шумом и, почуяв что-то страшное, присоединил свой слабый голос к мощному рёву стихии. Он раскачивал свою корзинку так неистово, что пришлось урвать мгновение и притиснуть свёртком берестяную крышку. Шепен изо всех своих детских сил боролся с мчавшимся потоком. Мальчик ловко поворачивал чёлн то в одну, то в другую сторону, заставляя его качаться на волнах, скользить по омутам и водоворотам. вставал, чтобы разглядеть путь и снова направлял чёлн в седую пучину. Асаджо усердно налегала на весла, отталкиваясь, гребла и табанила, послушная возгласом брата. Гию каник направо, Маш каник налево, Уибеч быстрый ход, Пибеч тихий ход. Брызги пеленой отлетали от лодки, а иногда и заливали её, так что усаджо, сидевшее впереди, скоро промокло до нитки. Если б не дым, застилавший путь, Шепен не стал бы тревожиться, он, как и все индийцы племени отжи-буей, молодые и старые, отлично владел челном и знал тайны движения воды. Не раз приходилось ему переправляться по этим порогам с отцом. Саджо ничего не боялась рядом с братом. Она смеялась и визжала, как будто это была интересная игра, и выкрикивала что-то, подгоняя коной, как делал это отец и другие индейцы во время опасного плавания. Тогда она саджа только наблюдала за ними с берегом. Но Шепен хорошо понимал, какая большая опасность грозила им, и не издавал ни звука, кроме команд, которые он, как капитан своего маленького корабля, выкрикивал громким голосом, и когда можно было оторвать глаза от бурлившей воды, он с тревогой смотрел в сторону огненного врага. Пожар догонял их с быстротой ветра, спускался вниз по холмам, расстилался багряным морем, взвивался ракочущими змеями по макушкам плавящего леса. Один раз, когда Шепен оглянулся назад, он увидел, что пламя перекинулось через узкий поток позади них, теперь оставалась одна дорога, вперед. Клубы дыма, повисшие в воздухе, становились все темнее и темнее, пока наконец свет не померк. Казалось, что сумерки спустились очень рано, уже почти ничего не было видно, все кругом стало каким-то диковинным, дети продолжали свой путь, словно во сне. Изо всех сил гнал свой челн Шепен. Он хорошо знал, что если они задержатся, то гибель неизбежна, они сгорят или задохнутся. Теперь отмели были уже недалеко, а за ними находилось озеро, до которого они должны добраться во что бы то ни стало. Кончились пороги. Челн проскочил в тихую заводь. Здесь детей окружили какие-то странные движущиеся тени, едва заметные сквозь облака дыма. Это звери лесной глуши, со всех сторон мчались вдоль берега, плыли по воде, барахтались на отмелях, в одиночку, парами, стадами. Все они ринулись к озеру, каждый спасал свою жизнь. Животные, которые редко рисковали ступить в воду, теперь плыли по озеру. Белки, кролики и даже дикобраз. Олень перепрыгнул через заросли кустов, мелькая своим белым хвостом и озираясь вокруг широко раскрытыми, полными ужаса глазами. Медведь мчался быстрым и неуклюжим галопом. Два волка бежали легко и стремительно рядом с оленем их обычной добычи, но на этот раз хищники даже не удостоили его взгляда. Потому что сейчас не было врагов, никто не был ни голоден, ни жесток, никто никого не боялся, и все обитатели леса, те, кто передвигался по земле, кто парил в воздухе и кто плавал в воде, звери, птицы, присмыкающиеся, все спасались бегством от самого безжалостного из всех недругов, смертельного для каждого из них, от страшного врага их дикой родины лесного пожара. Недалеко от щелна глубоко в воде остановился лось великан, его шерсть была опалена на спине, бока ввалились от тяжкого дыхания, наверное, он уже взглянул в лицо гибели и мчался много миль, преследуемый отчаянным врагом. Могучая сила и быстрые ноги спасли зверь. Шепиан мог тронуть его веслом. Огромный зверь просто не замечал детей, но вот лось передохнул немного, поплыл к берегу и побежал вместе с другими зверями, большими и маленькими, рогатыми и безрогими. В этом великом смятении все стали братьями. У всех был один путь к спасению озера, и вместе с ними в этой дикой и странной процессии оказались наши маленькие индейцы и их крошечный питомец. Теперь Саджо охватил жуткий страх. Шепиан был близок к отчаянию, однако он не подал виду и мужественно успокаивал сестру, и она гребла. Но лес, который всегда был их родным домом и казался таким приветливым, теперь вдруг превратился в ужасное место. Любой взрослый испытал бы такое же чувство, а эти дети, не забывайте, одному из них было одиннадцать лет, другому четырнадцать, не растерялись и боролись, как настоящие солдаты, за свою жизнь, за жизнь маленького Челеви. Что касается Челеви, то он был плохим для них помощником, в чем вряд ли вы сомневаетесь, наоборот, он всячески беспокоил детей и задерживал их. Инстинктивно, как и все звери, он почуял опасность, его обуял страх, и услышав звуки и запахи, отмчавшихся со всех сторон зверей, он стал визжать, что есть мочи, биться о крышку своей корзинки, которая теперь, наверное, казалась ему темницей. Если бы дети не догадались, как успокоить его, он скоро вырвался бы на свободу, а в воде его ни за что не найти в такой спешке и смятении. Наконец, они добрались до отмели. Густой дым стлался, скрывая тропу, а по склону холмов, с хриплым ревом уже подползал пожар, красным полыхающим пламенем он прорезал дымную мглу, обдавал жаром. Дети выбросили чел на берег. Челеви сейчас был в таком состоянии, что кроме него уже ничего не удалось бы нести. Здесь, на берегу, пока было безопасно, но что творилось на том конце отмели, этого никто не знал. Поэтому мы решили челеви пока оставить на месте. Потребовалось лишь одно мгновение, чтобы перевернуть челн вверх дном и спрятать под него корзинку с челеви. Челн своей тяжестью придавливал крышку корзинки бобренка. Как и все бобры, когда они пугаются, челеви забыл прибегнуть к помощи зубов. Подхватив поклажу, дети бегом направились к озеру. Со всех сторон валили клубы черного и желтого дыма. Они принимали странные формы и словно протягивали руки, чтобы поймать детей. Сквозь кружащие с облака дыма деревья возле тропы казались высокими, темными, неподвижными призраками, то здесь, то там, сквозь мглу светились красные глаза пламени. Саджу и Шепиен продолжали свой ритмичный бег мелкой рысой. При переноске тяжести индейцы часто бегут мелкой рысой, так им кажется, легче, чем идти. Но вот потянуло прохладой с озера, и конец волока стал виден. Глотнув жадностью свежий воздух, дети сложили на берегу свою ношу и побежали за вобренком и за челном. Но бежать они не смогли. Задыхаясь, сбиваясь с пути, они пробирались с ощупью с закрытыми глазами, едкий дым слепил, жег глаза, сдавливал дыхание. Дети продолжали свой путь, но такого щемящего их сердца страха они еще никогда не испытывали. Когда они добрались до берега, где лежал чел, искры летели со всех сторон, сыпались сгорящие головни, а зловещее зарево полыхало так, что деревья, дым, вода, все округом казалось багровым. Теперь совсем близко раздавался ужасный, унылый, стремительный звук. Огненный враг почти догнал детей. А под челноком бобренок челевев в тревоге за свою маленькую жизнь грыз тонкую берестяную стенку корзинки. Еще немного, и он закончит свое дело, если она продержалась еще пять минут. В один момент Шепен сорвал шаль с головы Саджо, намочил в воде, закутал голову и лицо сестры, так что остались видны только глаза и нос, потом обрызгал всю ее водой и сказал, не жди меня, я скоро буду, беги. Крепко прижав обеими руками корзинку с бобренком, Саджо исчезла в этой ужасной раскаленной мгле. Глава десятая Пустая корзинка Когда Саджо скрыл из виду, Шепен задержался еще на минутку, быстро обрызгал свою одежду водой и укрепил весла внутри челна, продернув их сквозь ременные петли. Как недоставало ему отца! Все, что было в его детских силах, он сделал ради спасения трех жизней, он относился к маленькому вобренку, так, будто его братцем и его нужно было во что бы то ни стало спасти. Но правильно ли он выбрал путь? Саджо ушла вперед одна, ему надо спешить. Вскинув челн себе на спину, Шепен просунул голову временную лямку и быстро двинулся в путь. Но за эту минутную задержку пламя уже перекинуло совсем близко, почти догнало его. И пока Шепен бежал, быстро, как только в силах бежать, 14-летний мальчик с челном на плечах, он увидел недалеко в стороне полыхавшую сплошным огненным стену. А внутри этой стены деревья валились с грохотом, разрывались с громким треском ружейного выстрела. Шепен бросился вперед, прямо в багровый дым, как в пещеру. Он задыхался, от накаленного воздуха кружилась голова, дым слепил глаза. Стиснув зубы, мальчик продолжал свой путь, подрев и грохот объятого неистовым пламенем лесом. Еще нетронутые вершины деревьев ловили огонь в торопях с ужасающими зловещими взвизгиваниями, неистовыми звуками, и пламя скользило с дерева на дерево, развиваясь багряными стягами, все ближе подползая к тропе. Под челном еще было немного чистого воздуха, что помогло Шепиену, но жара становилась нестерпимой. Один раз охваченная пламенем сосна свалилась так близко от тропы, что ее пылающая вершина преградила ему путь целым вихрем огненных языков и горячих искр. Пришлось потерять несколько минут драгоценного времени, пока не уляжется огонь под вспыхнувший хвой. Потом Шепиен, не спуская коно из плеч, перескочил через горячий ствол. Гибнущая сосна обдала мальчика своим горячим дыханием, но чуть не вздохнулся и упал на колени по ту сторону ствола. Но вот он поднялся и поспешил вырвать челны с пламени, только лисий хвост воспламенился и весь обуглился. Шепиен продолжал свой путь. На перевернутый кверху дном челн падали куски пылающей коры, а раскаленная изола дымила, сытлела, и казалось, что челн горит. По правде сказать, это могло вот-вот случиться. Но почему же Шепиен до сих пор не догнал саджу? Ведь девочка должна была бежать медленнее с такой неудобной ношей, как берестяная корзинка, чем он с челном, хотя и более тяжелым, но хорошо сбалансированным, устойчивым грузом. У Шепиена вдруг мелькнула ужасные мысли. Может быть, челеви прогрыз корзинку и убежал? А саджу задержала, чтобы найти его. Неужели она осталась где-то позади? Впереди дым начинал рассеиваться, потянулось свежим ветерком с озера. Изнемогая от усталости, затуманенными, слезящими с глазами, еле держась на ногах от головокружения, Шепиен споткнулся еще раз и упал со всего размаха вместе с Кною на что-то мягкое, что пригодило ему путь. Поперек тропы ничком лежала саджа, одной рукой она крепко сжимала корзинку, пустую, челеви наконец-то прогрыз себе выход и убежал. Не помня себя, Шепиен вылез из-под челна и с трудом поднялся на ноги. Взяв сестренку на руки и тяжело переведя дыхание, он с дрожащими коленями, со звоном в ушах кое-как добрел до озера. Он положил девочку на берег, обрызгал ей лицо водой, стал растирать руки и закричал «Саджо, Саджо, скажи мне что-нибудь, Саджо, скажи». Девочка открыла глаза и прошептала чуть слышно «Челеви!» Шепиен промолчал. Он не мог сказать сестре, что бобренка нет, что корзинка пуста. И вот снова дым повалил на них даже здесь у озера. Весь Волок был охвачен пожаром. Намочив быстро шаль и набросив ее на лицо Саджо, Шепиен бросился к ладье. Поднять ее Шепиен был уже не в силах. К счастью, она лежала не вдалеке, и он поволок ее в воду, кормой вперед, носом к берегу, чтобы удобнее было нагрузить. Быстро побросав поклажу на дно челнока, Шепиен на руках перенес туда Саджо и уложил ее поближе к носу. Девочка все еще сжимала корзинку и звала слабым голосом «Челеви! Челеви! Челеви!» Стонала и снова повторяла «Челеви!» Перескочив ловко через поклажу, Шепиен занял свое место на корме и быстро стал отчаливать от берега. Он чуть было не разрыдался, вспомнив про маленького пушистого друга, которому теперь уже не в силах был помочь. Шепиен утешал себя только мыслью, что чутье поможет зверьку найти путь к воде, и что, может быть, теперь он достиг уже озера и остался жив, хотя и отбился от друзей. Вдруг позади раздался резкий удар по воде и громкий всплеск, и что бы вы думали, заблудившийся Челеви был тут как тут, довольно и счастливый, высказывающий с помощью хвоста свое особое мнение по поводу огненного врага, который чуть бы не погубил его. Шепиен закричал от радости «Саджо, Саджо, Челеви спасен, Челеви на озере, смотри!» Не в силах еще подняться Саджо залила слезами. Лежа на дне коной она рыдала так сильно, что казалось сердце и разорвется. Она не плакала раньше, когда думала, что маленький друг погиб, но теперь, когда она знала, что он спасен, она позволила себе плакать сколько хочется, и так громко, и так долго, как плачу только от радости. Челеви плавал поодаль, на глубоком месте у озера, и был вне опасности. Челн все еще покачивался на мелкой воде, совсем близко от берега, потому что ему трудно было двигаться кормой вперед. На опушке леса, наклонившемся над водой, стояла огромная дуплистая сосна, объятая пламенем. Шепиен все еще пытался оттолкнуть чел на достаточное расстояние от берега, чтобы иметь возможность сделать поворот. На все, что произошло, потребовалось гораздо меньше времени, чем рассказать об этом. ствол. Но вот кора дерева, иссушенная жаром, с треском отделилась от ствола, огненные языки побежали вверх к макушке, и прекрасная, раскинувшаяся веером вершина сосны, веками царившая над лесной чащей, вспыхнула масса огней, которые разлетелись высоко в воздухе. Обгоревший ствол не в силу уже был сопротивляться полыхающему огню и сдался. Могучее дерево дрогнуло и стало падать вперед к озеру, пошатнулось немного в сторону, а потом устремилось по своей огненной тропе прямо к челну. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее падала гордая сосна, и страшные огненные веерные макушки летел вниз. Непреодолимый ужас охватил Шепиэна. В отчаянии он круто затормозил челн, погнал его обратно и со всего размаха врезался в берег. За кормой с оглушительным треском рухнул в воду пылающий ствол. Огонь, встретившись с водой, зашипел, низ твозавыл и, умирая, заволок все кругом пеленой дыма и пара. Шепиэну ничего не стало видно. Набежавшие волны качали и бросали канои страны в сторону. Маленькая Саджо, не помня себя от страха, вскочила на ноги и что-то кричала, кричала. Шепиэн перескочил через борт ладьи и по воде подбежал к ней, обнял сестренку, приласкал, уверяя ее, что ничего больше не случится. А вдали проказник Челеви задорно шлепал хвостом по воде. Может быть, он хотел показать, как падает дерево. В таком случае, скажу вам, что это было довольно неумелое подражание. Через несколько минут Челн уже покидал берег, на этот раз без всяких приключений. Бобренок, радуясь, что его нашли, покорно позволил поднять себя за хвост. Очутившись в кное, зверек стал ползать по вещам, обнюхивать детей, бегать кругом, и, казалось, был очень доволен и взбудоражен. Он вовремя успел выскочить из корзинки и не опалил, ни одного волоска. По-видимому, это произошло благодаря тому, что на своих коротеньких ножках он находился очень близко к земле, и огонь скользил над ним, а вот теперь он радовался встрече с детьми на озере. Это была минута счастливая для них всех. Саджо почувствовала себя лучше. Она могла теперь сидеть, но грести Шепиан ей не позволил. Девочка сидела лицом к брату и рассказывала ему о своих приключениях. Рассказывала о том, как, задыхаясь от горячего, удушливого дыма и не в состоянии ничего видеть, она искала челеви, когда он выскочил из корзинки, как у нее загружилась голова, и она упала. Где это было, она не знала и встать уже не смогла. Дальше девочка ничего не помнила, а она очнулась только тогда, когда Шепиан обрызгал водой ее лицо. Она не помнила, что звала Ачелеви, но знала, что он убежал и видела, словно во сне, как он исчез в облаках дыма. Когда Саджо кончила свой рассказ, она вдруг залилась громким смехом, глядя в упор на брата. И чем больше она смотрела, тем громче смеялась. Шепиан даже немного испугался, не помутился ли у сестры рассудок после всех пережитых волнений и страхов, но скоро все выяснилось. «Шепиан!» воскликнула девочка. «Твое лицо!» «Если б только ты посмотрел на себя, да ведь ты остался без бровей!» И вдруг Саджо притихло. Ощупывая свои брови, она с волнением спросила, «А как мои? Все ли в порядке?» Девочка наклонилась через борт каное и стала смотреть в воду на отражение своего лица, но челн двигался, по воде бежали круги, поэтому она естественно ничего не видела. «Ах, останови же, челн, я ничего не вижу, скажи, как мои брови?» Саджо так волновало, что теперь Шепиан не смог удержаться от смеха. «У девочек всегда так», подумал он про себя, «беспокоиться о пустяках. Добровее ли тут? Хорошо, что в живых остались». Это было справедливое замечание, ведь жизнь детей висела на волоске. Неосторожный шаг, и у этой повести не было бы счастливого конца. Наши путешественники благополучно продвигались вперед, хотя челн, пострадавший довольно сильно, в нескольких местах дал течь, а позади пламя перекинулось на отмели и римулось дальше. Словно победоносная армия, оно оставляло на своей тропе только одну печерневшую, дымящуюся пустыню. Да, наши маленькие друзья были спасены, и если бы не головная боль да речь в глазах, они были бы в очень хорошем настроении. Шеппиэн чувствовал удовлетворение от того, что победил пожар. Маленькая саджа утверждала, что нет ничего страшнее на свете, чем лесной пожар, и раз они благополучно прошли через него, то теперь, конечно, обязательно разыщут чекёни. Что же касается Челёви, то он уж забыл совсем об этой неприятной истории и ни о чем больше не размышляя, растянулся на дне челна, приткнулся головой к ногам саджу и немедленно заснул. В тот день те тираны разбили свой лагерь в хорошем безопасном месте на острове посреди озера. Забот у них было очень много, нужно было всё привести в порядок после схватки с пожаром. Шепиан ничего не смог сделать своими бровями, оставалось ждать, когда они сами вырастут, и занялся осмотром ладьи. От игривого прекрасного листьевого хвоста остался только почерневший, скрючившийся кусочек кожи. Краска на всей поверхности челна потрескалась, вздулась пузырями, местами почти совсем сошла, почти исчез настражённый глаз птицы. От сильного толчка, когда челн врезался в берег, оторвался большой кусок берёсты на носу, растопилась сосновая смола, которой залиты были щели. Во многих местах остались глубокие чёрные следы от упавших горячих углей, которые тлели там никем незамеченной. Палатка и одеяло были насквозь прожжены залетевшими искрами. В общем же, надо сказать, что дети вышли из этой беды довольно благополучно, могло быть гораздо хуже. Оказалось, что крышка с корзинки и челёвей потеряна, а сбоку зияет большая дыра. Это была доля участия бобрёнка в общей битве. Но вокруг росло много берёз, и Шепиен стал срезать с них кору, чтобы привести всё в должный порядок. Прежде всего, наложил заплату на дыру в корзинке. Потом смастерил новую крышку, которая закрывалась почти так же плотно, как и старая, и, наконец, сделал несколько заплат на каное и залил свежей смолой. Что же касается пострадавшего птичьего глаза на носу, челна, или птичьего хвоста на корме, то их восстановление пришлось отложить на некоторое время. А маленькая Саджо с иглой в руках уже усердно латала палатку и одеяло в прожжённых местах. Надо сказать, что индейские девочки и женщины никогда не отправляются в путешествие, не захватив с собой иголку с ниткой. Когда начало темнеть, всё уже было готово, чтобы на завтра продолжать путь. В тот вечер, усевшись рядышком, дети смотрели вдаль на большую землю и думали, как близки они были от гибели и как легко могло случиться, что не пришлось бы им снова увидеться с отцом, по которому они так тосковали. Даже теперь доносился на них глухой рёв пожара и видно было зловещее зарево, охватившее небесный свод на много миль. Небо зарделось от красивого но ужасного света самой страшной стихии и диких мест, перед которой все беспомощны, которая может явиться так легко и, шутя, уничтожить огромные леса, тысячи животных и целые города, населённые людьми. Все эти ужасные несчастья могут произойти от спички небрежно брошенной легкомысленным человеком. Позже, когда Шепиан лежал на подстилке из зелёных веток и смотрел на холщовую стенку палатки, он видел по отражению, как зарево понемногу блёкло, огонь угасал среди болот и скал, куда он в конце концов перекинулся. Мальчик подумал, что ещё одно такое испытание, и он станет совсем взрослым. Глубоко вздохнув Шепиан посмотрел, как сладко спит сестрёнка, обняв Челёви, он закрыл глаза и скоро сам перенёсся в волшебный мир снов. Глава одиннадцатая В посёлке пляшущих кроликов Через два дня Саджу и Шепиан вышли на берег недалеко от посёлка, который индейцы называли Вапусканимич, что в переводе на русский язык означает посёлок пляшущих кроликов. Это название возникло от того, что в окрестностях водилось очень много кроликов, и когда зверьки играли и прыгали при свете месяца, казалось бы, они пляшут. Дети разбили свой маленький лагерь недалеко от торговой конторы по сбыту пушнины, на берегу маленькой бухточки, где Челёви мог спокойно плавать. В том месте, где индейцы обычно разбивали лагерь, и который теперь пустовало, останавливаться было опасно. Там рыскали огромными сворами голодные злые собаки, которые искали себе любую пищу, чтобы как-нибудь перебиться летом. Они загрызали до смерти любое маленькое живое существо и пожирали всё, что попадалось, кроме железных и деревянных вещей, даже маленьких детей прятали от них. После того, как палатка была разбита, хворост для костра собран и всё было разложено по местам, Шепиэн отправился в посёлок. Там он отыскал белого торговца, того самого скупщика, который был у них дома в тот роковой день в начале лета. Он только недавно приехал в эти края и почти не говорил по-индейски, а Шепиэн с трудом объяснялся по-английски. Они прошли в маленькую контору, которая примыкала к лавке, и наедине кое-как объяснились. Выпрямившись словно стрела, стоял Шепиэн рассказывая торговцу, как умел обо всём, что случилось, как вся жизнь у них разладилась после продажи чикёни, как тосковала Саджу, как скучал чилёви и какие они были все несчастны. Торговец сидел за письменным стылом и внимательно слушал рассказ мальчика. А Шепиэн указал, что перед ним сидит судья. Значит, чила... чикёни как его, спросил торговец чилёви, подсказал Шепиэн. Да-да, продолжал торговец, значит, чикёли скучает, так что ли? И сестра тоже. И ты хочешь получить чик... как его там, чинави, обратно? А? Да, терпеливо ответил Шепиэн, хотим чикёни домой. Торговец громко кашлянул и немного засопел. Что за глупость, подумал он, столько конетелей из какого-то скучающего зверька. Шепиэн продолжал спокойным, ровным голосом, старательно подбирая слова на чужом ему языке, который он так плохо знал. Моя хочет работой, будет дрова, делай. Он хотел сказать рубить дрова. Да, твоя зима, и лето будет работой, и ружьё на, возьми. Моя даст дрова, ружьё всё даст за чикёни, такие слова моя, говорит. Но эти слова заставили его голос дрожать. Ружьё было очень дорого мальчику. Да не нужно мне твоё ружьё, резко ответил торговец. Наша контора продала его тебе, обратно мы ничего не берём. Маня ломбард. И он сурово посмотрел на мальчика холодными голубыми глазами. Что такое ломбард? Бедный Шопен так и не понял. Он почувствовал, что у него задрожали губы и опустил голову, словно рассматривая макосины. Ему не хотелось выдать своё волнение. Потом он гордо откинул голову и сказал ровным, тихим голосом, тогда зима, работай тоже, один год работай тебе, один год работай чекёни. Что за чепуха, подумал торговец, не спятил ли малый? Этот человек не мог понять, что волновало мальчика индейца. А потом он вдруг спросил, пожар видел? Как не видел, ответил Шепиен, моя Саджо Челёви ехали там, много горело, что чуть нам конец не случилось. Белый человек уставился на мальчика в изумлении. Через пожар перебрались, чепуха, чуть был не сказал он, но потом только откашлялся. Даже ему стало ясно, что тут не до шуток. И он объяснил Шепиену, что бобрёнок в городе, что его приобрёл хозяин зоологического сада, что Чайкёни живёт в клетке за железной решёткой, Чайкёни дикий зверь, что живые бобры высоко ценятся. Всё это он говорил на грубом жаргоне, на котором обычно изъясняются торговцы с индейцами. К этому надо добавить, что у него было красное злое лицо и неприятные голубые глаза, но всё-таки он не был таким людоедом, каким хотел казаться. Под конец он добавил более мягким голосом, насколько это было для него возможно, что Чайкёни, на этот раз он назвал его Чикару, продан месяц назад, и что его фирма выручила пятьдесят долларов. Пятьдесят долларов у мальчика опустились руки, он никогда не видел столько денег. Скупщики почти никогда не давали денег за мех, обычно выменивали шкурки на товары или продукты. Пятьдесят долларов, но работа его не нужна, и ружьё, которым он так дорожил, тоже, а больше ему нечего было предложить. Однако Шепиан не привык падать духом. Он вернулся в лагерь и спокойно сказал Саджо, что уже узнал, где находится Чекёни. Саджо очень обрадовало с этой хорошей новостью. Свою обиду на бессердечного торговца и все свои горькие сомнения относительно денег Шепиан скрыл от сестры. И Саджо подумало, что всё уже в порядке. Придётся только подождать, пока Шепиан попилит немножко дров и заработает деньги на билеты до города и на обратный путь. Вряд ли это дорого стоит, ведь люди всё время то приезжают, то уезжают, и ещё немного денег, чтобы выкопить чекёнь. по-моему, Саджо была права. Именно это нужно было сделать, но она не знала, как всё это было безнадёжно трудно. А Шепиан мучился один и ломал себе голову, как заработать пятьдесят долларов. О стоимости билетов он даже боялся спросить. Иногда его тревожил вопрос, что скажет отец, когда узнает обо всём. Но ведь не было другого выхода, чтобы рассеять горе сестрёнки. Если не всё получилось, как, может быть, отец от него ждал, то всё равно он простит ему. Всю ночь ворочался сбоку на бок Шепиан и всё думал и думал, как быть дальше, если б только добраться до города. Он слыхал, что среди белых людей встречаются иногда и добрые люди, особенно в городах, и они совсем не похожи на торговцев. Он пошёл бы к новым хозяевам Чикёни и рассказал обо всём, что случилось, и о том, сколько горя принесло разлука с Бобрёнком. Возможно, они отдали бы Чикёни, и Саджо смогла бы с ним вернуться домой, а он бы остался, чтобы отработать плату за свободу маленького узника. Иначе, считал Шопен, понадобится не менее ста долларов. Большей суммы бедный мальчик даже не мог себе представить. Он только слыхал об одном счастливом индейце, которому удалось заработать сто долларов настоящих денег, работая проводником у американских туристов. Итчи, мокомон, большие ножи, как индейцы называли американцев, часто щедро расплачивались с проводниками и на прощание иногда оставляли им свои палатки, ружья и другие походные принадлежности. И вот, когда Шепиан размышлял над этим, его осенила новая мысль. Через каждые два или три дня к пристани поселка пляшущих кроликов причаливал неуклюжий двухпалубный пароход с огромными колесами по бокам. Это неуклюжее судно отвозило людей к железной дороге. Но попасть на борт парохода ни за что не удастся без денег. Все время нужны деньги, с досадой подумал мальчик и стал прикидывать, сколько капитан мог бы запросить за проезд. Конечно, больше, чем он Шепиан мог заплатить, потому что у него вообще нет денег. Может, кому-нибудь понадобится проводник? Шепиан смог бы, наверное, выполнить эту работу. С этими мыслями наспех позавтраков Шепиан поспешил в поселок. Но кроме скупщика все утро там никого не было. Однако незадолго до полудня на реке запахтел неуклюжий чел на великан и, властно рассекая полукругом воду, привалил к пристани. Он вертел колесами, вздымая фонтаны брызг, гудел, звонил, словом поднял невероятный шум. Впрочем, этого и следовало ожидать от единственного парохода во все округи. И что же, кучка туристов вышла на берег со свернутыми палатками и другими вещами. Вещей у каждого из них было так много, что Шепиан считал их хватило бы на сорок человек. Туристы с любопытством стали рассматривать маленького индейца. Они смотрели на его ноги, обутые в мокосины из оленей кожи, на черные волосы, заплетенные в две длинные косы. Они стали шептаться между собой, чему-то удивлялись. Некоторые из них никогда не видели настоящего индейца, потом направили на него какие-то черные ящики и щелкнули. Шепиану вдруг стало как-то стыдно и неловко перед этими людьми, которые так странно одевались, так шумно разговаривали, и лица которых были или слишком бледными, или слишком красными. Он почувствовал себя совсем маленьким и очень одиноким. Ему сразу стало ясно, что никогда в жизни он не наберется храбрости стать проводником хотя бы у одного из них. Мальчик повернулся и почти бегом пустился в обратный путь. Подожди, сын мой, подожди! Вдруг кто-то крикнул ему вслед по-индейски. Я хочу поговорить с тобой! Среди приехавших Шепен не заметил индейцев. Он с удивлением обернулся и увидел человека, который говорил на языке о джи-буэй почти так же хорошо, как он сам. Но то был не индейц, а бледнолицый. Высокий, стройный юноша с шапкой белокурых волос и голубыми глазами, не с холодными голубыми глазами, как у скупщика, а с улыбающимися добрыми глазами. Его белая рубашка была расстегнута у ворота, рукава засучены выше локти, обнаженные руки и шеи так загорели на солнце, что были почти такими же смуглыми, как и кожи индейцев. На ногах у него были макасины. Несмотря на свое волнение, Шепен заметил, что незнакомец ступал как-то несмело, видно, эта обувь была для него непривычной. Незнакомец подошел к мальчику и положил руку ему на плечо. И почему-то Шепен перестал стесняться, забыл про шумных туристов, которые все еще рассматривали его, и видел перед собой только улыбающиеся загорелое яйцо белокурого юноши. Шепен про себя назвал его Золотые кудри. Слушал, что тот говорил ему по-индейски, так хорошо владея всеми мягкими переливами родной мальчику певучей речи. Не бойся, говорил юноша, это американцы. Гичи Мокоман, они не обидят тебя, они только хотели тебя сфотографировать, чтобы иметь твою карточку на память, им нравятся индейцы. Тем не менее незнакомец сам отвел Шепена в сторону и сказал ему «Пойдем в твой лагерь и поговорим. Я хочу, чтобы ты мне рассказал про ваши приключения во время пожара. Мне уж давно хотелось повидаться с детьми Гичи Мегуона. Твоего отца я хорошо знаю». Несмотря на то, что они только что познакомились, Шепен почувствовал в этом юноше друга, которому можно довериться, и на сердце у него стало тепло. Мальчик повел его в свой лагерь через лес. Он не решился сесть с ним в свой челн, боясь, что белый человек перевернет его. Шепен не раз слыхал об этом от индейцев. Только потом он узнал, что этот смогло юноша прекрасно управляет челном. Саджо готовил обед у костра. Увидев брата с каким-то незнакомцем, она спряталась в палатку, потому что кроме торговца, которого Саджо ненавидела всем сердцем, она никогда еще не встречалась так близко с белым человеком, и Шепен подумал, что будет нелегко заставить сестренку выйти оттуда. Но когда Саджо услышала индейскую речь и веселый смех, она выглянула и встретилась с такими добрыми и веселыми глазами, каких она еще ни у кого не видела, есть не считать отца. И тогда, набравшись храбрости, она вышла и стала снова хлопотать у костра. Сначала Саджо ни на кого не глядела, и, казалось, вся погрузилась с своей хлопоты. Но потом надвинула шаль на лицо и украдкой взглянула на незнакомца. Не раз ловил бледно лиц и гость робкий взгляд Саджо, и каждый раз, когда это случалось, девочка краснела и опускала голову, прячась под шалью. В конце концов обед был все-таки готов. Тогда все сели на землю, скрестив ноги по индейскому обычаю и начали обедать. Шепиен почувствовал еще больше уважения к юноше за то, что он даже сидеть умел по-индейски. Ему, Шепиену, еще не приходилось встречать бледнолицых, овладевших этим искусством, кроме, пожалуй, траперов. Белокурый гость похвалил обед и сказал, что уж давно не наслаждался такой вкусной едой. Весь обед состоял из хлеба, банок с салом вместо масла, тонких кусочков вяленой оленины и на третий чай без сахара. Однако можно было подумать, что гость присутствует на Перу, так он держал себя. После обеда юноша закурил. Саджо показало, что он курит очень странно, потому что индейцы, в том числе и пожилые женщины, курят трубки. И девочке еще никогда не приходилось видеть сигарету. Вообще же она подумала, что у этого юноши, который так хорошо говорит по-индейски, много странностей в манерах, но это не мешало ему быть приятным. Об этом они немного пошептались с братом. Гость курил и рассказывал о себе. Он сказал, что он миссионер и тут же поспешил добавить, что он не такой миссионер, который во все вмешивается и хочет изменить все обычаи индейцев. Нет, некоторые их простосердечные верования и убеждения он считает прекрасными. Он не собирается им ничего навязывать и хочет лишь стать им братом. Он изучил язык индейцев по книгам и, переезжая с места на место, жил и работал среди разных племен, говорящих на родственных языках. Так он побывал у индейцев племени Бушкри, Сато, у Алгон-Квинов и Оджи-Буэев, учил детей, лечил больных, стараясь принести облегчение и радость, когда только было возможно. Он рассказал, что в городах есть добрые люди, которые дают ему деньги на расходы, так что он имеет возможность посвящать индейцам все свое время и ничего не просить у них взамен. Саджу и Шепен ловили каждое слово гостям и просто не верили своим ушам. Они всегда думали, что индейцы забыты, народ, что с тех пор, как у них отняли землю, никого больше не интересует, как они живут. Дети поверили, что незнакомец действительно друг, хотя кожа его там, где не тронуло ее солнце, была совсем белая-белая, а глаза не черные, как у индейцев, а голубые, как небо в яркий полдень. Челевий в это время был в палатке. Он высушил свою шерстку после купания и уже причесался, как вдруг услышал голоса. Он сразу догадался, что кто-то пришел в гости и прибежал посмотреть, в чем дело. Увидев незнакомца, он направился к нему знакомиться прямо через скатерть, разослую на земле, пробрался между посудой, уселся перед гостем на задние лапки и стал внимательно его рассматривать. Бобренок вероятно решил про себя, что у такого большого друга можно получить изрядный кусочек хлеба. Как бы там ни было, но гость видно приглянулся маленькому бобру, потому что тот начал кивать головой взад и вперед из стороны в сторону и покачиваться всем телом, как делая-то раньше, танцуя, а потом обракинулся на спину прямо на тарелке и давай кататься и валяться сбоку на бок. Загремела, зазвенела посуда, что-то пролилось, чашки и тарелки полетели во все стороны, и Саджо поспешило сунуть бобренку большой ломоть хлеба, надеясь, что тот удалится в палатку и там победит. Но и на этот раз зверька не удалось подкупить. Наверное, ему не хотелось оставлять приятное общество, и он уселся тут же, взял в лапки хлеб и начал уплетать его, поглядывая одним черным глазом на незнакомца. Челеви исполнил свой смешной танец в первый раз, с тех пор, как увезли чекёни. И Саджо истолковало это как очень хорошую примету, и ещё крепче поверило, что всё кончится как нельзя лучше. Золотые кудри, которым ещё никогда не приходилось видеть такое потешное зрелище, хохотал от души. Зазвенел и детский смех Саджо, и даже Шепиэн, на минутку забыв свои заботы, заразился общим весельем. Золотые кудри спросил у детей, как им удалось так хорошо приручить бобрёнка, в то время как бобры считаются самыми пугливыми зверьками. Юноша уже довольно много знал о бобрёнке от торговца, но всё-таки задал ещё много вопросов. И хотя сначала детям не хотелось отвечать, всё же в конце концов они рассказали своему новому другу всю историю, он очень хорошо умел задавать вопросы этот юноша, о том, как большое перо спас бобрята от гибели, как потом подарил их саджо в день рождения, как вышло, что их назвали большая крошка и маленькая крошка. Дети рассказали ему о печальной разлуке, о том, как все тосковали, а потом отправились на поиски и чуть не погибли в пути во время страшного лесного пожара. В заключении Шеппен добавил, что должен найти работу, потому что нужны деньги на билет, иначе не доберешься до города, и еще нужны деньги, чтобы выкпить чекёни. Золотый и кудрец слушал рассказ детей, улыбаясь, но под конец улыбка сошла с его лица. Он знал, как трудно найти работу для Шеппена, но мальчику ничего об этом не сказал. Он протянул руку, чтобы погладить мягкую шелковистую шерстку бобрёнка, и сказал по-английски, словно разговаривая сам с собой, значит, это большая крошка, но маленькая крошка далеко в городе, эти дети, этого нельзя допустить. он украдкой взглянул на Ассаджо, потому как заметил, что она снова накинула на голову соскользнувшую на плечи шаль, и увидел, как две большие слезы медленно скатились по чекам девочки, сколько она не старалась удержать их. гость встал, собираясь уходить. Я ваш друг и друг вашего отца, сказал он. Завтра я вернусь сюда, и мы снова вместе пообедаем. Может быть, мне удастся рассеять тучу, которая нависла над вами. Я в этом не уверен, но обещаю сделать все возможное. Моя работа и состоит в том, чтобы сгонять туман с лица солнца, оно должно светить всем нам. И с этими словами он ушел, помахав детям рукой на прощание. Глава двенадцатая Большие ножи Сразу после своего возвращения в поселок Золотые кудри зашел в контору торговца, и они долго беседовали. Когда юноша вышел оттуда, в руках он держал большой лист бумаги, на котором было написано «Внимание». Этот лист он прибил гвоздиками на дверях конторы. Туристы все еще прогуливались по поселку, и, увидев, как молодой человек вешал объявление, решили узнать, что там было написано. Они прочли о том, что всех просят прийти на очень важное собрание, которое состоится в четыре часа дня в индейской школе на холме позади конторы. Вполне понятно, что в этом небольшом поселке новость быстро облетела всех, и так как ничего более интересного не предвиделось, а озабоченный на вид юноша заинтриговал людей своим объявлением, то на собрание пришли все, кто только мог. комната была маленькая, и некоторым пришло стоять снаружи и слушать под окном или у двери. Белокурый молодой человек стоял на учительской кафедре, и, когда все успокоились, он начал говорить. Сначала было слышно перешептывание, кашель и шарканье, но все это скоро замерло, и люди слушали, слушали, затаив дыхание. Юноша поведал людям историю, совсем не похожую на ту, какую они рассчитывали услышать, историю, какую им никогда еще не приходило слышать. И надо сказать, что молодой человек покорил своих слушателей. В комнате выдворилась тишина, не было слышно никаких других звуков, кроме его голоса. Он рассказывал людям про Саджу и Шепиэн, их двух в обряд, про маленькую крошку и большую крошку. Под конец он сказал, потому что на нас все еще лежит забота о братьях. Мы должны помнить, что эти дети не остановились перед страшной опасностью в дремучем лесу. Они проявили такую отвагу, на которую вряд ли был бы способен кто-нибудь из нас. И пусть цвет их кожи немного отличается от нашего, пусть они говорят не на нашем языке, а их обычаи не наши обычаи, все равно мы, вы и я, мы должны позаботиться о них. Ведь это не просто два маленьких индейца, это очень несчастные дети. и кто знает, быть может, их суждения совершенно верны. Возможно, эти маленькие зверьки и их друзья обладают чувствами, которые очень похожи на наши. Позвольте мне сказать в заключении, что когда вы будете выходить из дверей, то справа увидите большую жестяную кружку фирмы Hudson Bay. Как насчет этого друзья. Когда юноша кончил свою речь, по комнате прокатился тихий гул голосов. Все, казалось, сразу захотели говорить. Да, мы восклицали, о, это просто невероятно подумать только совершенно одни в такую даль, бедняжки, через такой ужасный пожар. А мужчины встали, засунули руки в карман и громко заговорили друг с другом. Я ни за что не упустил бы такой возможности, сказал один. Где они? спросил другой. Нам надо что-нибудь сделать для них. Где же находится кружка? сказал третий. Как только люди начали выходить через дверь, где стояла кружка, послышался веселый звон монет. Похруствованию новых и там были не только однодолларовые ассигнации. О, нет, позвольте мне сказать, там были ассигнации стоимостью и в два доллара, и в пять, а иногда даже попадались и десяти долларовые. Были пожертвования из детских кошельков, дети тоже делились своими небольшими сбережениями. После всех вышел скупщик пушнины. Когда он подошел к дверям, он оглянулся вокруг, чтобы убедить, что никто не смотрит на него, моргнул одним глазом тем, который был дальше от кружки, и быстро протянув вперед руку, словно боялся, что кто-нибудь заметит, опустил в кружку туго свернутую пачку бумажных денег, бормоча про себя. Вот Чикави или Челаки или Чикали или как там тебя звать, тебе на счастье. Но загорелый юноша, который все еще оставался на кафедре, не только умел хорошо задавать вопросы, не только был прекрасным оратором, но и обладал замечательным зрением. Он все видел. В тот же день, немного позже, золотые кудри отправился в лагерь к маленьким друзьям. И когда Шепиан увидел столько денег, он с трудом мог поверить, что все это для них. Он даже немножко испугался и спросил, что же мне делать, какую работу я должен выполнять для них. Ничего не надо, ответил золотые кудри успокаивающим голосом. вам нельзя терять время, завтра же отправляйтесь в путь. Надо спешить, иначе ваш маленький друг может погибнуть. Животные тоскуют в неволе и часто умирают. Эти люди, большие ножи, просили меня сказать, что они дарят вам эти деньги. Их предки были очень жестоки по отношению к индейцам, и они теперь сознают вину своего народа и сожалеют о несправедливых поступках. Они хотят помочь вам. Только об одном они просят вас. Если вы когда-нибудь встретите человека в беде, помогите ему, если сможете. Я сделаю это, ответил шапион серьезно. Скажите им, что я это сделаю, и поблагодарите их от меня. И слезы затуманили его глаза. Саджо внимательно следила, как пачку денег бережно положили в конверт, и глаза ее стали большими и совсем круглыми от радости, волнения еще от многих других чувств, о которых она никогда не смогла бы рассказать вам. Она совсем ничего не понимала в деньгах, но ей казалось, что теперь между ними и чайкеней больше нет никаких преград. Она была очень рада, но вовсе не удивилась и заявила, что она все так и знала, все будет хорошо и бледнолицей совсем не такие плохие, как они говорят, и сон ее сбывается. Золотые кудри положил также в конверт письмо к дежурному по станции, в котором он просил продать два железнодорожных билета до города и обратно. И хотя Шиэпену казалось, что он получил деньги со всего света, в действительности их осталось очень мало, после того, как были оплачены билеты на поезд. Хотя туристы оказались великодушными, их было не так уж и много. Миссионер посоветовал Шиэпену отработать у владельца зоологического сада те деньги, которые он потребует за свободу Чикени. Юноша дал Шиэпену письмо к своему другу с просьбой приютить детей и велел по приезде в город подойти к полисмену и показать ему адрес, написанный на конверте. Золотые кудри рассказал, как выглядит полисмен, объяснил, во что он одет и, наконец, заставил Шиэпена упражняться в произношении слова полисмен, что, правда, маленькому индейцу не совсем хорошо удавалось, но все-таки разобрать было можно. Чикени был продан, по словам юноши, хозяину зоологического сада, и любой полисмен отведет их туда. Шиэпен надеялся, что теперь они успеют приехать домой как раз ко времени возвращения отца, так как его бригада не должна была долго задерживаться, и радовался тому, что объяснить свои поступки ему будет теперь гораздо проще, потому что розыски их, несомненно, увенчаются успехом. Под вечер все вместе наломали тополевых прутиков в дорогу для челеви. Кроме того, саджу испекла любимое лакомство бобренка баннок. Золотые кудри обещал детям присмотреть за каноей и палаткой в их отсутствие. На следующее утро, в час, когда должен был отчалить пароход, на пристани собралось много народу. Американские леди были в восторге от саджу и придумали ей массу имен. То называли ее Карие Глазки, то Маленькие Макосины, а одна даже назвала ее Мадам Баттерфляй. А все мужчины пожимали руку Шепену, называли его Храбрым парнем и говорили, что гордятся знакомством с ним. Даже Чилевий оказался в центре всеобщего внимания, хотя, мне кажется, оно им не очень пришлось по душе. Бобренок повернулся ко всем спиной, что, конечно, было очень невежливо, и занялся своими делами. Пришел и торговец. Вид у него был страшно суровый, как будто ему все это очень не нравилось. Ему страшно не хотелось, чтобы кто-нибудь узнал о его участии в этой нелепой затее. В последнюю минуту золотые кудри, который стоял в стороне толпы и, глядя на торговца, чему-то украдкой улыбался, подошел к сходним, взял за руку саджу и шапиэна, погладил поносик бобренка и сказал, «Счастливого пути, дети Гичи Меогуна, я расскажу вашему отцу обо всем. Желаю вам успеха и благополучного возвращения домой всем четверым. Мы будем ждать вас». В тот же день мимо берегов опустошенных пожаром, мимо тех мест, где саджо, шапиэн и бобренок челеви пережили ужасные приключения, плыли три пироги. Пироги скользили по воде с неимоверной быстротой. В них сидели индейцы, обнаженные до пояса. Их длинные волосы были завязаны узлом на макушке. Индейцы обычно заплетают свои волосы в две косы и только во время напряженной работы завязывают их узлом, чтобы они не мешали. Это были молчаливые, угрюмые на вид люди. Они обливались потом от напряженной гребли. Меднокоричневые тела наклонялись вперед и откидывались назад. Весла сверкали на солнце, мелькая в воздухе. Не успела передняя пирога причалить к берегу, как человек уже выскочил из нее. Это было большое пирог. Возвратившись домой вместе с своими единоплеменниками, он нашел хижину пустой. Припав на колени у самой воды, индейец отгреб руками пепел, теперь же остывший, увидел там след врезавшийся в берег пироги, а рядом отпечаток маленького макосина, наполовину смытой водой. Индеец вскочил на ноги. Они ехали этим путем, закричал он, скорее за топоры, надо чистить волок, я буду искать их следы, я боюсь, что... Большой пирог замолчал, раздался голос седовласого старца с мудрым, покрытым морщинами лицом. Подожди, сын мой, говорил старый вождь, ни ганик або. Мои старые глаза много видели в жизни. Позволь мне первому пройти по тропе, наверное, я смогу отыскать следы. Гичи Мигон склонил голову покорной слова вождя и не двинулся с места. Впереди все было завалено почерневшими изуродовыми деревьями, вдоль и поперек загромоздившими тропу. Индейцы взялись за топоры, и работа закипела. Они рубили направо и налево поверженные пожаром деревья. Тропу нужно было очистить как можно скорее, чтобы протащить волоком пироги. Гичи Мигон в томительном ожидании стал хлопотать у костра. Людям придется работать здесь долго, и надо было приготовить обед. А старый вождь искал в разоренном пожаром лесу следы детей. Он поднимал каждое упавшее дерево, которое только в силах был поднять и долго всматривался в землю. Пламя лесного пожара мчится иногда с такой быстротой, что не все успевает уничтожить на своем пути. Так под одним деревом, повергнутым на землю, но только частично обгоревшим, он нашел крышку берестяной корзинки и челеви. А на дальнем краю волока Ниганик Або обнаружил след канои, должно со всего размаха врезавшегося в берег. Почему? Ведь путь его лежал в противоположную сторону. Ну вот проницательный взгляд старого вождя упал на огромное, наполовину обгоревшее дерево, которое рухнуло в воду на расстоянии двух челнов от берега и понял, как было дело. Этот старик, который в молодости был храбрым воином, теперь отличался большой мудростью и умел читать следы в диких незнакомых местах, как мы читаем книги. За это он получил прозвище «ни-га-ни-кабо», что в переводе с индейского означает «человек, который стоит во главе своего народа». Он вернулся в лагерь и сказал убитому горем отцу, что не надо больше печалиться. Старого вождя окружили индейцы, и он долго рассказывал им, как удалось найти следы. он уверял Гичи Мегуона, что огонь не погубил детей. Большое перо слушал его, сжимая обгоревшую крышку корзинки, и не мог успокоиться. Вечером постовок разбили лагерь, и стало темно. Гичи Мегуон поднялся на огромный голый утес, у ног которого распростерла с разоренной пожаром земля, с омраченным скорбью лицом индеец поднял руку к небу и стал молиться вслух. «Оуэй, оуэй, маниту! Владыка леса, сохрани моих детей от беды, сохрани их от гибели! Если их не станет, погаснет моя жизнь, как этот пепел сгоревшего леса у ног моих. Солнце не светит мне больше, и я не слышу песен птиц, только веселый голосок Саджо, звучит в моих ушах, а перед глазами стоит отважное лицо моего сына, взором сокола встречает он огненного врага. «О, маниту!» Я поступил дурно, я признаю свою вину, это я ранил сердечко моей Саджо, это я затуманил грустью ее глаза. «О, гичи, маниту!» Верни их невредимыми в долину лепечущих вод, сохрани их! «Оуэй!» «Оуэй!» А в то время, как голос его раздавался над опустошенной пожаром землей, позади в свете месяца сидел седовласый вождь с лицом покрытым морщинами, он мерно и тихо ударял в расписной барабан. «О Саджо» и Шепиан ничего об этом не зная, спешили все дальше и дальше от долины лепечущих вод. Они давно пересели с парохода в поезд, вперед, сквозь тьму ночи к городу, с быстротой ветром чали их колеса. Глава тринадцатая «Маленький узник» Но что же случилось с Чекёни? Вспомним тот день, когда торговец унес Бобрёнка из дома Большого Пера и, казалось, вырвал зверька навсегда из жизни друзей. Пять дней в пироге на пути к посёлку пляшущих кроликов прошли для Чекёни довольно благополучно. Его поил и кормил индеец, один из спутников торговца. Бобрёнку только не доставало Челёве и, наверное, было непонятно, куда вдруг исчезли Саджо и Шепен. Он начал тосковать, часто скулил и всё ждал, что Саджо, как всегда, откликнется на его зов. Всё было напрасно. Приходил чужой индейец, менял воду и давал корм. По поручению торговца этот человек поехал с Чекёни на пароходе, довёз его до железной дороги, получил за Бобрёнка деньги и там покинул его. Зверёк больше его не интересовал. Здесь Бобрёнок начал громко скулить и рваться на свободу. Он, наверное, думал, что приехал домой и ждал, что дети освободят его из душного и неудобного помещения. Но никто не пришёл. Он стал грызть ящик. Тогда послышались какие-то чужие и недобрые голоса. Он попробовал было выкарабкаться по стенкам своей темницы, но они были слишком высоки. Грубые голоса продолжали кричать, и кто-то застучал по ящику. Сам не свой от страха. Бобрёнок лежал, теперь не двигаясь и только скулил в тоске. Где же, где же Саджо? Она всегда утешала его в беде и брала на руки. И где Челёви? Ведь он ещё никогда не разлучался с братцем больше, чем на час. Скоро Чикёни очутился в поезде, который поомчал его с грохотом и рёвом. Когда поезд тронулся, бобрёнок забыл закрыть уши, что бобры обычно делают при неприятных звуках или во время плавания, чтобы в уши не попала вода. Оглушённый и испуганный невероятным шумом, Кёни в своём неистовом стремлении вырваться на свободу, бросился вниз головой в поилочку, видно, приняв её за нырялку и перевернул её. К довершению всех бед теперь его начала мучить жажда. И есть было нечего. Его выхватили из дома так быстро и неожиданно, что Саджо не успела положить в ящик хоть кусочек хлебца, которого хватило бы ему на несколько дней пути, а никто другой так и не позаботился о его еде. И вот, измученный голодом, жаждой, тоской, испуганной до полусмерти, Чикёни снова принял согрызть ящик, чтобы вырваться на волю. И если б он не сломал о гвоздь один из острых рисов, то, наверное, добился бы своего, но теперь было слишком больно работать зубами. Вся подстилка, ее и было-то немного, загрязнилась, и когда пояс мчался, бобренка швыряла из стороны в сторону, он налетал на твердые стенки ящика, и все тельце его ныло от ушибов. Чикёни пробовал удержаться посредине своей темницы, подальше от твердых стен, но у него ничего не получалось. Один раз проводник сжалился над зверьком и поделился с ним завтраком, бросил ему корочку хлеба. Бобренок уцепился лапками за его руку, и этот человек решил, что Чикёни опасный зверь, он не знал, что бобренок просил помощи. После этого никто больше не подходил к ящику, поилочка по-прежнему оставалась без воды, никто не кормил Чикёни, никто ни разу не переменил ему сбившуюся грязную подстилку. Бобренок продолжал жалобно скулить, и всё звал и звал своих маленьких друзей, которые теперь не могли услышать его жалобный детский голос. Он просил их прийти и освободить его от большого несчастья, которое обрушилось на него. Грохот колёс заглушал его слабый голосок, и никто, никто не обращал на него никакого внимания. Много раз поезд останавливался и снова, рванувшись с места, мчался дальше, швыряя бобрёнка от одной стенки к другой в его тесной темнице. Даже когда поезд сделал последнюю остановку, мучительное путешествие не кончилось. Тряска на грузовике была ещё сильнее, чем в поезде. Только потом наступил покой. Кто-то с треском и скрипом открыл ящик. Чья-то большая и сильная рука бережно подняла бобрёнка за хвост, другая перевернула чекёней головой кверху, палец погладил одну из усталых горячих лапок, а тихий голос промолвил какие-то ласковые слова, и бобрёнку стало легче. Это был Элик, смотритель и сторож, который ухаживал за зверями в зоологическом саду, куда направили чекёни. Он очень хорошо знал своё дело. Увидев, в каких ужасных условиях пришлось ехать зверьку, и какой он был грязный и жалкий, это чистюля чекёни, Элик раздражённо сказал агенту по перевозке, ни воды, ни корма, нос как в огне, потрескался хвост, переломаны зубы, разве так перевозь бобров? Это просто безжалостно. Ну ничего, малыш, мы тебя приведём в порядок, добавил он, ласково взглянув на бобрёнка. Смотритель уже всё заранее приготовил для приёма маленького гостя, так как его появление не было неожиданностью, контору зоологического сада уведомили о его прибытии. Скоро Чикёни доставили в его новое жилище. Оно было построено из чего-то твёрдого, похожего на камень, только камень гораздо приветливее. со всех сторон возвышала железная решётка. И в этой тюрьме сооружённые железо и цемента Чикёни, зверёк, который не совершил никакого преступления, должен был просидеть до конца своих дней. Ласковый, нежный бобрёнок теперь считался диким и должно быть опасным зверем. Здесь было особенно тесно послепривольного озера, на берегу которого бобрёнок прожил большую часть своей коротенькой жизни. Но Чикёни пока не жаловался. Он почуял воду и забыл обо всём. Он увидел перед собой глубокий прозрачный пруд, не очень большой, но в нём была вода. Бобрёнок бросился туда и, плавая на поверхности, стал жадно пить. Живительная влага освежила его тело, облегчила боль в лапках и хвосте. Отмокли и комья грязи, прилипшие к шорстке, пока он плавал взад и вперёд. После трёхдневного мучительного пути, грохота, голода, грязи, это купание показалось бобрёнку верхом блаженства. Он думал, что это нырялка. Там где-то внизу выход. Через него он, конечно, попадёт в родное озеро и на берегу встретится с своими товарищами по играм. Чилёве прибежит навстречу и будет кататься от радости на своей пушистой спинке, а Саджо возьмёт его чикёни на руки, прижмёт к себе и будет шептать что-то на ушко, щекоча маленькое и смешное местечко под подбородком, и тогда все тяжёлые дни будут забыты. И вот с важным видом чикёни нырнул прямо вниз, но налетел головой на цементный дом-бассейн. Удар оглушил бобрёнка. Немного погодя, он снова нырнул. Вторая попытка окончилась такой же неудачей. Он начал царапать лапами и пробовал грызть зубами цементное дно, ища выхода в туннель, но только поломал себе коготки и ещё больше повредил зубы. Тогда бобрёнок выкарабкался из пруда, побрёл к решётке и попытался перелезть через неё, но железные прутья не пускали, чикенни хотел перегрызть их, всё напрасно, его поломанные зубы даже не поцарапали железо. Он стал бегать по своей тюрьме, иногда останавливался, пытаясь подрыть землю, но под ногами всюду был цемент. Долго он метался так, от пруда к решётке, грыз железные прути, скрёб цемент, наконец, обессилие растянулся на холодном полу и заскулил от тоски. Так бывало, скулил он и раньше, когда нападёт тоска. Тогда сад же убаюкивало его, и он нурчал от радости. А как ему хотелось дотронуться лапкой до шелковистой шерсти челёви, но здесь нет ни саджу, ни челёви, только тюрьма, где заперт несчастный малыш. Эликс-смотритель всё видел. Он стоял за решёткой, только качал головой, приговаривая, горит какое, беда. Это была его работа, приручать диких зверей, которых время от времени ему присылали. Несмотря на то, что смотритель очень любил животных, он иногда ненавидел своё дело. Ему часто казалось, что это вовсе не дикие звери, а несчастные маленькие люди, лишённые дара слова, но нуждающиеся в ласке, не менее тех, кто умел говорить. Ему всегда казалось, что человек такой большой, сильный и знающий так много всего, чего не знают животные, должен быть добрым по отношению к ним и помогать им по мере своих сил. И вот теперь смотритель не мог равнодушно глядеть на маленького чекёня, который так беспомощно бился за свою свободу. Элику и раньше приходилось иметь дело с бобрами, он знал их мягкий нрав. Смотритель открыл дверцу, шагнул за решётку и бережно взял на руки тоскующего зверька. Бобрёнок совсем не испугался, а почувствовал себя очень хорошо на руках у человека, они были добрые и тёплые, не то что цемент. Человек понёс чекёня к себе домой, в коттедж, который находился здесь же, на территории парка. Когда дети выбежали навстречу отцу и увидели у него на руках бобрёнка, они закричали от радости и стали хлопать в ладоши. Чекёня, испугавший шума, ткнулся мордочкой под полу пиджака смотрителя, он же считал Элика своим другом. Отец уговорил детей вести себя потише и спустил бобрёнка на пол. Здесь Чекёня почувствовал себя гораздо лучше, чем в клетке, наверное, он даже вспомнил свой дом. Вся семья обступила зверька и с любопытством ждала, что он будет делать. Жена смотрителя сказала «Ах ты, малыш, у тебя ведь все косточки торчат! Джо попросила на сынишку «Сбегай за яблоком, пусть бобрёнок полакомится!» Джо сейчас же принёс яблоко и положил перед Чекёни. Бобрёнок потянул носиком, он никогда ещё не слышал такого чудесного запаха. Он впился в яблоко изломанными зубами, ухватился за него двумя лапками, с жадностью стал грызть и скоро половина не стала. Смотритель очень обрадовался. Некоторые из его питомцев совсем отказывались от пищи, умирали, но этот, Элик теперь признал, выживет. Дети звонко смеялись, любуя забавным бобрёнком. Он, когда ел, сидел совсем как человек. «Вот увидите, он очень скоро поправится», воскликнула жена смотрителя. Элик принёс свежие топливые веточки с сочными листьями. К ним бобрёнок не притрагивал соседи за решёткой, но теперь стал их есть. А дети не отрывали глаз от потешного зверька и очень удивлялись, видя, как он ловко зажимает в кулачок пучки листьев и кладёт их в рот. Бобрёнок даже начал урчать от удовольствия, и дети пришли в полный восторг. Маленькая белокурая девочка закричала «Послушайте, послушайте только, он разговаривает, как малюсенький ребёночек, пусть он поживёт у нас на кухне. Можно, папа?» Жена тоже стала уговаривать смотрителя. «Давай, Элик, оставим его у себя на некоторое время. Сейчас в саду всё равно никого нет, малышу тоскливо будет в клетке, ведь это всё равно, что заперет их в тюрьму ребёнка». Элик ответил «Да, пожалуй, ты права. Мы устроим ему местечко, пусть переночуют у нас». Они принялись устраивать у себя на кухне уголок для чекёни. Элик смотритель прикрепил к полу большую лоханку с водой, поставил рядом ящик и положил туда хапку чистой соломы. Бобрёнок провёл там всю ночь. Вряд ли он был счастлив, но во всяком случае ему было удобно. На следующее утро Элик отнёс его в сад и посадил за решётку. Гуляющая публика смотрела на зверька, но когда начало смеркаться и сад опустел, смотритель снова понёс Бобрёнка домой. С тех пор всё свободное от работы время чекёни проводил в доме смотрителя. Там у него была своя постель на кухне, лоханка с водой, его угощали листиками и прутиками, и каждый день он получал красивое сочное яблоко, которое заставляло его забывать о многих своих бедах, но не обо всех. Тоска близких не могла затихнуть до конца его дней. Из всех североамериканских животных бобры обладают самой хорошей памятью, и в этом отношении они очень похожи на слонов. Каждое утро чекёни оставлял после себя довольно большой беспорядок, ободранные прутики, огрызки веток, недоеданные листья, всё это валялось на мокром после купания бобрёнка полу. Но дети охотно делали уборку, когда отец уносил бобрёнка для исполнения его обязанностей дать посмотреть на себя публике, которая подходила к клетке. Никто из семьи смотрителя не сердился на зверька за беспокойство. Чекёни по-своему хорошо ладил со всей семьёй и скоро стал почти необходим моё членом. Он теперь знал каждого из них и бегал с малышами неуклюже переваливая сбоку на бок. А дети на него смотрели как на смешную добродушную игрушку, похожую на тех пушистых щенят, которых часто видишь на ёлке. Но всё-таки Чекёни не забывал свою жизнь в Обис Оуэй и часто ему совсем не хотелось сыграть. Он тихо лежал в своём ящике, его маленькое сердечко было переполнено неутолимой тоской по своим старым товарищам. Прошло немного времени и у Бобрёнка подросли сломанные зубы, он начал усердно точить их, всё стучал зубами и тёр нижние верхние. Зубы у Бобров растут непрерывно и они постоянно скрижащут ими и точат их. И за шёрсткой своей Чекёни снова стал следить, а то она у него вся сваляла за дорогу. Теперь он причесывался и стал похож на прежнего Чекёни. Его жизнь как будто немного наладилась. Не совсем правда. Чекёнь очень тосковал и мучился, когда попадал в клетку. Элик знал это. Каждое утро, когда осмотритель сажал Бобрёнка за решётку, она могла удержать и медведя. Он видел, как зверёк оборачивался и грустно смотрел ему вслед, сидя на твёрдом цементном полу. Смотритель вспомнил, что бобры иногда живут больше двадцати лет. Двадцать лет в этой тюрьме из железа и бетона. За двадцать лет его дети станут взрослыми и уедут отсюда. Да и он сам, может быть, уедет. Городок станет большим городом. Теперь-то он не очень большой. Люди будут приезжать и выезжать. Свободные и счастливые люди. А он, этот маленький несчастный зверек, который никогда никому не делал зла и только искал ласки, все это время будет глядеть сквозь решетку ужасной клетки. Двадцать лет, длинных и тоскливых, как будто он был неиспромимым преступником. И он будет ждать свободу, которая никогда не придет к нему, ждать для того, чтобы, так и не дождавшись умереть. И ради чего все это делается, подумал смотритель, только ради того, чтобы несколько бездумных людей, которым было все равно, увидят они когда-нибудь бобра или нет, могли остановиться на минутку или две перед клеткой и посмотреть безразличными глазами на безутешного маленького узника, потом они уйдут и забудут о нем. Этому доброму человеку казалось несправедливым, что люди обрекли бобренка на такую участь. И когда смотритель наблюдал, как неуклюжий зверек потешно веселился с его детьми, он решил, что сделал все от него зависящее, чтобы скрасить жизнь маленькому узнику. Он будет как можно чаще брать его к себе домой, где бобренок сможет играть с детьми на свободе. Но Чекене еще не сдался, его не покидала надежда. Он ждал, что каким-то таинственным путем челевий. В этом не было ничего странного, потому что раньше, где бы Чекене ни был, очень скоро возле него появлялся братишка. Они не могли долго пробыть друг без друга. И вот осиротевший бобренок снова и снова принимался искать своего братца. Он то заглядывал в деревянную хатку, которая стояла за загородкой, то терпеливо обнюхивал все углы в комнатах у смотрителя, то выбегал во двор, направлялся к сараю и заглядывал во все щели. Видно, он не сомневался, что когда-нибудь найдет челевий. Однако, после целого месяца ежедневных разочарований, он стал терять надежду и, наконец, совсем бросил искать братца. А на расстоянии ста миль тосковал другой бобренок с Китая с безнадежных поисков. Чикене уже начал мириться со своей новой жизнью, когда случилось событие, которое оказалось для него и очень тяжелым, и в то же время отвечало самым сокровенным его желанием. Как-то раз мимо его клетки проходила индианка с пестрой шалью на голове. Увидев ее, Чикене как безумный бросился к решетке, просунул сквозь железные прутья, сжатые в кулачки лапы, и, боясь, что она пройдет мимо, пронзительно закричал. Женщина сейчас же остановилась на зов в обленках и стала ему что-то говорить. Звуки, которые долетали к нему, были очень похожи на те, которые он так часто слышал на родине, где живут индейцы, но голос был чужой. И, взглянув в лицо женщины и, почуяв ее запах, Чикене повернулся спиной и удрученный побрел к своей пустой деревянной казалось сначала, что это была саджа. Однако это происшествие не только взбудоражило побренка, оно пробудило новые надежды, он стал ждать, что к нему придет саджа. Люди толпами гуляли днем в зоологическом саду и останавливались перед клеткой взглянуть, что это за зверь. Но посетители Чикене никогда не стояли долго, а быстро проходили мимо, для большинства из них он был лишь маленьким зверьком с плоским хвостом. Одни смотрели на него равнодушно, другие с любопытством, третьи тыкали палками и что-то говорили грубыми недобрыми голосами. Редко кого он встречал в части, только один или двое говорили ласково и угостили его орешками и конфетами. Но саджо не приходило, и бобренок продолжал всмат принюхиваться к каждой руке, к которой только мог дотянуться носиком. Он ни разу не увидел любимого лица и не услышал запаха маленькой ручки. И все-таки был уверен, что придет день, когда голос, который сейчас звучал в его ушах, позовет «Чикеней!» и маленькая коричневая рука, которая так часто ласкала его, снова поднимет его, и тогда, о, что это за радость, он ткнется носиком в теплую нежную шею, посопит, попыхтит немного, а потом задремлет и забудет обо все. Часами просиживал так бобренок в клетке, следя за прохожими. Он ждал и надеялся. А вечером, когда он лежал на соломенной подстилке у смотрителя на кухне, смутные воспоминания о счастливых днях проносились в его голове. В памяти, наверное, вставала и маленькая коморка под кроватью у Шепиэна, которая была нераздельной собственность Челеви, и крошечный потешный бобровый домик, их собственные сооружения, над которым они так дружно трудились. Но потом чекенец сделался ко всему равнодушным и уже ничто не радовало его. Даже когда он был в домике у смотрителя, он перестал играть с детьми, уже больше не прихорашивался и не приглаживал свою шерстку. Зверек стал отказываться от пищи. Часто сидел он понурый, тяжело дыша, с закрытыми глазами, и сжимал в лапках яблоко, пока наконец не ронял его, даже не попробовав. Смотритель с жалостью влядел на своего маленького питомца и знал, что теперь нечего думать не только о том, что будет через двадцать лет, но даже через год, чей кёни долго не проживёт. Крошечный мозг словно был в огне от тоски, и бобрёнку иногда казалось, что он видит наяву милых друзей своего раннего детства. С думой о них он засыпал, а заснув видел их во сне. Да, это правда, животные видят сны, и вам, наверное, приходилось наблюдать, как часто они просыпаются в страшном испуге от кошмарных сновидений, как бывает с вами или со мной. По звукам, которые они издают, мы можем также сказать, что некоторые из их снов очень приятны. Один раз вечером бобрёнок очнулся от сна, в котором всё было как наяву. Ему приснилось, что он снова дома, у озера, со своими маленькими милыми друзьями. И вот он вскочил и стал бегать по кухне, и, не обнаружив их нигде, жалобно завыл от горя и тоски. И когда он жаловался и кричал, его голосок звучал совсем как детский. Чикёня не знал и не мог знать, что на другом конце города в другой комнате появился такой же бобрёнок, как и он, и что вместе с ним были двое маленьких индейцев, мальчик с гордой осанкой и девочка в пёстрой шале. Они были слишком взволнованы, чтобы заснуть в ту ночь и с трудом могли дождаться, когда наступит утро. В углу этой комнаты стояла знакомая корзинка из берёзовой коры. Вы, наверное, догадались, Саджо и Шепиэн приехали наконец в город. Глава четырнадцатая в городе. Когда поезд, в котором мчались Саджо, Шепиэн и их маленький четвероногий спутник Челёви сделал последнюю остановку, и дети прибыли наконец в город. Им вдруг стало так страшно, что они даже не решались выйти из вагона. И, наверное, они ещё долго просидели бы на своих местах, если бы к ним не подошёл проводник, который присматривал за ними в дороге. Он сказал детям несколько напутственных слов, помог им сойти и, попрощавшись, вернулся к поезду. Что это был за шумный мир, в который они попали? Гудела толпа спешивших куда-то людей, звенели звонки, визжали свистки, шипели и страшно ревели паровозы, останавливаясь с грохотом или отправляясь в путь. Оглушённые, испуганные, стояли, как вкопанные наши маленькие жители леса, взявшись за руки, не зная, куда им идти, не смея двинуться с места. Впереди, позади, со всех сторон окружали их ужасные суета и несмолкаемый шум, несли с грузовики доверху нагруженные вещами. Один из них промчался так близко, что Шепиен едва успел оттащить сестрёнку в сторону, а то она попала под колёса. Вокзал показался им огромной гулкой пещерой, наполненной ужасными звуками, и дети почувствовали себя совсем маленькими и беззащитными. Никогда не были они так одиноки, даже в тихом лесу, среди молчаливых деревьев, как здесь, среди шумной толпы. Люди глядели на них с любопытством, но все они куда-то спешили и быстро проходили мимо, то в одну, то в другую сторону. Так и стояли они среди оглушающего шума города. Эти два маленьких индейца из диких лесов, ошеломлённые неведомым миром, они были почти так же беспомощны, как два бобрёнка, когда их уносили широкие воды берёзовой реки, где нашёл их гичи Мегон. В испуганном воображении Саджо всё время вставал образ Чикёни, как было страшно ему, когда он попал сюда один, без друзей. Шепиан начал подумывать, не вернуться ли им обратно, в лес. Там, среди лесных обитателей, даже в кольце огня, он чувствовал себя увереннее, чем здесь. А Чилёви он крепко прижал свои ушки, чтобы ничего не слышать, и забился в уголок корзинки. Детям казалось, что они простояли уже целый час. На самом же деле прошло всего несколько минут, и Шепиан уже было отважился двинуться к огромной двери, через которую непрерывным потоком хлынули люди, когда к ним подошёл мальчик почти такого же возраста, как и Шепиан. Он был в красном костюме с огромными блестящими пуговицами. На голове, приткнувшись с одного бока, торчала забавная шапочка, которая больше всего напоминала круглую коробочку. «Алло, ребята!» сказал он развязно. «Заблудились? Или ищете кого-нибудь?» Бедный Шепиан совсем растерялся перед этим самоверенным блестящим юношей, ведь они ещё ни разу не видели посыльного. Он сразу забыл всё, что знал по-английски, слово, которым его научил золотые кудри. «Полисмен!» заикаясь от волнения, с трудом произнёс Шепиан. «Провести к полисмену? Так, что ли?» переспросил посыльный, сразу смекнув, чем дело. «Ступайте за мной!» добавил он бойко и быстро пошёл вперёд, постукивая каблуками своих начищенных сапог под твёрдой мостовой. Маленькие индейцы бесшумно следовали позади, быстро скользя, обутыми в макосины ногами, им пришлось почти бежать, иначе они отстали бы. Не выпуская руки сестрёнки, Шепиан в другой руке держал корзинку с бобром, это было забавное шестье. лавируя в толпе, мальчик провёл детей через главный вход и привёл их в просторное помещение, где было так много народу, что у Шепиан подумал, не собрались ли здесь люди со всего света. На противоположном конце у других дверей стоял толстый человек, у него тоже был ряд блестящих пуговиц на груди. — Эй, Пэт, сказал посыльный, вот тебе пара ребят к полисмену просились. Подтолкнув довольно бесцеремонно своих спутников вперёд, мальчик продолжал шутливо — Такого толстяка, как ты, пожалуй, они отыскали без меня. Похоже, что это индейцы. Ты смотри, не зевай, а то чего доброго и без скальпа останешься. Бросив луковый взгляд на блестителя порядка и подмигнув детям, мальчик повернул обратно и скрылся в толпе. — О-о-о, сказал полисмен и стал рассматривать детей, заложив одну руку за спиной. — О-о-о, повторил он, скальпы снимаете, так что ли? И он устарился на ребят с таким свирепым видом, словно хотел их сразу отправить в тюрьму, но глаза выдавали его. В них искрился луковый огонёк и весёлые морщинки расходились с лучами от уголков его глаз. — Значит, молодые индейцы будете. Вот оно что, только дел-то ваше не выйдет, ребята. Должен признаться, что бедная моя головушка уже годов двадцать галёхонько как яйцо. Не знаю, с чего этому пострелёнку вздумалось привезти вас ко мне. Он-то ж знал, небось. Этот полисмен со своим круглым весёлым лицом очень походил на Деда Мороза. Каска сидела на его лысой голове как-то боком, почти задорно, так что можно было подумать, что работа полисмена очень весёлые занятия, только разговаривал он очень строго. Заметив, что дети растерялись, Пэт заговорил с ними более тихим голосом. Я же думаю, что тих он вообще говорить не мог. Чем могу служить? Твоя полисмен? Раздался в ответ несмелый голос Шопен. Точно так, паренёк, подтвердил ирландец, сдвинув каску ещё больше на бок. Я полисмен? Да ещё какой! С нами шутки плохи. Из нас, сыновей Орэйли, никто ещё в грязь лицом не ударил. Ба! Что это тебе в лупке? Вдруг спросил Пэт, услышав жалобный голосок челёй. Эмик! ответил Шопен по-индейски, приподнимая крышку корзинки, чтобы показать бобрёнка. Эмик! Бобр! повторил он ещё раз. К большому удивлению Шопена полисмен залился огромким смехом. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Так он называет меня Миком! Мик прозвище ирландцев. Сразу узнал, что я ирландец. Быстро соображает пострелёнок. Ты сказал, паренях, что я э-мик? Правильно сказал. Так оно и есть. Я и в самом деле э-мик. Полисмен очень гордился тем, что он ирландец и вообразил, что Шепен догадался об этом, когда употребил индейское слово э-мик, что на самом деле означает бобр. Потом у Корейли был приятно удивлён такой догадливостью индейского мальчика, а Шепен, услышав, что полисмен несколько раз повторил, что он э-мик, пришёл к заключению, что этот человек принадлежит к какому-то странному племени бледнолицых людей, величающих себя бобрами, а это очень почётные звания. Таким образом, при первом же знакомстве установились хорошие отношения как с одной, так и с другой стороны. А куда вы направляетесь? Шепен забыл не только английские слова, но и про письмо, которое дал ему золотые куды. А теперь вдруг вспомнив, вытащил его из-за пазухи и протянул ирландцу. Прочитав адрес постовой, сказал, «Дело ясное. Если б не дежурство, тотчас бы и пошли всей братьей, куда сказано. Сам Петри Коррелли сопровождал бы вас, понятно? Работа, ничего не поделаешь. Придётся подождать, вот отбуду дежурство и сходим». Пет погладил саджо по голове и попросил Шепиана показать бобрёнка. Теперь только Шепиан вспомнил английское слово. «Да-да, бобр». «Видишь, зверь-то какой! Хорош! Верные слова, хорош!» Улыбаясь, добродушно проговорил Ирландец. «Только уж больно велик! Смотреть-то не на что!» добавил Пет и залился громким смехом. Никогда ещё Челёвий не казался таким маленьким и беспомощным. Наверное, он решил, что настал конец света и съёжился весь, свернулся клубочком, подвернув под себя все четыре ноги, спрятав голову и хвост, чтобы стать как можно менее заметным. Наши юные путешественники, немного успокоенные, присели на краю длинного ряда стульев, а блюститель порядка, находившийся в весьма приятном расположении духа, засыпал детей вопросами. Шепен уже сумел кое-как рассказать на английском языке почти всю историю с бобрёнком. Рассказал мне о приключениях в пути. Веселый ирландец, который всё время смеялся, казалось, даже без всякого повода, вдруг стал серьёзным и сказал, что он, Пэтрико Рейли, собственной персоной проводит их хозяину парка. «Имейте ввиду, добавил ирландец, всё правду в глаза скажу, кому следует, верное слово скажу». Пэт, видно, не на шутку взволновала история с бобрёнком, и он углубился в печальное размышление. «Бедняжки», бормотал он про себя, «да тот человек с каменным сердцем слёзы прольёт, восковая свеча на ёлке расплавится, что уж тут толковать». Прошло немного времени, и Пэт сменил другой постовой, который добродушно пошутил, сказав, что Пэт обзавёлся семейством. Ирландец повёл своих новых друзей тихими боковыми улицами, и по дороге он говорил и шутил безумолку, стараясь развлечь детей. Саджо слушала напряжённо, широко раскрыв глаза, но она так ничего и не поняла. Девочка теперь уже перестала бояться, ей казалось, что они в полной безопасности рядом с этим большим человеком в синей форме, а когда она думала о том, что Чайкёни здесь, в этом городе, может быть, даже на этой же улице, ей хотелось кричать от радости. Глаза у неё разбегались во все стороны. Сколько интересного было в городе! Лошади о них она только слыхала, но никогда не видела раньше. Трамваи как быстро они мчались сами собой, красивые дамы в нарядных платьях, но лучше всего были чудесные витрины магазинов. Вот потянуло вкусным запахом обеда, и дети увидели за стеклом такие красивые пироги и пирожные, что не могли оторвать глаз. Они стали шептаться по-индейски. Ирландец догадался, что его маленькие друзья голодны. Небось проголодались, на ногах еле держитесь, а я-то старый дурень был-то мне ой занялся. Видно ли дело, чтобы кто-нибудь из сровей Оррелли спокойно смотрел, как его друзья с голоду помирают, как говорится, прямо на пороге, пошли обедать. Да, прошу, сказал Шепиен, уже давно сестренка кушай, хочет. Про себя Шепиен ничего не сказал, хотя неизвестно, кто из них был более голоден. Петрик провел детей в столовую. Когда Саджу и Шепиен уселись за стол, ирландец поинтересовался, когда же они ели в последний раз? Еще поселка были, ответил Шепиен. Мой нет страха, сестренка много страха было, много сидела, ничего не кушала. Мой старший, мой сестренка много бережет, не оставляет одну сестренка. Никто не кушала, говорю, только челеви кушала, мало-мало хлебца. Молодчейно ты, братец, мой. Мы Рейли, но как у Рейли поступили в этом случае, так никто и не узнал. В дверях показался человек с подносом, уставленным дымящими соблюдами. Угощение выглядело таким соблазнительным, и от него распространялся такой чудесный аромат, что дети даже растерялись, когда перед ними поставили тарелки с кушанием. у Саджо от волнения закружилась голова. Но скоро выдворилось молчание. Теперь не до разговоров было, все занялись едой и ели, ели, ели. Во время этого вкусного обеда Саджо вспомнил, что челеви должно быть тоже голоден, и отложил из своей тарелки в корзиночку бобренка кусочек хлеба с маслом, пирожок и еще кое-чего, так что теперь он был занят, как и другие, стараясь наверстать потерянные. Они сидели в одной из тех маленьких стыловых, которые обычно бывают при ресторанах, и когда пир окончился, и все были сыты и довольны, даже челеви не мог больше съесть ни кусочка, Орейли закурил сигару и пришел в такое хорошее расположение духа, что просто сиял глядя на своих гостей. На голове у него не было каски, и Шепиен имел возможность убедиться, что добродушный ирландец был не совсем прав, утверждая, что его голова голехонька, как яйцо. На самом деле широкая прядь волос, которая росла над одним ухом, была зачасана назад и тянула за другого уха. Ничего подобного ни на одном яйце его не увидеть. Саджо, как хорошая маленькая хозяйка, составила все тарелки аккуратно в одну сторону, ей нравилось держать в руках и притрагиваться к этим красивым и, как ей казалось, дорогим вещам. На самом же деле это была простая посуда, но бедная девочка никогда не видела таких тарелок, как она в этом признала Шепиену поздно вечер. В комнате было тепло, разогревшись после обеда, Саджо сбросила с головы шаль, и теперь ирландец увидел длинные черные косы и калии, сияющие добротой глаза. Залюбовавшись девочкой, он заявил, что с тех пор, как покинул берега Ирландии, ни разу не видел такой красотки. И когда Шепиен перевел от сестренки на индейский язык, она смутилась, склонила головку и снова набросила шаль. Но никто не мог долго стесняться этого добродушного человека, и Саджо снова взглянула на Пэта. Тогда шаль опять соскользнула, и девочка громко смеяла с мести с братом над всем, что говорил веселый ланец, хотя смысла она и не понимала. Урыли даже в пот бросила от смеха, так что ему пришлось расстегнуть немного свой мундир. Он вытащил красный платок из рукава и усердно вытирал лысину. Челеви тоже подал свой голос, и Саджо начала шептаться с ним. А пока они шептались, Шепиен стал обучать ирландца индийскому языку. Дело шло довольно туго, но в конце концов Пэту все-таки удалось запомнить одно слово «кагэт», что значит «конечно», или «разумеется», или «в самом деле», когда очень уверен в чем-нибудь, говорят «кагэт». С тех пор у ирландца все стало «кагэт». Он употреблял это слово на каждом шагу и, по-видиму, был очень доволен своими успехами. Однако, когда нужно было сговориться относительно следующего дня, Пэт вернулся к английскому языку и пробовал для ясности подражать ломаной речи Шепиена. «Парк», сказал ирландец, «крышка закрыт нынче». И, чтобы сделать свою речь более понятной, он закрыл дверь. «Завтра парк открывай, клади деньги, давай бобра». При этих словах Пэт широко распахнул дверь и привычным движением вытянул руку вперед, словно ждал, что целый отряд бобров двинется по свободному пути. Потом он вытащил из кармана письмо и, постукивая пальцем по адресу, сказал Шепиен, «Мой придет сюда завтра ты ждешь кагату». Шепиен было трудно удержаться от улыбки. Пэтрик недооценивал его знания английского языка и искренне порадовался, когда мальчик сказал, что понял его. Сам же Ураэли остался очень доволен своим уроком индейского языка и считал, что начинает уже кое-что смыслить в этом языке. Ирландец проводил детей по указанному адресу до самых дверей, познакомил их с управляющим домом и передал ему письмо от его друга-миссионера. Пэтт еще раз повторил, что завтра он придет сюда, чтобы они обязательно дождались его и ни в коем случае никуда не уходили без него. Человек, которому было адресовано письмо, радушно встретил своих гостей. Он знал об их приезде, его предпредили телеграммой. Устроив детей на ночь, он вышел, чтобы и самому послать телеграмму в ответ. Почти в это же время Пэтрик позвонил по телефону из своей скромной квартиры и долго с кем-то разговаривал о детях. В поселке пляшущих кроликов тоже многие беспокоились о них. Приключения трех маленьких путешественников взволновали всех, но сами виновники ничего об этом не знали. Дети тихонько перешептывались. Им было не по себе на верхнем этаже в просторной комнате с белыми стенами. Они чувствовали себя такими маленькими и ничтожными, как два мышонка, которые прокрались в кладовую или в церковь. Шепиан снял через голову мешочек из оленей кожи, который висел у него на шее на шнурке, вытащил оттуда долларовые бумажки и стал бережно расправлять их на столе. Саджо стояло рядом, кивая черной блестящей головкой, словно хотело сказать, вот видишь, что мой сон наделал. Дети мочи хотелось узнать, сколько там было денег. Саджо даже наклонилась, приложила палец к губам и смотрела так умно, как будто она все понимала. А Шепиан морщил лоб, терялся в догадках, рассматривая в отдельности каждую бумажку. Но цифры ничего не сказали детям, им пришлось отказаться от своей попытки сосчитать деньги. Ясно было только одно, денег здесь так много, как им никогда еще не приходилось видеть. Шепиан бережно свернул доллары, сунул их обратно в мешочек и спрятал на груди под рубашкой. Это был выкуп за свободу Чекёни, и эти деньги должны быть у него все время под рукой. А на получи Лёви наслаждался купанием в лоханке. У Бобрёнка было еще другое торжество. В этот вечер он досад и наелся хлебом, который дал ему хозяин. Недоеденные куски превратились в мягкую липкую массу, и поверьте мне, что ковер, покрывавший пол, не стал от этого более красивым. В ту ночь никому не спалось. Маленькому Бобрёнку, потому что было слишком много вещей под кроватью и в разных углах комнаты. Дети же были взволнованы ожиданием завтрашнего дня, самого замечательного дня в их жизни, ради которого они пошли навстречу опасностям и испытали так много лишений и которого так долго ждали. Завтра они получат Чикёни. Ни один из них, казалось, не задумался над тем, что хозяева парка могут отказать, что они не отдадут Бобрёнка, поскольку он попал в их руки, и они считают его своим. У Шепиэна, может быть, и возникали какие-то сомнения. Но Саджо, уверенный, что её сон сбывается, ни на минуту не теряла надежды и всё время повторяла «Завтра мы будем с Чикёни, я это знаю». Глава пятнадцатая Сбыла с мечта На следующее утро Патрико Рейли, как обещал, зашёл за Саджо и Шепиэном. Дети думали, что ирландец сразу поведёт их в зоопарк к Бобрёнку, но оказалось, что сначала нужно зайти в большой дом в контору владельца парка. По дороге, боясь, как бы чего-нибудь не случилось с деньгами, Шепиэн всё время нащупывал мешочек, который висел у него на груди. под рубашкой. Он им очень скоро понадобится, поэтому, естественно, мальчик беспокоился. В другой руке он нёс корзинку с челёви, рядом еле поспевала за братом Саджо, закутанная в пёструю шаль. В контору они поднялись на быстром лифте, но детям лифт не очень понравился. Потом они вместе с Пэтом очутились перед письменным стылом, за которым сидел человек. От него зависела судьба баблёнка. Саджо, так непоколебимо веривший в свой сон, вдруг задрожала, как листок, что делать, если он не отдаст чекёне. Девочка захотела закричать и убежать, но она не пошевелилась, решив, что останется до конца, что бы ни случилось. У молодого человека за письменным стылом было бледное длинное лицо и маленький подбородок. Он неприятно прищуривал один глаз, чтобы в него не попал дым от папиросы, которая торчала сбоку изо рта, так что смотреть он мог только одним глазом, и поэтому казалось, будто он косой. Молодой человек разговаривал, не вынимая папиросы, и в упор уставился на детей тем глазом, который смотрел. Очень бесцветный и неприветливый был этот глаз. Что вам нужно? Резко спросил бледный человек. На минуту выдворилось молчание, гнетущее, напряженное молчание. Саджу и Шепи он, казалось, даже перестали дышать, а потом... Сэр, раздался голос ирландца, вчера я звонил мистеру Нельсу, беседовал с ним насчет этих детей, моих друзей. Мы договорились встретиться здесь, чтобы обсудить небольшое дельце насчет. Можете доложить ваше дело мне? Прервал его молодой человек официальным тоном. Мистер Нельс в настоящее время занят. Он взглянул на дверь, которая вела в соседнюю комнату, и была полуоткрыта. Ну-с, дело у нас такого рода, снова заговорил Пэт, в то время, как молодой человек взглянул на часы и еще раз прервал его. Нельзя ли поживей? Мне сегодня некогда. Пэт, немного покраснев, снова начал свою речь, на этот раз удачно. Это была речь, над которой он долго трудился накануне вечером. Рассказ, который, по мнению ирландца, должен был тронуть до слез даже человека с каменным сердцем. Но надо думать, что у молодого человека не было и каменного сердца, потому что он не пролил слез, а только несколько раз взглянул на часы, пока говорил Пэт, и прикурил новую папиросу от своего курка. Ирландец почувствовал себя обескураженным, но все-таки закончил свой рассказ довольно торжественно. Эти маленькие граждане желают купить у вас свою скотину, я смелюсь сказать, вы сотворите доброе дело, если уступьте им бобрянка. Сделав все, что было в его силах, Пэт замолчал и стал вытирать пот с лица своим большим красным платком. Молодой человек поправил бумаги на столе и откинулся на спинку стула. Это все? Сухо спросил он. Да, растерянно ответил Пэт. У него уже закрадывались опасения, что его красноречие пропало попусту. Что уж, благодарю вас, снова заговорил служащий. Должен сообщить вам, его слова звучали так, словно куски льда падали на стеклянные блюда, что этого бобра мы купили за наличный расчет и не от этих оборванцев, от уважаемого представителя американской меховой фирмы. Мы заплатили за него пятьдесят долларов. Эта сумма значительно превышает действительную стоимость из такого ничтожного зверька и согласились бы перепродать его только в том случае, если получили изрядную прибыль на этом деле. Делец посмотрел на маленьких индейцев. «Судя по тому, как выглядят твои краснокожие друзья, я сильно сомневаюсь, чтобы они располагали такими деньгами», добавил он. Пэт покраснел еще гуще, но догадываясь, что только одни деньги могут убедить этого крепколобого, толкнул Шепиана вперед и хрипло прошептал ему «Деньги! Дай ему деньги!» Шепиан понял почти все. Взволнованный и подавленный, он вышел вперед, порылся с минуты в мешочки и выложил на письменный стол маленькую пачку денег, все свое состояние. Делец взял бумажки, пересчитал их и процедил сквозь зубы. «Здесь только четырнадцать долларов!» Он протянул деньги обратно. «Ничего не выйдет! Ничего!» И для того, чтобы было всем ясно, добавил «Не годится!» «Нет!» Все поняли его, все до одного. Никто не говорил, никто не шевелился, и Шепиан почувствовал, что все кончено. Тишина словно навалилась на него. Бледное лицо человека за письменным столом становилось все больше и больше, и быстро поплыл у него перед глазами. Пол пошатнулся под ногами у Шепиана. Неужели он потеряет сознание, попадет в обморок, как девочка? Он закрыл глаза, чтобы не видеть бледного злого лица, не видеть этих холодных глаз, стиснул зубы, сжал кулаки, выпрямился и принял привычную гордую осанку. Обморочное состояние прошло, но Шепиан чувствовал зноб и дрожал, как в лихорадке. Между тем взволнованный и растерявшийся ирландец вытирал лысину красным платком и бормотал про себя хриплым голосом. Жалость-то какая, а, обида, а я, старый дурин, надеялся и детишкам на голову вскружил. Ну, что станешь теперь делать? А Саджо в мучительном ожидании она следила за каждым движением, и глаза ее метались от одного лица к другому. как две испуганные птички в клетке. Она все поняла. Ей можно было ничего не объяснять. Все пропало. В две минуты все кончилось. Девочка тихонько подошла к Шепиену. Я все знаю, брат, сказала она совсем спокойно и таким странным голосом, что Шепиен в изумлении взглянул на сестру и обнял ее. Она подняла глаза на брата и продолжала. Теперь я знаю. Он не отдаст нам чекене. Я неправильно разгадала свой сон. Мы должны были приехать в город не для того, чтобы взять отсюда чекене. Нет, мне кажется, мы должны были привезти к нему челеви. Наверное, это мне хотела сказать мама. Они должны быть вместе, чтобы больше не тосковать. Правда, Шепиен? Ее детский голосок дрогнул и перешел в шепот. Черная головка опустилась. Скажи этому человеку, я даю ему челеви, пусть берет. Девочка поставила корзинку с бобренком на стол и отступила назад. Ее лицо стало совсем бледным, а широко раскрытые глаза горели лихорадочным огнем. Урэйли прервал свои замечания и замер. Что же произойдет теперь? А это еще что? Сердито воскликнул служащий. Еще одна бобр, челеви, ответил Мушепиен. Братишка будет, братишки нет, чекеней плохо, бери, челеви. Такие слова сестренка сказала мне, моя. Голосом оборвался, он не мог больше говорить. Вот как, сказал делец, улыбнувшись в первый раз, хотя улыбка не украсилась, его лица. Это другой разговор, ну, что же, давайте покончим скорее эту сделку. И он потянулся за пером. Нет! Вдруг воскликнул ирландец громовым голосом и ударил кулаком по стулу, что было силы. Все вздрогнули, а на столе подпрыгнула чернильница, разлетелись в стороны карандаши и ручки. Даже бледнолицый человек подскочил на своем стуле, побледнел еще больше и выронил папиросы изо рта. Нет! Этого никогда не будет, бушевал Пэт. Ни один из сыновей Орэйли не допустит, чтоб при нем убирали малых ребят. Грязная твоя душа, мерзавец, ревел он, я блюстителька, я арестую тебя за оскорбление, за грабеж, за насилие, за... хрипя от гнева Пэт наступал на бледнолицого человека, который в испуге пятился к дверям соседней комнаты. Саджо и Шепиан стояли с вытращенными от изумления глазами. Но что намеревался предпринять неистовый потомок Орэйли, так и осталось неизвестным. Двери в соседней комнате открылась, молодой человек наткнулся на кого-то, путь к отступлению был отрезан. Прошу прощения. Раздался спокойный голос, и в комнату вошел худой высокий человек с седой головой. Он остановился и стал смотреть поверх своих очков на присутствующих. Извините, если я помешал. Кашлянов снова заговорил он, а затем добавил вежливо «Прошу сесть». Пэт все еще продолжал рычать на человека, которому грозил арестом и который совсем не был уверен в своей невиновности, потому что руки его дрожали, когда он, отвернувшись, закуривал еще одну папиросу. «Прошу вас сесть, джентльмены», снова предложил седовласый человек. «Все сели». Это был сам владелец зоологического сада, мистер Нельс. «Ну-с, теперь давайте потолкуем обо всем», сказал он, сначала взглянув на ирландца, потом на служащего, затем на детей и снова на ирландца. «Вчера, когда вы звонили мне по телефону, я обещал выслушать вас. Теперь я знаю все. Мне все было слышно в той комнате. Пожалуй, даже хорошо, что я не присутствовал здесь, ибо при мне вряд ли пошли бы те разговоры, которые мне довелось услышать. Я узнал, какой далекий путь проделали эти дети, сколько лишений перенесли, чтобы отыскать своего четвероногого товарища. Однако, из-за осторожности, опасаясь обмана и не понимая их языка, я решил проследить за их поведением, прежде чем вмешаться в это дело. Теперь мне все ясно и должен сказать, я считаю положение вещей очень трудным для себя. При этих словах своего шефа служащий окинул присутствующих самодовольным взглядом, будто говоря, ну что, разве я не говорил об этом? Мистер Нельс тоже взглянул на окружающих и, постукивая очками по колену, продолжал, надеюсь, все слушают меня, не так ли? Ни для кого не оставалось сомнений, что этот человек привык, чтобы его внимательно слушали. Он поднял очки, это было пенсне, и, придерживая их большим и указательным пальцами на тонкой переносице, снова посмотрел на всех по очереди. Его взгляд показался детям каким-то неприятным, пронизывающим. И так, сказал он, убедившись, что все его слушают, Саджо не понимал ни слова из того, что он говорил, но он приковал ее внимание своими напыщенными манерами и плавной речи. Эти индейские дети предлагают отдать другого бобренка, чтобы зверьки не были одиноки. Это похвально. Но здесь следует подумать о моих интересах. Как Жорж уже сказал, бобра мы купили за наличный расчет, и он стоил мне изрядную сумму денег. Я не могу решить подобный вопрос опрометчиво. Больше того, нехорошо, когда люди, и особенно дети, беспрепятственно получают все, что им только захочется. Другое дело, если они расплачиваются за это собственным трудом. И он довольно строго посмотрел на детей сквозь очки, которые опять надеял себя на нос. Ну и что же вы хотите, что вы думаете, делай, цар? Вмешался у Рейли с нетерпением ожидая, чтобы старик бросил свои фокусы с очками и перешел к делу. Но мистер Нельс обратился теперь к управляющему. Ты хороший делец, Жорж. Иногда мне кажется даже чересчур хороший. Это мой долг, с гордостью ответил служащий. А, долг, да, пробормотал мистер Нельс. Ладно, не в этом дело. Но что же вы намерены делать, сэр? Снова спросил Пэт, сгорая от нетерпения. Что делать, сказал слабоохотливый старик. Что делать? Ах, да. Мне кажется, я уже решил, что делать. Вот что. Он взял корзинку с чилеви и протянул ее детям. Возьмите, сказал хозяин приветливо. Вот ваш маленький друг. А теперь он вдруг принял строгий деловой вид и стал писать что-то на листке бумаги. Теперь отправляйтесь в сад вместе с мистером Орелли и возьмите другого. Вы заработали свободу для маленького вобренка. И он протянул Пэту свою записку. Шепиэн смотрел на него во все глаза, полуоткрыв рот, не обманул ли его слух. Так ли он понял этого странного бледнолицого человека? Или, может быть, это был еще один сон Саджо? Или, может быть, его собственные сновидения? Но Саджо не спала. Она схватила из рук хозяина корзинку с бобренком и воскликнула Шепиэн, Шепиэн, что он сказал? Что он сказал? Видишь, что дети не совсем поняли, в чем дело. Мистер Нельс хотел был заговорить снова, но Пэт опередил его. Ему так хотелось первым объявить радостную весть. Прошу прощения, сэр, я объясню им по-индейски, сказал он, и обратился к Шепиэну на своем ирландском жаргоне. Этот человек, торжественно заявила Рейли, хлопнув мистера Нельса по спине с такой силой, что тот еле удержался на ногах, а очки же его к общему удовольствию слетели с носа. Хороший парень, он, тут Пэт ткнул владельца за осаду кулаком в грудь, знатный вождь, очень добрый. Кагат, мои малыши, слышите, Кагат, говорит вам Оррайли. При этих словах ирландец торжествующим видом обернулся к старику и подбегнул ему. Ведь поняли, а? Должен признаться, сэр, у всех у нас Оррайли природный дар к языкам. Вижу, вижу, сказал мистер Нельс с улыбкой, провожая своих гостей к дверям. Потом старик потер руку об руку, словно заключил выгодную сделку и сказал сам себе Забавные ребята, не беда, что я остался в проигрыше. Вряд ли сад Джо и Шепин видели что-либо на своем пути в зоологический сад. Вот наконец Пэт показал им ворота, видневшиеся уже невдалеке. И тогда сад же пустилась в бегу. Ее щеки раскраснелись, глаза сверкали радостным блеском, шаль спустилась с головы, за спиной метались две черные косички, а маленькие макосины все быстрее несли из полностовой. За ней бежал Шепин с корзинкой, в которой Челеви просто неистовствовал, пытаясь вырваться на свободу. Мальчик было нелегко угнаться за сестрой. А за детьми, красный, как кумач, без каски, вытирая красным платком лысину и пыхтя, как буксир, который слегка страдает от тостмы, спешил Пэту Рейли. Один раз он крикнул, «Эй, куда вы так несетесь?» Но дети продолжали бежать. Вряд ли они слышали окрик. Ирландец ворчал про себя, «Ах, бесенят стыдки!» «Нас смерть загоняют старика, эшкак, жарят!» Но он все продолжал свой путь, не замедляя шага. Несколько прохожих остановились и с недоумением смотрели на бегущих маленьких индейцев в их лесном одеянии, очевидно, преследуемых постовым. Они слышали пронзительные крики бобренка, которому, по-видиму, совсем не нравилась тряска и вся эта гонка по городу. Прохожие повернули обратно и присоединились в странной процессии, во главе которой со всех ног мчалась маленькая девочка с черными косами. А вслед за ними, далеко-далеко позади, показался еще один человек, высокий, меднокожий. Он продвигался легкой поступью, очень быстро этот человек выглядел таким суровым и мрачным, что люди невольно отступали в сторону, давая дорогу и спрашивали друг друга, кто он такой, что это за человек, но он даже не взглянул на них. У входа произошла некоторая задержка, сад еще не был открыт для посетителей, однако Рейли быстро сообразил, как выйти из трудного положения и показал свой служебный билет, его пропустили вместе с детьми. Но как только открылись ворота, сад хлынула толпа. Служитель, который впустил наших друзей, был никто иной, как Элик смотритель. Пэт обменялся с ним несколькими словами. Оказалось, что смотритель уже во всем знал и получил распоряжение от мистера Нельц. Хозяин сада тоже пришел сюда и теперь стоял в толпе. Он кимнул головой и Элик повел саджух клетки бобра. Вдруг девочка побледнела. Ей казалось, что она бежит по огромному пустому пространству, а вдали далеко-далеко темнеет безобразная решетка, а потом потом она уже видела, что там за этой решеткой сидит маленький пушистый зверек. Он ли это? Может ли это быть? Да, это он, Чикёни. Саджу уже больше не робела, она ни на кого не обращала внимания, она забыла про шумную толпу и про все на свете, она видела только маленькое пушистое тельце. Совсем близко, близко. Подбежав к решетке, саджу опустилась на колени, просунула руки между железными прутями и закричала Чикёни, Чикёни, Чикёни. Бобрёнок, видно, не веря своим глазам и ушам, сидел совершенно неподвижно и только смотрел на неё. Это я, саджу, о, Чикёни, со слезами в голосе воскликнула девочка. Неужели он забыл её? Ещё с минуту бобрёнок оставался неподвижным и, склонив набок свою круглую головку, казалось, весь обратился вслух. Саджа позвала опять, Чикёни. Пролепетав что-то потешное, бобрёнок засеменил, как только мог быстро, на своих коротких ножках прямо к решётке. Люди заволновались, в толпе раздались возгласы. Эликс смотритель подошёл к решётке и, открыв маленькую железную дверцу, сказал, сюда, мисс, мамзель, сеньорита. Он не знал, как надо величать индианочку. Саджо вбежала в клетку. Опустившись на колени, она схватила чекёни, которого так давно не видела, и наклонилась к нему. Оба притихли. Пёстрая шаль скрыла всё. И не вы, не я. Никто никогда не узнает, что произошло между ними в то чудесное незабываемое утро. Убелённый с сединами хозяин сады вынул носовой платок и стал громко сморкаться. У Элика смотрителя вдруг заперешила в горле, и он закашлялся. Хумф, хрумф. Ещё бы, воскликнул Пэт выразительно, хотя смотритель ничего не сказал. Но теперь должна была произойти и самая замечательная встреча Челёви и Чекёни. Они были совсем близко друг от друга, всего лишь на расстоянии десяти футов, но даже не подозревали об этом. Что это была за радость? Как сильно билось сердце Усаджу и Шепиэна, когда они внесли корзинку в клетку. Дети так волновались, что пришлось вдвоём открывать крышку, одному ни за что не открыть бы её. Они вытащили Челёви, посадили его напротив Чекёни и, стоив дыхание, стали ждать, что будет. В первый момент ни один из бобрят не пошевелился. Они только смотрели друг на друга. Потом видно проблески правды изобрежили в их сумеречном сознании, и зверьки поползли навстречу друг другу, страшно вытаращив глаза, настрожив уши, прислушиваясь, принюхиваясь. Затем они пошли шагом, побежали мелкой рысцой, теперь они уже знали, что нашли друг друга, помчались голопом и со всего размаха стукнулись лбами. Оглушенные ударом они не двинулись с места, только встали на задние лапки, с пронзительным визгом вцепились друг в дружку, и вот на глазах у всей публики начали бороться. Бесконечные безнадежные поиски, жуткие страхи, дни разочарования, горе и тоски, ужасные томительные ночи, все кончилось. Маленькая крошка и большая крошка были снова вместе. Они весело носились внутри загородки, где еще так недавно в печальном одиночестве томился чекене. Теперь это помещение уже не было темницей. Оно вдруг превратилось в площадку для игр, и можно с уверенностью сказать, что это было наилучшим ее использованием. Дети хлопали в ладоши, вскрикивали, смеялись и визжали от радости. В то время как борцы или плясуны, как хотите назовите их, ходили ходуном, кружились волчком, переживающие счастливейшие минуты своей жизни. Никогда еще бобрята не разыгрывали такого блестящего представления. Зрители громко восторгались и смеялись, а хозяин сада усердно размахивал платком и, возможно, тоже что-то кричал в знак одобрения. Пэтт Орейли, один из главных виновников торжества, гордый и сознанием, что только что он один из зрителей знал всю историю, сначала до конца выступал вроде распорядителя. Сдерживая толпу, он, словно диктор по радио, важно давал пояснения, пересыпая их шутками. Добряк ирландец был в полном восторге. И когда бобрята закончили свою пляску, он сказал, что никогда еще не видел, чтобы кто-нибудь, за исключением настоящих орландцев мог так прекрасно исполнять орландскую джигу. Хоть теперь я и сам вижу, черт побери, но все равно никогда не поверю, во все услышание заявил. Эти слова ему, конечно, следует простить. Это было поистине удивительное зрелище. Когда затихли первые порывы радости, и с толпой выступил высокий смуглый человек в макосинах, мы уже видели его, это он спешил по следам детей к зоологическому саду. В толпе воцарилась недоуменная тишина. Сан-Джо и Шепиан стояли словно зачарованные, глядя на своих любимцев и не замечая никого вокруг себя. Но вот они услышали тихий знакомый голос, который говорил с ними на певучем языке о-джи-буэй. Облака сошли с лица солнца, мое горе рассеялось, как утренний туман. Эти люди сделали для нас много, очень много. Давайте поблагодарим их, дети мои. Мой сын, моя дочь, возьмите нитчики уэнс, ваших маленьких братцев, долина лепечущих вод ждет вас. Большое перо приехало за детьми и их питомцами, чтобы отвезти их домой в долину лепечущих вод, в страну севера западных ветров. Как видите, сон саджа все-таки сбылся. Глава шестнадцатая Мино такия И вот они распрощались с городом, с его шумом, суетой, с его обитателями. В конце концов, подумала саджа, здесь такие же люди, как везде, больше хороших, чем плохих, даже почти все хорошие, решила она, и обо всем этом следует рассказать индейцам. Они попрощались с Эликом Смотрителем, который так жалел тоскующего бобренка, когда тут сидел в неволе, а теперь так радовался, увидев зверька на свободе. Попрощались и с чудаковатым мистером Нельсом, как всегда спокойно улыбавшимся, он еще долго с удовольствием вспоминал, что подарил радость маленьким настрадавшимся сердцам. И хотя Гичи Мигу он предлагал ему деньги за чекёни, хозяин сад даже слушать ни о чем не хотел, заявив, что он чувствует себя вполне вознагражденным тем удовольствием, которое он испытал от счастливой развязки. Пэтрик стойки сына Рейли проводил их на вокзал и посадил в поезд, а потом рассказывал своим приятелям, как он обеими руками посадил своих друзей и как весело улыбался Гичи Мигу он, когда он Пэтрик Рейли разговаривал с ним по-индейски, в этом, мне кажется, можно не сомневаться. Когда поезд двинулся со станции, два маленьких индейца все махали и махали руками своему новому приятелю, который оказался таким верным другом. Он же, Пэтрик Рейли, стоял на платформе и высоко держал над головой свой шлем, словом давал сигнал. На обнаженной голове блестела лысина, и было видно далеко. Расставшим Шепиен нисколько не сомневался в том, что где-то посреди соленого озера на зеленом острове живет народ, который носит почетное имя Бобры. Когда дети подъезжали к поселку пляшущих кроликов, первый, кого они увидели, был Золотые Кудри. Не успел пароход еще причалить к пристани, как юноша уже был на борту. Шепиен сейчас же протянул ему деньги, которые у них оставались, а Золотые Кудри решил возвратить их большим ножам, они тоже пришли на пристань встретить детей. Тогда один из туристов вышел вперед и произнес небольшой речь. Они очень рады, сказал он, что все сложилось так хорошо. Деньги же пусть остаются у миссионера, он может отдать их какому-нибудь бедному индейцу. Гичи Мигон поблагодарил всех собравшихся за доброе участие, которое они проявили к детям, и добавил, что надеется, придет его черед помочь кому-нибудь, как это часто бывает в жизни. Золотые кудри сказал детям, что подедет вместе с ними, и поживет некоторое время в их краях среди индейцев. Скопщик пуршнины, который до сих пор стоял где-то позади, вышел вперед и пожал руку большому перу и его детям. Он тоже сказал, что хочет побывать в их краях, чтобы познакомиться с обычаями индейцев, что необходимо для его работы. Но он ни словом не упомянул, ни за что не желая признаваться, что в благополучной развязке была его доля помощи, и никто об этом никогда не узнал бы, если бы золотые кудри не заметил его поступок на собрании в школе и не рассказал по секрету большому перу. Тем временем появились обе крошки. Все начали гладить и холоскать. Они даже согласились устроить состязание в борьбе перед большими ножами, хотя, мне кажется, им было безразлично, смотрит на них кто-нибудь или нет. И, должно быть, почувствовали большое облегчение, когда их снова посадили в корзинку, чтобы продолжать путь. Большой перо вошел в пострадавший от пожара канои и сел на весла Шепиен за руль. Сад Джон этот раз не гребла. Она была просто пассажиркой вместе с Челевей и Чекеней, которые вообще еще никогда не работали. Девочка сидела, уткнувшись с носом в корзинку, не в силах оторвать глаз от пушистых друзей. Золотые кудри вместе со скупщиком и несколькими индейцами, односельчанами большого пера, заняли место в длинной пироги, тоже сделанные из березовой коры, своим гордым и изогнутым носом и кормой эта пирога напоминала боевого коня или испанский корабль. На первом же волоке, навстречу причалившим лодкам, вышел старый вождь Нигани Кабо. Он разбил здесь свой лагерь и ждал возвращения детей. Нигани Кабо попросил, чтобы дети подробно рассказали ему обо всем случившемся. Он слушал очень внимательно, молчаливо, и только в самых напряженных местах рассказы у него вырывались сдержанные восклицания, произносимые глухим гортанным голосом «Хох! Хох! хох!» А в глазах, которые, казалось, все понимали, светился огонек. Когда рассказ был закончен, Нигани Кабо подумав немного, сказал, что Саджо и Шопен гордость племени Оджи-Буэй и что их трудные приключения вместе с маленькими говорящими братцами, так он назвал крошек, «Будут воспеты в песнях и войдут в историю индейского народа». При этом он взглянул на Челеви и Чайкиони и сказал, что теперь и они будут принадлежать племени и что в памяти народа сохранятся предания о них. Когда он говорил, его мудрое, покрытое морщинами лицо светило с улыбкой, первой улыбкой, которая появилась за много дней, по правде сказать, ни ганик Аба был на вид довольно угрюмым человеком. А затем, подобрав шаль одеяла у пояса, седовласый вождь выпрямился и, протянув руку к солнцу, сказал, «Хох мино такия, кегет ки мино такия, это хорошо, правда, это очень хорошо». И кучка молчаливых индейцев, и большое пиро, и золотые кудри, все подхватили в один голос, «Мино такия». Все выглядели такими торжественными и задумчивыми. Пироги продолжали свой путь в обе «Соуэй». Деревья на берегу, казалось, кивали друг другу и кланялись, а в шорихе веток и листьев так и слышались неясные припевы «Ке гет мино такия, это хорошо». И черные вороны в воздухе, казалось, тоже вторили «Мино такия». Ветер шепцал с островой «Си-и-и-э-эй, мино такия». И стремительные воды быстрин, те же спокойные и плавные, переливали в свою журчащую и таинственную песню все тот же напев. И маленькие танцующие под веслами водовороты при каждом взмахе бормотали «Мино такия». Никогда еще лес не выглядел таким красивым, а лазурь неба такой синий. Никогда еще солнце не светило так ярко, никогда так весело не пели птицы, не цокали белки, как в тот чудесный день, когда Саджо и Шепиен возвращались домой. Никогда еще дети не были так счастливы. В день приезда Большое Перо пригласил гостей в свою хижину. Собрались все индейцы из поселка, пригласили двух проходивших мимо метисов, они, как всегда, были со скрипками. Под капризные напевы струн в них сливалось былое и настоящее, быстро переступали и кружились танцоры, слышались мотивы ирландской джиги и шотландского рильса, метисов. В них молодых красавицы и выбрать по вкусу оказалось легко, потому что ни одна из них не прикрывала лица шалью. Никто, кроме пожилых женщин, не вздумал бы явиться на праздник с закрытым лицом. За хижиной под открытым небом кипятили чай над костром. Старые индейцы собрались покурить свои трубки и вспомнить про былые времена, а дети играли в пятнашки и в прятки среди зыбких отцветов костра. Большое перо приветствовал гостей, разговаривал с ними, улыбка не сходила с его обычно грустного, а иногда даже сурового лица. Время от времени хозяин походил к гостям с большим чайником, а саджу и шепиан разносили чашки, не забывая о танцах. Но вот все вдруг перестали танцевать и сели вкруговую под стенкой, словно чего-то ожидая, и сразу возворилась тишина. Два барабанщика вошли в круг и начали бить в свои том-том. В дверях появился старый вождь, Ниганик Або, в головном уборе из орлиных пиев, яркими красками, каким-то причудливым рисунком было расписано его лицо. Под коленями у него висели браслеты из полых оленьих копытцев, в руке он держал трещотку, она была сделана из цельного панциря черепахи и расписана черной и красной красками. И когда Ниганик Або начал плясать, полые оленьи копытца зазвенели, словно медные колокольчики, в такт быстрым движением его ног, бахрома из оленей кожи трепетала, орлиные перья расправлялись и клонились к плечам и снова отгибались назад, все в безукоризном ритме, с боем барабанов том-том, а черепаховая трещотка нистого гремела в руке у вождя мекала алым и черным узором. И пока старый вождь плясал, он затянул странную таинственную песнь о приключениях Саджу и Шепиэна и двух маленьких бобрят. Так в былые дни воспевали индейцы боевые подвиги своих героев. После каждого куплета песню подхватывал хор, заунывная мелодия этой песни хватала за душу, волновала. Это и была та песнь, которую обещал сложить старый вождь, ни ка-ни кабо. И теперь она должна была быть легендой племени. Такие песни, воспевающие значительные события, и картины, написанные неопытной рукой, но изображающие важные происшествия, помогали сохранить в памяти историю народа. Однако американский скупщик пушнины, который совсем не знал индейских обычаев, подумал, что это танец войны, и не на шутку испугался. Тогда Гичи Мигон объяснил ему, что это вовсе не танец войны, а уабено, его танцуют лишь знахари, или когда нужно ознаменовать важные события. Скоро раздался громкий протяжный крик, старый вождь кончил плясать. И снова скрипки заиграли какую-то жизнерадостную мелодию, танцоры заняли все помещение, веселье продолжалось. Снова закружились в джиги, плавно выступали в кадрили, золотые кудри танцевал без устали, и всю ночь напролет смеялся. Он приглашал танцевать самых некрасивых и старых женщин. Стоило ему заметить, что волна веселья спадает, он был тут как тут, и снова раздавался смех. Даже торговец в этой праздничной компании почти перестал важничать и стал веселиться, как и все. Он даже пробовал подружиться с крошками, но по-прежнему никак не мог запомнить их имена. То называл их Чилаки, то Чироки или Чикару, или же еще как-нибудь в этом роде. У него был большой запас имен, но всегда говорил не в попад. А бобрята они не отставали от других, и никогда они не останутся в стороне от происшествий, пока у них есть два голоска, и у каждого по четыре ноги. Взбудораженные музыкой и шумом Чилеви и Чикени бегали по полу, путались под ногами танцующих и попрошайничали у всех, кто только садился отдохнуть. Один раз Чилеви вышел на самую середину комнаты, встал на задние лапы прямо у всех на дороге и стал поглядывать кругом. Весьма вызывающе, и что же? Танцы прекратились. Всякий боялся наскочить на малыша или раздавить его. На минуту или две проказник сделался полным хозяином пола. В конце концов, саджа пришлось взять бобренка и унести, хотя он вырывался и визжал, что было силы. А тем временем тихоня Чикени он побывал в городе и кое-чем научился, разыскал ящик с яблоками и, не будучи в состоянии одолеть больше одного, стал перетаскивать их к себе в домик. Воришку поймали и задержали на месте преступления, сколько при этом было визгу и криков не передать. Чтобы как-нибудь успокоить бобрят, саджа стала совать им ломтики хлеба в надежде, что проказники отправятся спать, но не тут то было. Зверька на этот раз не сидел из коморки. Они появлялись снова и снова и клянчили хлеб, так и бегали они взад и вперед, унося свою добычу и, наконец, натаскали столько, что, если бы даже пировали всю ночь, все равно не съели бы половину запасов. Наконец, усталые от трудного путешествия, волнений и праздничной суеты и мало ли еще чего, они удалились в свою коморку, а там окруженные со всех сторон ломтиками хлеба вцепились лапками друг дружки в шерсть, уткнулись нос к носу и погрузились в глубокий сон. Долгие дни томительной тоски невзгод отошли, исчезли, навсегда. Целыми днями опять разносились по озеру звонкие детские голоса и веселый смех. Разлуки словно и не бывало, все происшедшее казалось просто страшным сном. На вязком берегу опять появились отпечатки детских ног и бобровых лапок, следы, которые чуть было не оборвались, чтобы никогда снова не появляться. Проказник Чилеве принялся за свои старые проделки и стал таким же своенравным, как и прежде. Может быть, если уж говорить правду, даже немножко хуже. Он исчезал, как и раньше, как и раньше его всегда ловили на какой-нибудь проделке. А когда это случалось, он пускался в свою смешную пляску, опрокидывался на спину и громко визжал, видно, довольный своей проказой или же просто он так капризничал. Оба бобренка росли быстро, но Чикене все-таки не смог угнаться за Чилеве, так Чикене и остался маленьким крошкой и был таким же нежным и ласковым, как всегда. Но сказать, что его поведение было совсем безупречным, тоже нельзя, да и вряд ли это можно требовать от малыша. Очень часто он отдыхал у Саджо на руках, как бывало раньше, уткнувшись носом в шею девочки, в то маленькое местечко под подбородком, которое он так хорошо знал. Вот так и при корне он бывало закроет глазки, посопит немного, а потом начнет тихо урчать от счастья, как-то часто случалось с ним во сне на маленькой подстилке у смотрителя на кухне. Но теперь он никогда больше не будет тосковать. Тут он открывал один глаз, желая убедиться, что он в самом деле в Саджо на руках, и что это не сон. Все теперь было как раньше. Вернулись дни, полные хлопот и веселья. Нужно было поплавать в озере, порыться, побарахтаться в выли, потом почиститься и как следует причесаться, поиграть в прятки. А тут еще борьба, и постройка потешной бобровой хатки, которая все еще никак не могла спрятать хозяев от дождя. К концу дня, наработавшись и наигравшись в волю, бобряты еле вылочили свои короткие ножки по тропинке к хижине, а там их уже ждали блюдца, блюдца, те самые, что и раньше, блюдца полные рисовой каши или молока, а иногда и с капелькой варенья, краюшка хлебца на прощание, и бобрята отправлялись спать на свою мягкую теплую подстилку. Так прошло счастливое лето, наступила осень, с днями падающих листьев пришли дни тишины, теперь пора уже было вернуть челеви и чекени к их настоящей бобровой жизни, иначе зима показала бы им очень тяжелой, воды теперь не напасешься до них вдоволь, да и с прогулками будет трудно, не то что летом. И вот однажды Гичи Мигуон позвал детей и осторожно объяснил им, что бобрята скоро станут большими, а для взрослых бобров жизнь в неестественных для них условиях будет несчастливой, поэтому необходимо, сказал он, отвезти к родному пруду и дать ему возможность жить так, как живет вся их родня, как их создала природа. Саджу и Шепиан за последнее время сами начали задумываться над этим, но ничего друг другу не говорили. Чем ближе подходил день разлуки, тем тише и задумчивее становилась Саджу и все дольше бродила с бобрятами, на прогулках, зная, что скоро их больше не будет здесь. А бобры они играли и возились так же беззаботно, как всегда, ничуть не задумываясь о завтрашнем дне. Саджу любила их так сильно, что не хотела думать о себе и своей печали. Она думала только о том, как хорошо будет бобрятам вернуться к родному пруду, в родную хатку, к родителям. Как же я могу грустить? спрашивала себя девочка и говорила вслух дрожащим голосом. Я счастлива, правда, правда, я знаю это. Да, маленькая Саджа, ты была счастлива, счастлива тем, что умела дарить радость своим друзьям. Итак, в октябрьское утро, в месяц падающих листьев, когда все холмы оделись в осенний наряд, играя золотыми, алыми и коричневыми красками, чайкёни и чайлёви, маленькая крошка и большая крошка попрощались с своей коморкой, где они провели беззаботное детство. Они расстались с шаткой бобровой хаткой и с детским вигвамом на берегу, со своими бобровыми пристанями и с тропинкой к хижине, которая так верно и долго служила им, и отправились в последнее и самое важное в их жизни путешествие. Они, наверное, совсем не догадывались, залезая на подстилку из зелёной травы, какая радость ждёт их в конце пути. Глава семнадцатая В месяц падающих листьев Ожидалось большое событие. Саджо выглядело очень нарядной в клетчатом платье, в своей самой пёстрой шали и в расшитых бусами макосинах. Шепен и Гичи Мигон разоделись в новые костюмы и издублённые леньей кожи бархатисто-коричневого цвета. Знаменитую корзинку Саджо расписало листьями и пёстрыми цветами появились на ней и раскрашенные птички, и всякие зверьки, чтобы чулёви и чикёни веселее было путешествовать в ней в последний раз. А когда ещё кручки подвесили большое белое перо, корзинка стала такой нарядной, что никто бы не догадался, сколько она испытала бед. Дно её девочка заботливо устлала душистой травой, а к стенке прикрепила маленький кожаный мешочек, украшенный иглами дикобраза. Там хранились два маленьких, но очень дорогих её сердцу блюдца. Чёлн, верный спутник их странствия и приключений, тоже не был забыт. Следов огня на нём никто бы не заметил. Он был заново покрыт ярко-жёлтой краской, намалён был и птичий глаз, только не такой хищный, как раньше, а довольно весёлый, если только присмотреться к нему как следует. Пушистый лисий хвост снова появился у кормы, вид учил на был какой-то особенный, будто он знал, что пускается в необычное плавание. Выйдя навстречу ветру, он задорно вилял своим новым хвостом и, казалось, подмигивал глазом, когда скользил мимо трепещущих тростников, словно знал какой-то очень интересный секрет. Они держали путь к Берёзовой реке, которая текла где-то в голубых далих между холмами шепчущих листьев, туда, где родились Чекёни и Челёви. Шесть дней плыли они, и чем дальше они продвигались, тем воздух становился тише, а вода прозрачнее. Дикие гуси летели к югу длинными вереницами, в ночной тишине отчётливо раздавались взмахи их крыльев. С каждой новой зарёй диск солнца становился всё больше и ярче, а листва кругом всё наряднее, быстрее. В эти дни индейского лета, в месяц падающих листьев, лес был сказочно прекрасен. Индейское лето соответствует нашему бабьему лету, это также почти летние дни поздней осени. У Саджи было радостно на душе, она сама этого не ожидала, и чтобы сохранить свою бодрость, девочка всё время думала о том, что её маленьким любимцем теперь будет ещё лучше жить, что скоро их окружит такая забота, которую при всей своей любви она, Саджи не могла им дать. Бобрята возвращались домой, на родину, к своему бобровому народу. Шаловливое детство почти прошло, с каждым днём бобрята становились всё разумнее, скоро они начнут по-настоящему работать, как и все лесные звери, и почти все люди, они и созданы для работы, убеждала себя девочка, а не для того, чтобы быть баловнями. Саджи была права, бобры довольны своей жизнью и счастливы только, когда работают. Но минутами сердце Саджи вдруг сжималось, тогда она торопливо смахивала набегающие слёзы и говорила себе, это я просто себя жалею, надо, чтобы им было хорошо, ведь я их очень люблю. Отгоняя таску, девочка смотрела на деревья, на озеро, заглядывала в корзинку, щекотала зверьков за ухом и думала, как было бы хорошо подсмотреть, что будет, когда они вернутся в родную хатку и подслушать, что они скажут друг другу. Если бы только старый бобр с бобрихой и другими бобрятами встретили крошек, ей так хотелось увидеть их всех вместе. А потом она вспомнила об охотниках и всем сердцем пожелала, чтобы ни один из них никогда не нашел эту бобровую хатку. В последний день пути вечером они разбили свой лагерь в живописном месте среди сосен на берегу ручейка, который впадал в бобровой пруд, там, где много времени тому назад мы застали гичи мигон за обедом. В этот памятный вечер после ужина, когда стало совсем темно и костер весело пылал. Большое перо сказал детям, что хочет с ними поговорить о чем-то очень важном, что он решил сказать им напоследок. Саджу и Шепиен разместились у костра и притихли. На этот раз и Чилеви сидел неподвижно около своей корзинки, склонив голову на бок и, казалось, весь обратился вслух. Чайкё не притаился как мышка у Саджу на коленях и, видно, тоже слушал. Широкая, глубокая река, которая так тихо и быстро протекала мимо, наверное, слышала всё и, конечно, шептала, шептала об этом первом же стремнином, который она встретила на своем пути. Чудилось, что даже огромные тёмные деревья, которые так торжественно и молчаливо стояли вокруг лагеря, тоже прислушивались, а беспокойные тени костра скользили взад и вперёд между ними. Саджу и Шепиен, говорил Гичи Мигон, сегодня мы проводим последний вечер с Челёви и Чекёни, завтра они вернутся к своим близким и станут жить, как и все бобры. Бобрята внесли много радости в нашу жизнь, и весёлые дни лета стали ещё веселее с их приходом в нашу семью. Я нашёл малышей на этом месте больными, беспомощными, умирающими. Вот они вернулись сюда здоровыми и бодрыми, и их приключения кончились. Теперь им откроется радость, какой они ещё не испытывали в своей жизни. Я даю вам одно обещание. Наши маленькие друзья никогда не погибнут от руки охотника. При этих словах у Саджа вырвался какой-то слабый звук, но она прижала палец губам и заглушила его. Гичи Мигон продолжал. Вы видели, как старый вождь плясал танец с трещоткой? Это был танец у Абену. Он заклинал, чтобы никто из индейцев не убивал бобров в этом месте. Бледнолицый не приходит сюда, на мой охотничий участок, а у меня, разве поднимется у меня рука на наших маленьких друзей? Никогда я не обижу их семью. Бобря-то наполнили радостью сердца моих детей, если бы не понимали мой язык, я поблагодарил бы их. Что бы ни случилось, они будут здесь в безопасности. Завтра, когда вы вернете им свободу, я кликну бобровой клич, и старые бобры, наверное, выплывут навстречу. Я не могу ручаться, но попробую сделать это. Саджо крепко прижало руку к губам, чтобы ни один звук не сорвался с ее уст. Индейцы внимательно следят за тем, чтобы говорящего не перебивали. Если бы дети заговорили, не дождавшись обращения к ним, этот поступок считался бы крайне невежливым. И как раз в этот момент раздался глухой вой. Он доносился откуда-то из-за холмов и становился все сильнее и сильнее, а потом замер. Это был дикий, заунывный вой волка. И пока не замер последний от голосок эхо, гичи мигон молчал, а все внимательно прислушивались. Индейцы не знают страха перед тоскующими, так и не называют волков, и смотрят на них, как на четвероногих охотников. Гичи мигон продолжал. Маленькая крошка и большая крошка, индейец улыбнулся, произнося эти имена, не уйдут из вашей жизни безвозвратно. Бобры отличаются от других животных, в некоторых отношениях они больше похожи на людей. Если они привязались к кому-нибудь, подружились, они никогда об этом не забудут и навсегда останутся вашими друзьями. А теперь я скажу вам самое важное. На этот раз никто не издал ни звука, даже волк. Каждый год в месяц падающих листьев, когда обнажается лес и листья кружат словно желтые алые снежинки. Когда дикие гуси плывут стаями словно облака в небе, вы будете приезжать сюда на родину бобрят. И вечерами, притаившись на берегу их пруда, вы увидите, как они плавают, работают и играют. Может быть, они подплывут к вам так близко, что можно будет поговорить с ними и даже погладить. Вряд ли бобрята будут помнить обо всем, и многое, что было в прошлом, сотрется в их памяти, но они почуют вас, друга они никогда не забудут. Так говорили мне старики, умудренные жизнью. Да я и сам наблюдал это в юности. Вот что мне хотелось сказать вам, дети мои. Слова отца еще больше успокоили Саджу, хотя, может быть, где-то глубоко в сердце она таила грусть. Не забывайте, что Саджа была еще ребенком и отдавала все, что у нее было, двух своих питомцев, которых она любила так, как только может любить маленькая девочка. И чтобы бобрята крепче помнили обо всем, ведь отец сказал, что они памятливые маленькие народ. Саджа решила подвесить корзинку с блюдцами на ветку у самого берега, ходит и смотрит на нее. Ночью, когда девочка лежала на подстилке из душистых веток канадской пихты, крепко прижимая к себе в последний раз маленькую крошку и большую крошку, которые сладко спали, свернувшись комочком, она перебирала в памяти все, что случилось с того незабываемого дня рождения, когда бобрята впервые появились в нее. Она вспомнила про веселые игры, подумала, как благополучно кончились их приключения и как хорошо все получилось, вспомнила обо всем, что отец сказал, он кликнет бобровым кличем и, может быть, старые бобры выплывут навстречу. Можно ли было спать в эту последнюю ночь? Долго она не смокала глаз, все прислушивалась к ровному дыханию челеве и чекене. Но, наконец, она склонила свою головку, полную всяких мыслей над влажными носиками бобрят, которые пыхтели, сопели, даже иногда похрапывали, и перенеслась в страну забвения. На завтра, когда солнце еще пряталось за горизонтом, а дикие бобры только что пробудились от сна, большое перо подошел с детьми к пруду как раз в том месте, откуда челеве и чекене пустились в свое опасное странствование. Мало что изменилось в этих местах с тех пор, как мы были здесь в мае, месяца цветов. Плотина, как и раньше, сдерживала воду, едва струившуюся через край, а землянка возвышалась, как курган, высоко над заболоченной землей. На пруду все было в полном порядке. Чувствовался заботливый труд. Казалось, здесь поработали люди. Однако вся работа была сделана только двумя бобрами. Молодые бобрята в первые лета своей жизни едва ли могут считаться помощниками. Стены хатки были заново покрыты толстым слоем глины, чтобы не забрался зимний холод. Перед самым жилищем плавал плод из бревен, прутьев и веток. Это бобры заготовили себе запасы корма на зиму. От берега в разных направлениях уходили в лес гладко вытоптанные тропинки, вдоль которых виднелись пни со свежими следами бобровых зубов. Стволы подточенных деревьев уже плавали на воде. Несколько деревьев еще лежало на берегу. Видно было, что бобры еще не закончили заготовки на зиму. По-прежнему здесь было очень тихо. Молчаливые деревья, обступившие пруд, четко отражались в его спокойных водах. Только теперь их вершины были не зелеными, как раньше, а алыми, желтыми и даже коричневыми, там, где их прихватили заморозки. И везде в этом тихом лесу медленно летали, кружили, шуршали падающие листья. Гитчи Мегуон нарочно отстал от детей, когда Саджу и Шепиен понесли корзинку к берегу. Там, под высоким серебристым тополем, они открыли ее. Шепиен погладил шелковистые пушистые тельца и сказал «Прощайте, ничики, Уэнс, прощайте, маленькие братцы». Эти слова он произнес почти шепотом, потому что голос его дрожал, а мальчик не хотел, чтобы сестренка заметила его волнение. Потом он пожал одной рукой в руки Саджу и сказал ей «Не печалься, сестра, каждый год, как только начнется листопад, я буду привозить тебя сюда. Много горя и радости мы пережили все вместе, и мы никогда не забудем наших маленьких друзей, они тоже будут помнить нас», так сказал отец. «Теперь бобрята вступают в новую счастливую жизнь, не тревожься о них». «Да», прошептала Саджу, «я знаю, что они будут счастливы, мне надо радоваться, а не грустить». Девочка улыбнулась Шепену и сказала «Спасибо, брат». После этого Шепен подошел к отцу, Саджу осталась одна. Она прижала к себе бобрят и шепнула им в черные ушки «Прощай, челеви, прощай, чекени, прощайте, маленькие братцы, мы не забудем друг друга, никогда». Она выпустила бобрят, проводила до самого края воды и следила, как они пустились в плавь. И вот они поплыли, пересекая родной пруд, рядышком, как всегда, сорванет челеви и ласковые чекени, еще несколько минут, и оба исчезнут. И какими большими они потом не выросли. В нежном, любящем сердце они долго еще останутся двумя крошечными, беспомощными бобрятами. Для Саджу они навсегда останутся крошками. Когда зверьки стали приближаться к землянке, большое перо издал звонкий протяжный звук, зов тоскующего бобра, и снова этот звук, как музыкальная нота, задрожал в тишине еще раз, а потом на поверхности воды около хатки появилась черная голова, за ней другая, большие черные головы и большие коричневые спины плыли навстречу малышам. Усаджо захватило дыхание. Это как раз то, чего она так ждала. Бобры родители выплали на зов гичи Мегуона. Все исполнилось, все. Никто не шевелился. Люди стояли совсем тихо, словно неподвижные деревья, пока старые бобры медленно приближались к челеве и чекене. Поплавали вокруг них немного, присматриваясь, принюхиваясь, издавая какие-то тихие волнующие звуки, а потом поплыли вместе большие головы и маленькие рядом. Бобры удалялись быстро, слишком быстро, оставляя за собой зыбкий, расходящийся след. Один или два раза донесся слабый звук, как будто детский голос. Большие головы по-прежнему плыли рядом с маленькими, они становились все меньше, пока они исчезли под водой одна за другой, как раз напротив входа в хатку. Большая крошка и маленькая крошка были дома, а Саджо стояла совсем неподвижно, словно цветная маленькая статуя в своем ярком клетчатом платье и красивых макосинах шаль спустила с головы, и лучи солнца играли в блестящих черных волосах. Так она и замерла, с полу открытыми, алыми губами, глядя горящими глазами на пруд, не отрывая от него напряженного взгляда, пока не исчезла последняя коричневая голова. И вдруг из счащей золотистых дрожащих листьев послышала звонкая песнь белогрудой славки. Нежный голос пернатой пивуни разносился далеко по тихой долине, и Исаджо казалось, что это была песня надежды, радости, любви. Ми, но, таки, я, это хорошо, звенело в ушах у девочки. Ми, 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 и, но, 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 о, таки, но, таки, но, таки, но, таки, я. Песня славки или певчего воробья очень похожа по ритму и звукам на звукоподражание, которое я предлагаю. Бледнолицые жители леса передают эту песню так «О, о, Канада, Канада, Канада», а индейцы считают, что она поет «Ми, ми, ми, таки, но, таки, но, таки, но, таки, я». В летние месяцы заунывная мелодия этой песни раздается повсюду в северных лесах, и для очень многих из нас славка вместе с бобрами и соснами является символом природы. И так как ее песня воспринимается слухом индейца как ободряющая фраза «Это хорошо», то установилась традиция считать счастливой приметой, если на дереве, под которым стоит человек, запоет славка. так и стояло саджо, совсем тихо, под дождем падающих листьев, все еще не спуская глаз черной землянки, и тихо повторяла про себя «Мино таки я». она повесила корзинку, в которой остались два блюдца и душистая зеленая подстилка на низко склонившуюся ветку у прозрачной спокойной воды, а потом повернулась, улыбнулась от своей брату и побежала к ним. «Это все, что я хотел рассказать. Моя повесть закончена. Пока вы слушали мой рассказ, догорели мерцающие огни нашего костра, и посреди Веглама остались лишь тляющие угли. Позади нас, на ленью шкуру, стену Веглама, упали наши длинные темные тени. Пора расходиться. Как-нибудь в сумерках летнего вечера, когда вы будете совсем одни, вспомните про этих двух маленьких индейцев. Они были такие же дети, как и вы. Им тоже бывало иногда и страшно. У них были свои радости, горести и надежды, совсем как у вас. Вспомните про Челевичи Кёни, двух маленьких бобрят, которые так привязались к своим маленьким хозяевам, ведь они жили на самом деле и любили друг друга, иногда тосковали, но умели веселиться. Итак, перенеситесь еще раз в своих мыслях на холмы шепчущихся листьев, и вы снова увидите высокие темные сосны, которые как будто кивают и кланяются вам, когда вы проходите мимо. Вы поплывете еще раз на желтом челне с его настороженным глазом и являющим лисьим хвостом. Если вы будете сидеть очень тихо, то, наверное, услышите шорох падающих листьев, зачарованный зов журчащей воды и нежные тихие голоса лесных обитателей, больших и маленьких, которые живут в этой огромной забытой стране, такой далекой и дикой и в то же время такой прекрасной в стране северо-западных ветров. Конец книги. Июнь 2006 года. Звукорежиссер Алла Тополева читал Вячеслав Герасимов. Вячеслав Вячеслав Герасимов,